Потому что таких красивых девушек, как ты, здесь мало. А как тебя все-таки зовут? Слышь, Кэп, ты что, по-русски не можешь сказать? Слева цуна рефы. Какие девять часов? Спросил Лось. Услышав это, Андрей с пулеметчиком скинулись. Кэп правильно сказал. Ты просто не понимаешь, потому что не воевал. Да оно мне и не надо. Сейчас и в армии только дебилы ходят, возразил Родианов. А вот это ты не прав, в один голос протянули остальные долговцы. Но почему не прав? Я был в армии, только два года зря отдал, огрызнулся Родианов. В каких войсках? В горно-водолазных он был или бронекопытных. Я бы тебе и лопату не доверил. Впереди показалось депо хряща и сваленные на дороге бетонные плиты, за которыми расположился импровизированный блокпост. Братва, находящаяся там, была вооружена и одета получше некоторых сталкеров. Проезжая мимо, Андрей приветственно посигналил, а Волкова с подозрением рассмотрела охрану. А чё, кто-то ждёт тебя? Спросил Шмак, минуя территорию депо и кивая на Янген ПДА. На каком-то блокпосте, ответила Стрелка. Может, на вашем. У вас есть блокпост перед 100 рентгенов? У нас много охраны и блокпостов, обиженным тоном сообщил Родианов. Да вот и он, приехали, выдохнул капитан, как показалось Яне с облегчением. Блокпост располагался севернее депо, закрытый с южной стороны неприступным из-за радиации мусорным навалом размером с пятиэтажку. Рядом с металлическими въездными воротами и теплотрассой, что проходило над ними, стояло несколько мужчин в чёрно-красных комбинезонах и о чём-то оживлённо переговаривались, то и дело показывая в сторону строительного вагончика, что находился в нескольких метрах от них. Чуть дальше вагончика горел костёр, где с недовольным видом на корточках сидел кулек. Лебедь и Мирон стояли рядом и глядели на молодого долговца, который с придирчивым видом вертел в руках потрёпанного вида АКМ. Броневик остановился рядом с самими воротами, едва не зацепив одну из створок. Шмак выругался, сдал назад, сопровождаемый отборным матом со стороны командира блокпоста и его подчинённых, едва успевших отскочить от машины. Заглушив мотор и закурив, Андрей опять подмигнул стрелки и отключил музыку. — Сейчас Кэп перетолкует с братвой и попрём дальше, — сказал он. — Машину помой, — недовольно буркнул капитан. — Весь радиатор крысятиной зафоршмачил. — Лось, помой броневик, — прикрикнул Шмак на Белобрысова. — А чего я-то, — законючил тот. — Ты, чернобыльца, вальнул, да и отмывай, — закончил при ней Шмак. Экипаж и пассажирка вылезли из салона, оставив там хныкающего лося. При виде Яны охрана блокпоста слегка онемела. Первым отошёл командир. — Слышь, Кэп, чё это за тринити? — Ты с ней потише, хохол. — Эта тринити стрела завалила. В рукопашную. Башку ему открутила. С гордостью заявил капитан, кивая в сторону броневика, где в пакете действительно находилась голова мародёра. — Фига себе! Ты что, дочь Брюса Ли? — изумлённо уставился на Яну Долговец. — Я что, китаянка? — Да ладно, я так просто. — Вон те сталкеры, мои друзья, — качнула головой Волкова, показывая на кулька. — Они тут меня давно ждут? Долговцы переглянулись. — Мы их вообще-то не хотели пускать. Но учитывая, что это друзья, ты сегодня герой дня Тринити. Девушка фыркнула и направилась к застывшим от удивления сталкерам. — Какие движухи? — спросила она, не обращая внимания на Долговца с автоматом. — Уф, стрелка! У тебя какие, сестрёнка! — накинулся на неё кулек, оглушая окрестности. — Что с Лёжкой случилось? Как он погиб? Рассказывай! Яна поморщилась, потому что на звуки его голоса народ начал обращать повышенное внимание. Однако было поздно. Тему зацепили актуально — погибший товарищ и его выживший напарник. Тут от ответа не уйдёшь. Однако и расписывать во всех подробностях свои злоключения девушка не стала. В подземельях наткнулись на контролёра. Он что-то сделал, но я успела гранату бросить под ноги. А потом, когда ходила за водой, напал кровосос. — Фига себе! Так вы всё-таки решились в подземелье забраться! — перебил кулек. Там ещё были какие-то парни, уже двухсотые, кажется, мародёры. Не обратила внимания Стрелка, рассказывая больше для навостривших уши долговцев. Он, видать, их до нас уделал. Короче, когда я вернулась, Лёжки уже не было. Я ему за это голову снесла из дробовика со щупальцами вместе. — В натуре, Стрелка! — произнёс Мирон. — Отлично! — Да, Лёжку Зона наказала, — задумчиво произнёс Лебедь. Кулек, как ни странно, не стал ничего говорить. — А что за история со Стрелом? — подошёл ближе командир блокпоста. — Как ты на него вышла? — Как в «Брате Пять», помнишь? — ответил за Стрелку Мирон. — Брат, встретишь мародёра, не убивай его, он мой. — Правильно, Сестрёнка, их всех мочить надо. — Будете возле Старинген, зайдите к нашим в штаб, вас пропустят, — кивнул Яне командир и переглянулся с капитаном. — У вас, ребята, кстати, нет желания вступить в наши ряды? — У них нет такого желания, — резко оборвала Волкова и схватила Мирона под локоть. — Отойдём, пообщаемся. — Сталкеры удалились от долговцев, которые извлекли из пакета голого бандита и начали пристраивать её рядом с воротами. — Какие планы? — глядя на Мирона, спросила Яна. От кулька и лебедя полноценного решения она не ждала. — Да никаких пока, — с усталым видом отмахнулся он. — Давай доберёмся до хостика, сбросим барахло, что осталось, а там и определимся. — У тебя есть что? — Волкова кивнула, думая, что как Лёшка в данном случае поступать не будет. Тащить с собой пьяный балласт она не собиралась. Однако первый раз появиться в сталкерском баре следовало хотя бы с такими бродягами. — Доберёмся туда, там и разберёмся, — кивнула девушка и повернулась к Шмаку, который искосо наблюдал за её действиями. Показала на свою команду и сделала головой вопрошающий жест. Шмак махнул рукой, типа «Грузитесь!» — А ты, лось, пока здесь побудь. Чаю с Кэпом попьёте, — сказал он. Сталкеры загрузились в броневик под недовольное ворчание лося. Стрелка прямо-таки чувствовала, как белобрысый жаждет водителю и пулемётчику по крайней мере болезни. — Как всё сложно и запущено! — подумала она, снова невольно трогая кулон на шее. — Вот это тачка! Сколько же такой сарай может стоить? — похвалил лебедь броневик, похлопывая по сиденью и устраиваясь удобнее. — Парни, старайтесь дышать в окно! — сказал Шмак. — И не курите тут! — прикрикнула Яна. — Гони, Дрюня! — свистнул Алексей. — Вижу кабанов на горизонте! Дрюня направил броневик по асфальту прямо через несколько аномалий, которые, насколько знала Волкова, были в этом районе постоянно. Зона, опасная для пешеходов, длилась метров тридцать и имела несколько разных типов ловушек, которые располагались почти в шахматном порядке. Для броневика они страшными не были. Он разряжал их, едва к ним прикасаясь, и человека, сидящего в салоне, могло лишь пощекотать. — А что там за люди на развалинах крутились? — вспомнила Яна остатки чего-то похожего на ДК, которые в метрах в двухстах от блокпоста гордо возносили к небу куски арматуры, торчащие из бетонных стен. — Это типа рынок! — ответил Шмак. — Как рынок? — удивился Кулек. — А ты что, не знал? — усмехнулся Мирон. — Приходи, дотолкай снарягу или еду. Можно и медикаментами разжиться, и артами. Но тут цены даже не как у Сидоровича. — Да уж, тут, наверное, самые жадные барыги кучкуются, — кивнул Шмак. — За две банки сгущенки рожок пятеры требует, прикинь. Это ж надо. Это ж с такими ценами жрать не захочешь. — А за артефакты сколько? — лениво поинтересовалась Яна. — По-разному. Как попадешь? — поморжился Андрей. — Смотря кто и смотря какие. — Ну, например, слоновье ухо. Или мамины бусы. Прямо-таки прочел мысли Яны Мирон, за что девушка была ему очень благодарна. Водитель усмехнулся. — За такие арты тут и завалить могут, как не фой делать. А что, у вас есть мамины бусы? — Вон кабаны! Молодняк! — процедил Леха и несколько раз нажал на гашетку. — Ушли, суки! — Свиньи! — поправила Волкова меланхолично. — Цунарефы! — мгновенно отозвался пулеметчик. — Я слышал, что в баре Карлоса у простой охраны броники из таких артов сделаны. Не знаю только, правда или прогон. — Вставки из артов, — сказал Мирон. — Сам видел. — Но такие вставки, что даже ваш пулемет им по пояс будет. — Вот где деньги! — вздохнул Лебедь. — Прикинь, какие там бабки у Карлоса! — А чего ты хочешь с такой крышей? — воскликнул Мирон. — Это же практически правительство. — А что там? Снаряга серьезная? — покосился на них Шмак. — Да не то слово! — закричал Кулек. — Да там, помимо самого бара, один дербан афганки че стоит! — Обезьяна, наконец, крутанул червей на рассаду! — понял Шмак. — Так вы были у Карлоса и ганджубаса не взяли? — удивился Леха. — Не, мы с этим делом не дружим! — с улыбкой ответил Мирон. — Огород здесь! Да на радиации! Да на аномалиях! — Не, ну его нахрен! Потом еще рога вырастут! — Ага, будешь как Родианов! — засмеялся Шмак. — Гля, стадо бежит! — ткнул пальцем в окно Лебедь. — Откуда это они? — Сыгра Прома Вестима! — заметил небольшой табун лошадей Пржевальского Леха. — Коньки-горбунки! Сейчас я вас! Он развернул пулемет и срезал животных одной очередью. — Подранков не будете добивать? — спросил Лебедь у Шмака, который и не думал притормаживать. — Отчего у них брать? Не, не будем. Пусть лучше слепые санитары о них подумают, — рассмеялся водитель. — Они тут у нас прикормлены. На людей не кидаются. — Ни хрена себе не кидаются. Да я слышал, прямо возле вашей базы стая целая в норах прячется. С чернобыльцами вместе! — воскликнул Мирон. — Это традиция местная, — не сдавался Толговец. — Вроде как пропуск. Глава девятнадцатая Бар Сторинген Дорога теперь петляла между лесом с правой стороны и какими-то обгрызенными холмами с левой, которые были обработаны экскаваторами после первой катастрофы. Здесь добывали песок для засыпки четвертого энергоблока, а разбитую грузовиками дорогу мастили по-новому уже в начале века. Броневик выехал из-за очередного поворота, и Яна увидела приземистые комплексы производственных зданий, что представляли индустриальный малонаселенный пункт, на картах незначащийся из-за своей засекреченности. Известный в зоне завод Росток располагался чуть дальше. Местный Росток не имел ничего общего с киевским, на нем не делали DVD-дисков, и вообще мало кто помнил, что производило это предприятие. Известен он был по иным причинам. В данный момент территория завода и складов, относящихся к нему, была поделена между группировкой «Долг» и некой организацией, которая среди сталкеров называлась «наемниками» или «синими» из-за цвета их защитных костюмов. Сами по себе наемники не принадлежали ни к армии, ни к криминальным структурам, но их собранности и материальному обеспечению могли позавидовать и те, и другие. В рядах этого общества сконцентрировались отборные головорезы и профессионалы. Зарабатывали они себя на хлеб тем, что подписывались проводниками к туристам или ученым, охраняли этот же контингент, а при необходимости могли устранить конкурента или недруга физически. Военные и бандиты с ними предпочитали не ссориться, сталкеры при возможности обходили стороной, а такие группировки, как «Долг» или «Свобода», поддерживали холодный нейтралитет. Открытой стычки с наемниками не боялся лишь безбашенный грех и непобедимый монолит. Узкая дорога, ровно на ширину броневика, закончилась возле КПП, оборудованного бетонными плитами и мешками с песком. Сталкеры вылезли из машины и двинулись вслед за долговцами здороваться с охраной блокпоста. Командир охраны тем временем заметил Яну и обратился к ней. «Стрелка, если не ошибаюсь». Девушка остановилась, молча глядя на него. Мужчина сделал шаг вперед. «Прошу обратить внимание, что на территории Долга запрещено любое применение огнестрельного оружия», сказал он и показал в сторону выцветшего плаката на серой стене здания. Волкова скользнула по плакату равнодушным взглядом и пожала плечами. «Вы меня поняли?» — акцентировал Долговец, и Яна его перебила, дождавшись на конец повода. «Что за проблема, начальник? Я еще и зайти-то к вам не успела». «Эй, тихо, тихо, Яна, ты чего?» испуганно вступил Сокулек, оттирая девушку за себя. «Командир, ты это, ты не думай». Долговец улыбнулся, махнул рукой и подмигнул девушке, на кулька внимания не обращая. «Присоединяйся к нам, сестренка. После того, что я услышал, буду рад видеть тебя в наших рядах», — сказал он. «Нам нужны бойцы». «Я запомню», — сказала Волкова, и только сейчас подняла глаза на кулька. «Где тут ихний бар, ты знаешь?» «Я знаю, пошли», — сказал Мирон. «Тут за углом, рядом совсем». «Кстати, бар охраняют не Долговцы, а наемники», — добавился менивший следом лебедь. «Да хоть монолит», — пробормотала Яна. «Мне главное, чтобы отдохнуть, вроде как приз какой-то получить». «Приз?» — удивился Кулек. «Чего за приз?» Резкая теплая боль, пронзившая грудь в районе кулона, заставила Яну дернуться и выхватить пистолет. Боковое зрение уловило метнувшуюся в стороне тень. Волкова выстрелила. Псевдо-собака по инерции пролетела в воздухе пару метров, шлепнувшись прямо посреди дороги, за спиной Мирона и на виду у всех Долговцев. «Но и кому стоим?» — нарушила Яна мгновенно наступившую тишину. «Дырку в заборе тоже я искать буду». «А вы говорите, за выстрел высшая Мейера», — укоризненно покачал головой Мирон. «Эй, хвост наш!» — сообразил кулек, вытаскивая нож и наклоняясь над животным. «Ян, что за ствол у тебя? Башки почти нет». «Когда же не успели-то?» — донеслись голоса Долговцев из-за квадратного здания непонятного назначения, откуда выскочила собака. «И прогрызли совсем недавно». Сталкеры миновали какой-то склад и вышли посреди довольно обширного пространства, со всех сторон окруженного подобными постройками, не то складами, не то цехами. Прямо напротив выхода Волкова увидела огромную надпись «Арена» и несколько парней в синей форме наемников. Парни не обратили на путников внимания, занятые спором относительно каких-то ставок. «Нам туда», — повел влево Мирон. Сталкеры прошли еще через какой-то склад, по пути столкнувшись с двумя новичками в дешевых и ненадежных костюмах. Парни во все глаза вылупились на Яну и ее довольно агрессивный и явно бандитский прикид. Девушка не выдержала и обратилась одновременно к обоим. «Может, фотографию сделаете?» Новички поспешно постранились, а Сталкеры спустились в самый известный в зоне бар «Сторинген», что располагался в заброшенном бомбоубежище. И если до большого прорыва 2012 года хозяевам было неохота обустраивать помещение, то после удачного, хотя и временного отключения легендарным меченым выжигателя и последующей смены владельцев заведения, территория бара увеличилась в несколько раз. Для этого даже был приглашен и оплачен специальный консультант из группировки «Аномалы», который с помощью своих секретов и неких артефактов помог удалить ведьмин студень, занимающий большую часть бомбоубежища, из-за этого замурованную и недоступную. В освободившемся месте построили бильярд, мастерскую по ремонту оружия и снаряжения, удлинили стойку и вообще зал для гостей. Оказавшись внутри помещения, Яна сначала как-то потерялась, до того здесь было непривычно. Однако быстро справилась с собой и определила место, за которым могла почувствовать себя уютно. Провожаемой взглядами практически всех посетителей, девушка привела компанию за столик, который находился не очень далеко от выхода. Там, по крайней мере, было меньше сигаретного дыма. Усевшись на широкую скамью, Волкова устало облокотилась о стену и огляделась. Первым на пути ее взгляда оказался бармен. Это был худой и совсем молодой мужчина, с лицом вытянутым и некрасивым, но зато улыбчивым и хитрым. Он напомнил ей среднестатистического торговца из супермаркета, который всегда одет в яркую униформу и с опломбом заявляет, что не является продавцом. Подобный тип молодого человека гордо мнит себя менеджером, не понимая, что и это дрянное слово пришло в Россию из-за океана и означает, по сути дела, то же, что и продавец или диспетчер. — Этот, что ли, Хостик? — ткнула в него девушка пальцем. — Да, он и есть, — закивал Кулек. — Он здесь больше всех работает. Сильная команда у него. — Привет, Хостик! — Может, крыша, а не команда? — скривел из Волкова. — Тут же все, как и везде. — Привет, Мирон! — поздоровался бармен. — Я сейчас к вам подойду. — Ого! Даже сам подойдет! — изумился лебедь. — Ты чего, Куль, его знаешь? — А кто меня не знает? — пробудел Кулек на весь зал, заставляя ближние столики вздрогнуть от звука своего голоса. — Меня вся зона знает! Яна вздохнула, глядя на бармена, который с елейной улыбочкой приближался к ним. На левой губе его был герпес или какая-то другая болячка. За спиной бармен надвигался верзила байкерского вида в майке, бандане и с бородой, как у Зизи Топ. Что делает этот перс в зоне, оставалось неясным, но как охранник он выглядел внушительно. — Здорово, бродяги! — хостик хлопнул Мирону по руке. — Как хабар после выброса? Не жгется? — Хреновый хабар! Плохой был выброс! — опять на весь зал закричал Кулек. — Да это он искать не умеет! — улыбнулся Мирон. — Как дела, хостик? — спросил лебедь бармена. — Слушай, я тебя не знаю! — вежливо с улыбкой ответил тот. — Вот Мирона знаю. — Давай на руках бороться. Ты и Кулек! — предложил байкеру лебедь, потеряв к бармену интерес. — Ты стрелка? — улыбнулся хостик девушке. — Уже наслышан от доблестного долга. — Это хорошо. Но, может, сначала распорядишься и ребят угостишь? — Не пустые пришли! — кивнула в сторону сталкеров Яна. — Тут все готово. Уже не суд! — заверил бармен, пропуская выпад и слегка поддался вперед. — Все говорят, что у того ублюдка был какой-то навороченный ПДА. Правда? — Да, — подтвердила Волкова. — Долг сказал, что какой-то приз полагается. — Да-да, приз, конечно! — улыбался хостик. — Только вот кое-что долг не сказал. — Слухи могут разные ходить. Вроде как наезд был по беспределу на один клан сталкерский. Они настрела свою предъяву имели. — Я чего-то не вникаю. Ты мне слухи какие-то грузишь или угрожать пытаешься? — перебила Яна. — Нет-нет, что вы! — деланно испугался хостик, переходя вдруг на «вы». — Ни в коем случае. Только поймите правильно, дело нисколько в призе, как в том, что именно кроется за исполнителем. Я вам настоятельно советую остаться в тени. — Мы можем решить эту проблему через сеть. Об этом знают только долговцы и я. А тот клан останется в интересе. Могут потребовать доказательства. — Тьфу, так бы и сказал. Бестолковку долг отрезал и на ворота прибил в районе своего блокпоста, — сообразила, наконец, Волкова. — Где депо Хрящевская? Вкурил? Че за плейс? — Опять долг? — удивился бармен. — А зачем им-то голова? — А я откуда знаю? — воскликнула Яна. — Может, они фетишисты какие-нибудь. — Че ты до меня докопался? Я очевидцев с собой не таскаю. Хостик и байкер переглянулись. Хостик пожал плечами и положил перед Яной одноразовую пластиковую карту мгновенного перевода. — Вот ваш приз. Стирайте защитный слой, активируйте на счет в банке через ПДА. Если нужен терминал, то не нужен. У меня теперь ПДА очень хороший. Ослепительно улыбнулась Волкова, оставляя глаза предельно холодными. — Есть что-нибудь безалкогольное? Сок какой-нибудь? И лучше нашинский, яблочный, например. Или морковный? — Найдем. — не моргнув, ответил Хостик. — А помыться и отдохнуть, — добавила Яна. — Тут вообще реально кому на туху снять? — Тоже найдется. Правда, будет немного дороже. — Вот эти цацки пойдут. Только мне еще ствол нужен. Девушка бросила ему сверток с артефактами. Бармен раскрыл его и в который раз переглянулся с бородачом. Тот молча кивнул и исчез в направлении служебной двери, где на стуле охранник в синем бронекостюме игрался с сотовым телефоном. — Куда это он? — напряглась Яна. — Поторопиться стволом, — ответил Хостик, скатывая сверток плотнее к великому разочарованию кулька и лебедя. — Что-нибудь посерьезнее этого? — Волкова бросила на стол гадюку. Желательно пристреленную, с оптикой и ночником. — Ух ты! Вот и девочки! — увидел официантку кулек и быстро сдернул свою задницу со стола, усаживаясь рядом с Мироном, лицом к стойке и выходу из помещения. — Вот это официантка! Низкорослая девица, что принесла на огромном подносе водку и нехитрую закуску, была интересна своим бюстом, который еле умещался в кокошнике цвета хаки. Увидев реакцию мужчин, Хостик самодовольно улыбнулся. Он даже хотел что-то сказать, но поймал взгляд стрелки и не стал делать этого. — Я понял, чем могу вас заинтересовать, — кивнул он девушке и удалился за стойку. Яна немного расслабилась, достала ПДА и включила его. Краем глаза заметила, что мужчина за соседним столиком с интересом наблюдает за ней. Стрелка повернулась к нему и с вызовом встретила его взгляд. Мужчина не убрал глаза. Вообще, со своей залысиной и небольшим ростом он выглядел самым, что ни на есть обычным, например, торговцем книг. По своей любимой привычке Волкова поискала, с каким артистом его можно сравнить, и никого не нашла. Тем более, что незнакомец выглядел волевым, сильным и правильным, настоящим славянином. Последнее Яна добавила от себя, потому что не увидела перед ним никакого алкоголя и сигарет. Однако отсутствие вредных привычек и происхождения не означали, что можно вот так в упор пялиться на незнакомых девушек. — Я просто любуюсь, — сказал незнакомец. Яна вспыхнула, отвернулась от него и только потом сообразила, что ничего вслух не произносила. Нахмурившись, она снова посмотрела на мужчину, но он был занят тем, что вытаскивал свой вибрирующий ПДА какой-то очень древней модели. — Вон старые знакомые, — пробормотал Мирон. — А как вас зовут? — спросил кулек у официантки. — Ирина, — ответила та и увернулась от шлепка кульковой ладони. — Ты знаешь, что похожа на одну актрису? — сказал лебедь, думая, что соблазнительно улыбается. — Какую? — зарделась Ирина. — Джессика Валентино, — выдал лебедь. Ирина пожала плечами. — Нет, такую не знаю. А где она играла? — Кажется, непослушные медсестры или знойные официантки, — продолжал клеить ее лебедь. — Нет, не смотрела. Ну, судя по названиям, это, наверное, порнуха, — сказала Ирина. — Хвостик, поставь порнуху! — закричал кулек. — Они достойное место себе нашли, — продолжил Мирон. Волкова проследила за его взглядом и увидела спицу и траву, которые стояли возле охранника. Девицы были одеты в синие костюмы, что позавчера были на них и в баре Сидоровича. — Ты думаешь, что они только вступили? Мирон посмотрел на нее. — Нет, конечно. Они есть неудавшиеся сексоты. Сначала косят под новичков, что-нибудь вынюхивают, потом у них ничего не выходит, и они остаются обычным расходным материалом. — Будут теперь охранять или, по крайней мере, сопровождать, — пожал Мирон плечами. Они и у Сидоровича крутились только пару дней. — Не получилось, значит, разнюхать? — пробормотала Яна, о чем-то думая. — Да, с такой яркой внешностью это неудивительно. Девицы заметили ее появление раньше, но виду не подали. Зато кулек, когда официантка Ирина исчезла в подсобке, обвел помещение глазами, загорал в своей привычной манере. — О, здорово, белые колготки! Наемницы зашипели, бросили на него и на стрелку яростные взгляды и поспешили покинуть бар. Впрочем, вид у них был весьма озадаченный, и они сделали это совсем не из-за присутствия Кулька или Волковой. — Что-то намечается похоже, — сказал Мирон, — прямо как чувствую. Теперь пожала плечами Яна. — А я ничего такого не ощущаю, — сказала она. — Только спать хочу и отлежаться немного. — Да, тебе не повредит, — покосился Мирон на ее синяки. — Ладно, это все потом, — срезала Волкова начавшуюся была сонливость. — Какие дальше планы? Выброс теперь не скоро, успеем добраться хоть до Припяти. Сталкеры замерли и потом начали боязливо оглядываться, а мужчина за соседним столиком едва заметно улыбнулся и кивнул головой. — Слышь, Стрелка, ты так больше не делай, — сказал Мирон, — нам палиться лишний раз ни к чему. — А кого я здесь спалила? — грубо развернулась к нему Стрелка. — Вы что, до пенсии будете грибы собирать? Ваших медуз на чай не хватит. — Стрелка дело, — говорит, — вклинился в разговор хостик, неизвестно откуда взявшийся и протягивающий девушке не что-нибудь, а FN-220, самую последнюю и дорогостоящую разработку бельгийской компании. — Пойдет? Весь бар замер от созерцания подобного чуда. Автомат был изначально модернизирован самим изготовителем под русскую «пятеру». Емкость магазина увеличилась в полтора раза, а по стоимости весь агрегат почти равнялся экзоскелету. Обычному сталкеру приобрести даже его предшественника, FN-2000, было очень проблематично. Такие пушки стояли на вооружении только элитных воинских подразделений, типа спецназа, или доставались бродягам в результате стычки с боевиками «Монолита», которые в большинстве случаев заканчивались не в пользу ходоков. — Весь пакет и карточку, — сказал бармен. Стрелка поняла, что от ее ответа зависит многое. Не думая, швырнула хостику пластиковый прямоугольник назад. — Идет. Только с тебя, помимо амуниции, ночлег, аптечки с антирадом, шоколад. Что там еще из сухопайка? Как обычно, шоколад, консервы, самогрев, еще мелочевка. Так, патронов три рожка. Магазина. Да, конечно. 5.45. Хостик погладил автомат взглядом. Бельгийцы, наконец, просекли фишку. Могу, кстати, поменять на мод заточенный под семерку. Или обычный натрольский патрон. Не надо. Гранаты. ВОК-25. Русский стандарт. В комплекте идет шесть штук. Яна удовлетворенно кивнула. Не ствол. Песня. Что с прицелом? Может, внизу в тире проверить? Конечно. Проверю, предупредила девушка. Бармен развел руками. ПДА подал сообщение. Волкова прочла его и нахмурилась. Если это розыгрыш, то он тебя не спасет. Письмо явно было адресовано Стрелу, но заинтриговала Яну подпись отправителя. Вова Славянин. Не обращай внимания, сказал Мирон, подсмотревший это. Подельник, наверное, какой-нибудь. С таким погонялом? Скептично скривилась Яна. У меня был такой знакомый. Ну, значит, тут у него есть тезка, рассудил Мирон. Значит, есть, согласилась девушка, задумчиво глядя на Хостика, который уже что-то демонстрировал Кульку и Лебедю на своем телефоне. При этом у всех троих были очень похотливые улыбки. Яна вздохнула и начала медленно тянуть яблочный сок, который принес ей Хостик. Прямо из пакета, неровно надрезанного штык-ножом Кулька. Глаза ее наткнулись на распечатанные принтером плакаты, скачанные с удав или похожего ресурса. Три листа А4 формата «У нас не курят» с черным профилем конопляного листа, «У нас не матерятся» с перечеркнутым трехбуквенным словом и «У нас не работают» с символическим изображением полового акта в позе «Догги стайл». У Карлса охрана веселее была, отвлек ее внимание Мирон. Да, наверное, согласилась Волкова, морщись при виде того, что ее спутники по первой уже хлопнули, но челюстями работают не особенно усердно. Наоборот, Кулек и Лебедь засунули в рот по сигарете и начали вовсю дымить, слушая, как Хостик рассказывает им про то, как совсем недавно одновременно поимел трех чешских туристок, да еще и наснимал все это дело на камеру. «Эй, курите подальше!» прикрикнул на них Мирон. «Где?» закричал Кулек, дергая пепельницу, что находилась посреди стола. «Хостик! Вывали самосвал! Нафига прибили!» «В натуре!» «Кто ее украдет?» удивился Лебедь. «Да ее кто-то на липучку поставил», объяснил Хостик с виноватой улыбкой. «Шутники, блин!» Артефакт под названием «липучка» намертво приковывал к плоской поверхности любые предметы. Больше он пользы не приносил никакой, потому что с утратой целостности носителя приклеенная вещь отставала. Из-за этого липучка использовалась только по мелочам, хотя за пределами зоны стоила нормально. «Пойдем постреляем», — предложила Яна. «Точно!» вскинулся Мирон. «Никогда с такой штуки не стрелял». Они подошли к длинному столу, за которым среди масла и кучи металлической оружейной мелочи мужчина лет пятидесяти копался в разобранном ПК. Также на столе стрелка увидела два абакана и излюбленную долговцами грозу. Вспомнила про свой абакан, который, завернутый в артефакт, дожидался ее в железнодорожном туннеле. «Здорово, дружище! Как бы нам прицел проверить?» — показал на Янкину автомат Мирон. Мужчина оторвался от своего занятия, вытащил из ушей таблетки и наушников. «Ремонт или апгрейд?» — спросил он. «Тир где? Где прицел набить можно?» — с раздражением спросила Волкова. «А, это внизу!» — наконец понял он и, увидев, что сталкеры ждут, поднялся и поманил их за собой. Они спустились на уровень вниз. Мужчина щелкнул выключателем, освещая галерею и запуская какой-то механизм. «Хвостик решил таки продать?» — кивнул он на ФН-220. «В карты проиграл!» — боркнула Яна, прицеливаясь. Пластиковый приклад почти неощутимо толкнул в плечо. Звук выстрела не оглушил. Да и вообще, от винтовки у девушки сложилось очень приятное впечатление. Вот она, маленькая мечта детства — пострелять из специального оружия. Яна осталась довольной. «На очередь не переводи!» — попросил Мирон. Механик стоял рядом, почему-то улыбаясь. «По движущимся будете стрелять?» — спросил он, когда сталкер положил пару зарядов почти точно по цели. «Не-а, не пристреленная!» — скривился он. «И затвор заедает!» — добавила стрелка шутливо и отобрала винтовку у Мирона. Поставила на предохранитель. «Давай с пистолета. Сколько выстрел стоит?» «Вам за счет заведения!» — ответил механик, и Мирон, опередивший Яну и уже доставший на свет Медузу, с видимым облегчением засунул ее обратно. В тир вошел мужчина, одетый в новый сталкерский комбинезон и две уже знакомые наемницы. «Но покажите, что умеете!» — сказал мужчина с улыбкой, делая жест рукой в сторону барьера. «Славик, пообойми на них сделай!» Механик кивнул и протянул девицам два снаряженных ПМ. Девицы молча приняли оружие, не сводя со стрелки глаз. «На что бьем?» — с вызовом бросила спица. «Да хоть на патрон!» — ответила Волкова. «Ну, Энди, прямо как в твоем клубе получается. Делаем ставки?» — усмехнулся механик Славик. «Кто первый?» — попытался Мирон накинуть тормоза на начавшуюся ситуацию. «Вы раньше тут были, вам и начинать!» — ухмыльнулась спица, отчего ее шрам будто разрезал лицо надвое. «Пусть мишени не двигаются. Давай вообще круглые, для чистоты эксперимента», — предложил Энди. Механик кивнул и сверху опустились четыре бумажные мишени. «Эх, я не боец, то есть не игрок в этом спорте», — поднял руку Мирон. «Этого убери, Славик, втроем сыграем», — сквозь зубы сказала спица. Мишени осталось три штуки. Мирон отошел Яне за спину. «Поехали». Стрелка кивнула и послала пулю точно в десятку. Спица сверкнула глазами и ответила не менее метким выстрелом. Трава попала в восьмерку. «Осталось семь», — продекламировал Энди, удобнее перекладывая на плече американскую штурмовую винтовку с оптикой. «Елочная игрушка», — подумала Яна. Она выбила девятку, давая лишний шанс спица, которая с довольным видом снова набрала десять очков. «Ты отстаешь», — хохотнула наемница. «Зато у меня прицепа нет», — в тон ей сказала Волкова, когда пуля травы ушла в молоко. «Осталось шесть», — напомнил Энди. Как назло, ПД Острелки завибрировал. «Черт», — выругалась девушка, хлопая себя по руки. Скользнув взглядом по дисплею, она едва не выронила пистолет. На экране значилось «Антипинка А». «Такого не может быть», — воскликнула Яна про себя. В голове сразу начали проскакивать мысли о том, кто мог найти ПДА Лешки и где она вообще его оставила. «Чего там?» — заволновался Мирон. «Чья-то шутка», — отмахнулась Волкова, но играть с наемницами ей расхотелось. «Все, я пас». «Мы не закончили!» — со злостью выплеснулась слюной спица. «Я закончила», — сказала Яна, думая, стоит ли добить обойму в мишень или не имеет смысла. Решив, что такие позерские штучки хороши только для новичков, она сунула пистолет Мирону. «Проиграешь — отдай им патрон». Энди и Славик проводили ее глазами и переглянулись. «Это на нее нарвался стрел?» — спросил Энди. Механик кивнул, снова прикрепляя слуховой аппарат. «Ну-ну», — улыбнулся Энди и повернулся к наемницам. «Отдыхайте, девочки». Яна подошла к стойке, показала на пятилитровую бутылку минеральной. «Это муляж или настоящая?» — спросила она. «Муляж», — ответил Хостик. «Что там с моей комнатой и ванной?» «В любой момент». Он зачем-то сверялся с часами. «Все ровно, стрелка. Все под контролем». Девушка вернулась за свой столик. Сталкеры, наконец-то, начали нормально закусывать. Яна присела на край скамьи, обратила внимание, что у Мирона рюмка полная, в отличие от остальных. «У меня вопрос еще не закрыт», — сказала она. «Какие-нибудь есть мысли или предложения? Пока жуете, подумайте». «Может, все-таки выпьешь с нами?» — спросил лебедь. «Лебедь, отстань от Яны! Она вообще не пьет!» — заорал кулек. Волкова покачала головой, достала ПДА и открыла Лешкино сообщение, адресованное на свой же собственный почтовый ящик. Оно было нулевым. Непонятно и неприятно. Очень неприятно. Некоторое время девушка чувствовала себя так, словно получила удар под дых. «Спокойно», — сказала Яна сама себе, — «это, может, розыгрыш? Грубый, наглый и жестокий розыгрыш. Только вот чей?» ПДА остался на плитах, его могли взять только долговцы. Но привязки-то у компьютера нет, а отправить с его ящика послание мог любой, кто знает Лешкин пароль. Хотя, Волкова взглянула на дату отправки. Вчера ночью, как раз в то время, когда он был еще жив. Но, выходит, он сам себе отправил письмо, зная, что уже не выкарабкается. Яна запуталась и разозлилась. Все пошло как-то совсем неправильно. Еще это дурацкое послание. Практически с того света. И почему оно дошло только сейчас? Причуды местного климата? «Что-то не так?» – толкнул Мирон девушку. «Да все не так!» – вскрикнула она. «Что там такое?» – Мирон искренне беспокоился. «От друга!» – сухо сказала Яна. Из тира поднялись спица и трава, сопровождаемые механиком. Энди поднимался следом. «Это кто с ними?» – спросила Волкова, показывая на мужчину. «Да ты что! Это же Энди!» – воскликнул Кулек. «Это главный букмекер арены!» «Здорово, летун!» Мужчина подошел к сталкерам, но за руку здороваться не стал ни с кем. Тоже присел на краю, посмотрев на Яну и коротко кивнув ей. Волкова кивнула в ответ. «У нас бой намечается вечером», – сообщил он. «Парни из чистого неба сейчас волокут сюда молодого кровососа. Кто-то из новеньких хочет попробовать свои силы?» «Нифига себе, проба сил! Он что, косяк какой-то замазывает?» – изумился Мирон. «Ставки большие!» – деловито поинтересовался Кулек. «Да хватит тебе!» – усмехнулся Энди. «Кто на новеньких ставить будет?» «Яську давно видели?» «Вчера буквально!» – закричал Кулек. «Но он пока далеко не ходит!» Главный букмекер поморщился и улыбнулся. «Ну, привет передавайте ему!» «Скажите, а что эти две в гладиаторы нанялись к вам?» – поинтересовалась Яна относительно низкорослой травы и ее худой подруги. «Нет, гладиаторов у нас хватает!» – улыбнулся Энди и поднялся. «Счастливо, бродяги! Забегайте вечером!» «Он совершенно не похож на букмекера!» – констатировала Волкова, когда Энди покинул их общество. «Конечно, не похож!» – согласился Мирон. «Он раньше вообще военным летчиком был!» «Эн. Ди. Николай Денисов или Небесный диверсант!» «Откуда ты знаешь все это? Я вот только про летчика слышал!» – удивился Кулек. «Вова, с людьми надо больше общаться, а не со стаканами!» Назидательно постучал по бутылке Мирон. «А винтовка у него говно!» – сказала Яна. «Ну, летун и не должен разбираться в стрелковом оружии!» – рассудил Мирон. «Тем более, что он коммерческий проект тут держит. Надо для понта иметь ствол дорогой. Не саксухой же ставки принимать!» «Наливай!» – весело махнул рукой Кулек. «Точно!» – поддержал Лебедь. «Слышь, Мирон, а от СПИДа есть артефакт? Или от рака? От бесплодия?» – спросила вдруг Яна. Компания замерла со своими стаканами. «Не есть, наверное», – сказал Лебедь. «Смесь называется». «Да, смесь», – кивнул Мирон. «Похожа на кучу разноцветного дерьма. Но редко очень попадается. Да и выдумки все это. Не лечит она ничего». «А где попадается?» «Только внутри реактора», – протрубил Кулек, а блондин за соседним столиком скептически мотнул головой. «Да хватит тебе! В реакторе! Оно и в Припяти, и даже здесь бывает», – не согласился Мирон. Еще никогда точно не определил, какая аномалия его производит. «Но насчет того, что все лечит, никто толком не знает. Даже доктор». «А тебе зачем?» – спросил Кулек. Из-за письма наклонился к девушке Мирон. «Неважно. Вспомнилось кое-что». Яна встряхнула головой, осмотрелась, проверяя, все ли вещи в наличии. «Короче, предложение такое. Я отдыхаю и выдвигаюсь в район, где есть больше полезных вещей, чем на вашей свалке». Стрелка была настроена очень решительно. «Насколько я могу судить, самый ближайший район – это озеро Янтарь». «Я ищу артефакты, вы их носите. У всех волчьи слезы в наличии». Сталкеры переглянулись. «У меня нет уже», – сказал Кулек. «Этот лох их Сидоровичу сдал», – махнул рукой Мирон. «Ладно, найдем еще», – поморщилась Яна. «Не дышите в мою сторону». «Так, с остальным что?» «Я, короче, предлагаю так. Арты и аномалии на мне. Вместе только отстреливаемся от мутантов. Вы тащите мешки с Хабаром». Сосед во все веселился. К счастью, ни Стрелка, ни парни этого не видели. «Думаешь, к озеру все-таки?» – нахмурился вдруг Кулек. «К озеру. Я хочу максимально надыбать Хабара, чтобы можно было закупить нормальных костюмов, и потом рвануть в Припять или к самой ЧАЭС». Сталкеры переглянулись. «Слушай, Яна, ты в зоне только второй день. Ты тут мало пока что знаешь», – начал издалека Мирон, остановился, но никто его мысли не продолжил. «И что? Там озеро, говорят, можно арты сдать каким-то ученым. А у них дороже, и костюмы есть». «Ну, так к ним еще попасть надо», – с облегчением откинулся назад Кулек. «Нас туда просто не подпустят. Там еще и радар время от времени включается. Выжигатель». Предложение пока в силе, но повторяться оно не будет. Волкова поняла все, и ей показалось, что даже сама вздохнула с видимым облегчением. Опять сбросила балласт. «Нам надо все обсудить», – крикнул Кулек, ковыряясь в зубах и показывая лебедю на бутылку. Тот с готовностью потянулся наполнять стаканы. «Эй, сестренка», – позвал стрелку незнакомец. Девушка знала, что это произойдет. Не вставая с места, повернула голову. «Чего тебе?» «Они не пойдут с тобой. Это не команда. Ты что, еще не поняла?» – усмехнулся он. «Что ты предлагаешь?» «Попробуй обратиться к наемникам. Но они выслушивают только очень серьезные предложения», – ответил сталкер. «Да, на север я не ходок», – вдруг сказал Мирон и развел руками. «Там одна радиация, маньяки из греха или монолита. Лучше здесь, потихоньку, но надежно». Компания дружно закивала и еще раз наполнила стаканы. Тем временем в помещение вошли два человека в форме наемников. Первой была широкая, почти толстая девица с лицом приятным, но агрессивным и холеным. Чувствовалось, что она всегда добивается своей цели, не заморачиваясь по поводу используемых для этого ресурсов. Яна часто встречала женщин подобного типа. Вопросы морали и совести являлись для них пустым звуком. Сопровождал ее парень с внешностью довольно заурядной, однако небольшой прищур глаз поневоле заставлял думать о нем, как о мошеннике и лукавом человеке. Яна прозвала его «притворщиком». Парень нес в руке большую спортивную сумку, которую потом отдал вышибали. Байкер обменялся с хостиком очень быстрыми взглядами и утащил ее в подсобку. Тем временем девица подошла к стойке и с хозяйским видом начала что-то объяснять бармену. «Нифига! Слониха сама причалила!» — произнес кулек. «Ее зовут Слониха?» — удивилась Яна, вспоминая слова Сидоровича. «Это рисковая баба. Говорят, раньше она наркотой кушкарила и точку типа досуга содержала», — покачал головой Мирон. «Ну а почему в зону сорвала?» — не поверила Яна. «Да мусор участкового, говорят, прямо у себя кухарем пописала за то, что он приставать начал. Прикинь!» — ответил Мирон с уважением. «Наемники, что попало, не подбирают». «Да! Девка боевая!» — кивнук улег на этот раз нормальным голосом. Яна еще раз посмотрела на широкую спину Слонихи и второго наемника, который был явно не только напарником девицы. Волкова это просекла сразу каким-то женским чутьем. «А чего они здесь? Меняют что-то?» — поинтересовалась Волкова. «Ну да, конечно», — ответил Мирон. «Слониха и вот Макс, они как курьеры. По мелочам таскают. Легким и дорогим. Арты те же. Или оружие. У наемников территория вообще здесь реально захвачена. Они на глушняк перекрывают ходы на янтарь. Хочешь идти — плати. Не хочешь — так иди в обход через болото и аномалии с собаками и тушканами». «Что, так лихо все ходы перекрыли?» — не поверила Стрелка. «А чего там удерживать-то?» — вклинился Кулек. «Растяжек и мин тут ставить не надо. Аномалии не пустят. А коридоры два автоматчика запросто выдержат. Мы это, кстати, забыли сказать сразу, да, Мирон?» «Да, там за проход башлять надо. Или типа в долги влезать». Неохотно, как будто не желая полностью предавать Яну, согласился Александр. Стрелка кивнула и усмехнулась. Решение уже приняв. Наемник Макс сидел за одним из столиков и пил пиво, а слониха о чем-то трепалась с хостиком, причем ее смех и высказывания были слишком громкими, можно сказать, вызывающими. Девица явно чувствовала себя вольготно, несмотря на то, что в баре, кроме компании Кулька, было еще около десятка разных сталкеров, включая троих долговцев. Яна подумала и протянула автомат Мирону. «Побереги для меня лады», — попросила она. Сталкер кивнул. Провожаемая удивленными и встревоженными взглядами компании, Волкова подошла к столику, за которым сидел Макс, и оперлась о столешницу руками, нависнув над парнем. «Не кури», — потребовала она. Наемник поднял на нее удивленный взгляд, в котором промелькнуло замешательство. «Ты чего, подруга? У дуба рухнула!» — насмешливо проговорил он, за плечом Стрелки, однако выискивая слониху. Потом сделал затяжку и выдохнул Яне в лицо. «Или в сливу втреснулась!» «Ты чего, не врубаешься? По пояс деревянный?» Стрелка подключилась к лесной теме и выбила сигарету его изо рта, задевая по губе. Хостик заметил конфликт и со смешком пальцем указал слонихи на ее парня. «Курить здесь запрещено!» Макс вскочил на ноги. Лицо его от гнева было бледным и искаженным. «Да чего надо-то?» — заверещал он, срываясь на фальцит. «Все же курят!» «Все курят?» «Да ты не боец! Торгаш!» — усмехнулась про себя Яна, тычком в живот отправляя его обратно на лавку. «Поэтому в наемниках держит?» «Нет, скорее из-за подружки!» «Ты чего мышь рамсы попутала?» Волкова ощутила на своем плече тяжелую руку слонихи. Волкова сразу перешла в нападение и прижала ее ладонью левой руки, а правую резко повела вверх и назад, стараясь поймать наемницу в захват. Та вовремя сообразила, чем сие грозит, или знала это, отодвинулась на шаг. Вообще отвела корпус в сторону с неожиданной для мощного тела грацией. Обе девушки оказались лицом к лицу. «У тебя шо, зубы лишние? Ты их глотать умеешь?» — спросила слониха. «Не люблю, когда при мне курят», — с вызовом ответила Яна. «А ты шо, стриженная, центровая тут, за атмосферой сечь. О своем не побачила?» Стрелка приблизила лицо к ней. «Слышь, скотобаза, подраться хочешь?» — бросила она вызов. «Да запросто, ёптыть!» — слониха развела руки в стороны. Почти весь бар уже стоял на ногах, ожидая, что сейчас начнется битва, если не недели, то по крайней мере вечера. Причем сталкеры даже успели разделиться на два лагеря, и кулек с компанией ни в один из них не вошли, продолжая сидеть с застывшими лицами и приоткрытыми ртами. «Спокуха, братва, мы наверху разберемся!» — обернулась наемница, сняла с плеча понтовую «Бушмастер М17С» и повесила ее на Макса. «Пошли!» «Пойдем!» — Волкова сняла плащ и бросила его на лавку рядом с Мироном. Слониха двигалась первой, Яна видела перед собой только широкую спину, по пути выбрасывая из головы все лишние мысли. Даже то, что обе девушки остались в защитных костюмах, ее не смущало. Можно и в бронежилете приложить об землю так, что все потроха превратятся в фарш. Оказавшись на улице, слониха свернула налево, быстро обогнула одиноко растущее дерево и вдруг резко подалась назад и вцепилась в Яну, легко обхватив за талию. Рвнув не ожидавшую этого стрелку к себе, она толкнула ее дальше, в каменный тупик, который образовывал здание бара и бетонный забор. Волкова едва успела сгруппироваться и не упала лишь благодаря какому-то чуду. Впрочем, может, это и не повредило бы. Несущаяся, подобно тепловозу, слониха ударила Яну закрытой бронепластинами грудью, вминая в забор. Волкова приложилась об него всем телом, в том числе головой. Дыхание ее сразу сбилось, в глазах помутнело и снова проснулась боль в сломанном вчера ребре. Яна сползла по забору на землю, а слониха, успевшая отскочить, занесла ногу для удара, несмотря на протестующие крики сталкеров, наблюдавших за дракой. Однако, то ли уверенность наемницы в себе, то ли ее откровенная тупизна сделали свое дело. Девица решила не просто пнуть Яну, а растоптать ее или выдрузить свой Мартинс на голову противнице. Стрелка не дала такого шанса, прокатилась ей под ноги, вцепившись в одну из них и выворачивая ее. Сделать это оказалось вполне реальным, и наемница упала. Однако еще при падении вырвала конечность, собралась, сделала красивый кувырок назад, после чего сразу ринулась в атаку. Морщась от боли в груди, Волкова всего за мгновение ушла с линии нападения, вбрасывая в сторону руку с отвлекающим жестом и подсекая наемницу за шею. Слониху развернула, пронесла по инерции вперед и шарахнула о забор левым боком. От небольшой потери ориентации она замешкалась и потеряла Яну из вида. Стрелки этого хватило, чтобы прийти в себя окончательно. Слониха сменила тактику и теперь не старалась сбить стрелку с ног. Ее движения стали быстры и прицельны. Однако для Яны не составило большого труда увернуться от практически смертельных дробящих ударов, и когда наемница вымоталась, легко поймала ее на болевой прием и усадила на колени, спрятавшись за противницей и держа пальцы на ее кадыке. Волкова знала, что именно это требуется в данный момент, потому что за головами сталкеров успела заметить прищуренные от злости глаза спицы, которые пока еще не удавалось просунуть сквозь толпу автомат. Слониха тоже это увидела и закричала. «Оставить спица! Брось!» Сталкеры удивленно обернулись, послышались осуждающие реплики. «Все назад! Быстро!» — скомандовала отрывистая Яна, еще не отдышавшись. «Назад!» — добавила слониха. «Пошли, пошли, девочки разберутся сами. Я прослежу». С усмешкой успокоил всех хостик. «Шоу окончено! Алло, гараж!» Он хлопнул несколько раз в ладоши, заталкивая сталкеров в бар. Было удивительно, но никто особенно не сопротивлялся. «Тебе шо так и надо? Ты кто такая вообще?» Расслабилась слониха, снимая руку Яны со своей шеи. Потом сделала знак спицы, и та недовольно забросила автомат за плечо. «Иди вниз, сестра!» Недовольная наемница со шрамом на лице удалилась, а слониха с интересом посмотрела на стрелку, ожидая ответа. «Ну?» «Я хочу вас нанять», — сказала Волкова, потирая плечо. «И ради этого надо было устраивать весь спектакль», — удивилась наемница. «А иначе ты бы на меня внимание обратила?» — усмехнулась Яна. «Оля, ты скоро?» — высунулся из сторинген Макс. «Обожди!» — прикликнула девица. «Мне нужно, чтобы кто-то прикрыл мою задницу», — продолжила Волкова, когда притворщик скрылся внутри заведения. «Мне кажется, у тебя целая команда есть, да и сама вроде ничего», — оценила Ольга слониха. «Это не команда, а обычные понторезы. Бывшие друзья моего...» — я назомялась... «напарника». «Понятно. Ну и чего дальше-то?» — смотрелась в нее слониха. «Что именно ты хочешь от нас?» «Мне нужны деньги. Я знаю, где их взять. Но туда, без специального костюма, ход закрыт». «Энергоблок и Припять», — догадалась слониха, скептично качая головой. «Именно. И плевать я хотела на монолит. Мне нужно много, и сразу, чтобы свалить из этой поганой зоны куда-нибудь в Австралию». «Так это всем нужно», — заметила Ольга, махая руками. «Шо дальше?» «Пока неинтересно». «Вы идете со мной и тащите мешки с хабаром. Одно мне не справится», — сказала Стрелка, думая, однако, что какая-то часть сказанного звучит довольно глупо. «Сдавать очкариком хочешь?» «На озере?» — догадалась наемница. «Если у них дороже», — подтвердила Яна. «Конечно, дороже. Только там радар есть, который иногда работает. Его меченый глушанул в двенадцатом году, но какая-то сволочь запустила снова. И в том же двенадцатом», — сказала Слониха со злостью и долей сожаления. «Монолит», — предположила Волкова. «Да шо-таки сразу монолит? Тот же грех или москали, или вообще правительство, чтобы мыло уронить? Шо ж ты думаешь, сталкерюги тут через одного на СБУ или ЮТУ барабанят? Даже Воронины ему подобные, он чутку им за спину». Снова махнула наемница рукой. «А радар?» — напомнила Стрелка. «Вот этот радар и тарахтит. С перерывами, правда, но работает», — закончила Слониха. «А с ним или без него делать там нечего. Зомбаки порвут». «И что он, этот радар?» Насчет данного вопроса Яна имела лишь поверхностное представление. Мозги людям вправляет самым реальным образом. «Если попал под него, то все, кирдык. Или вторую сотню поднимаешь, или в зомбаря превратишься», — усмехнулась Слониха и достала из кармана Уинстон, что для условий зоны было очень круто. «Закуришь?» «Ах, да». Они болтали сейчас, как старые подруги. «А можно не подходить к нему?» — спросила Яна, и Слониха внимательно посмотрела на нее. «Слушай, ты что, стукнулась? И о каких мешках ты говоришь? У тебя что, детекторы артефактов имеются? Велес-2 или Медвед-Д? Простой или в ПДА встроенный?» «Не-а, Медвед-Деа точно нет», — вздохнула Стрелка при упоминании о самом дорогом детекторе. «А на Велес особенно расситывать не надо. Он уже лет пять как не окупает себя. Даже в интернете написано. Я, можно сказать, их по запаху определяю». Слониха опять внимательно всмотрелась в собеседницу. Не найдя внешних признаков идиотии, она нахмурила брови и перевела глаза на дымящийся окурок. «Почему ты так спокойно об этом говоришь?» — наконец задала вопрос она. «Если ты правда что-то там чуешь, то тебя через час или два упакуют те же долговцы, не говоря уже про нас, продадут очкарикам или военным, и ты будешь им копать арты днем до конца жизни. А ночью работать уже не руками. Догоняешь?» «У меня нет выбора», — ответила Стрелка, почувствовав, что сердце предательски ёкнуло. «Мне нужны деньги, и я знаю, как их здесь достать. Да и что я теряю?» Слониха, понимающая, вздохнула. «Что, дофига на большой земле косяков?» «Есть один, и походу конкретный. Не мой, но Стрелки на меня перевели. А доказывать это я не собираюсь. Ни ссыкуха школьная, чтобы оправдываться». «Ну, это верно. Тут ничего не поделать. Скрываться надо. И причем, чем дальше, тем лучше», — согласилась Слониха. «Куда-нибудь в Австралию». «Так и я о чем? Что скажешь?» — напомнила Яна. «Пойдем в Шинок, там перетрем», — махнула рукой наемница. «А то пиво согреется». Они спустились в зал бара практически подругами. Сопровождаемые насмешливыми взглядами сталкеров проследовали к Максу, который что-то обсуждал с Кульком. Увидев девушек, сталкеры замолчали. «Пойдем вон туда», — показала Волкова на самый дальний стол, где было меньше дыма и не так шумно. «Как дела, розочки?» — шутливо выкрикнул какой-то небритый сталкер, сидящий вместе с долговцами, но не одетый в их черно-красную униформу. Стрелка даже и не посмотрела в его сторону, но, проходя мимо, позволила ему хлопнуть себя по ягодице, после чего опустила его лицом в тарелку с салатом. Долговцы и остальные посетители бара рухнули на пол от смеха, а взбесившийся и уже схватившийся было за штык нож парень вовремя одумался и засмеялся вместе со всеми, вынужденно переведя все в шутку. «Вот так-то!» — пробормотала слониха, задвигая уже наполовину выхваченный пернач в кобуру. Кулька, который рыпнулся присоединиться к компании, слониха не пустила, просто вытянув на лавке свою ногу. «Свяжись с драконом!» — распорядилась она, обращаясь к Максу и посмотрела на Яну. «Скажи, что нашли нового ведуна, так ведь?» Стрелка кивнула, думая, что ее талант под это определение подходит как нельзя лучше. «Пусть подумает, нет ли что-нибудь в районе янтаря». «Проверить в деле, а заодно вытащить пару каштанов?» — улыбнулся Макс, озвучивая то, что слониха в открытую не сказала. «Ништяк!» — похвалила наемница. «За это я тебя и люблю!» «У вас там, может быть, какой-то заказ?» — поинтересовалась Яна. «Ну, не так официально», — махнула рукой слониха. «Скорее проверка». «Я думаю, дракон пропустит тебя бесплатно, но даст пару парней, чтобы все было гладко. Заодно покажешь им, что умеешь». «Идет», — согласилась Волкова. «Что там может быть?» «Нет, Оля, на янтарь с ней никто пока не пойдет». «Как ни в чем не бывало», — вклинился в разговор Макс. «Думаю, что работа найдется и возле железки, а?» «Там всегда работа есть», — пожала плечами слониха и двумя пальцами потрогала плащ Яны. «Что-то он мне кажется смутно знакомым». «Подарок друга», — ответила стрелка, делая будто бы случайный жест рукой и вырывая плащ из руки наемницы. «То есть завещание». «Фига себе завещание», — изумилась слониха. «Он не от старости умер, как я понимаю». «Скорее от ангины», — ответила Яна. «Готово», — воскликнул Макс. «Отправил». Словно дождавшись решения всех вопросов, появился хостик. В любой момент напомнил он, обращаясь к Яне. «Прямо сейчас», — кивнула девушка и показала слонихе коммуникатор, чтобы набрать свой адрес в ее КПК. «Куда тебе почту вбить?» «Ах, давай диктуй лучше», — отмахнулась наемница и достала ПДА. Через пару минут Яна вышла на улицу, бросив ожидающей компании, что идет отлеживаться. «А где?» — в привычной манере закричал Кулек. «Да не орит и так. Бармен тут места сдает, недалеко», — отдернул его Мирон и повернулся к стрелке. «Если что, мы тебе на мыло скинем». «Кидайте», — махнула рукой Волкова. Она специально задержалась при выходе из бара на его верхней площадке, с глупым видом рассматривая выцветший плакат на стене. Незнакомец с внешностью торговца книгами поднялся вслед за ней почти сразу и остановился рядом. «Я тебя прикрою», — сказал он. «Можешь не волноваться». Яна обернулась к нему. «Ты кто? Тебе что за интерес мне помогать?» — спросила она. «А почему нет?» — улыбнулся он. «Я не собираюсь на Большую Землю и не имею цели. Имею право так развлекаться». «Да без вопросов», — согласилась Яна. «Счет за оттяг. Куда присылать?» «В-в-в, Ленинград», — пропел незнакомец. «Зона нам счета предъявляет. Кому-то сразу, кому-то потом. Она вечно, мы нет. О чем тут разговор?» «Ладно», — вздохнула Волкова. «Как тебя хоть зовут?» «Юрась», — ответил сталкер. «Рига», — уточнила Яна. «Не, Ленинград», — улыбнулся сталкер. «А почему Ленинград? Ты мне в отцы годишься, Юрась», — заметила стрелка. «Плохо сохранился. Работа вредная», — махнул он рукой. «А Ленинград, потому что область ленинградская и потому что ВВВ, как в той песне. Ладно, если что, я на связи». Выскочивший из сторинген байкер едва не наткнулся на стрелку. Он заулыбался, что выглядело очень забавным. Внутри бара он хмурился и пыхтел. «Пошли, стрелка, покажу тебе твою комнату», — сказал он. Яна только мотнула головой. «Почему этот здоровяк шестерит от щедушного хвостика?» — оставалось загадкой, но ответа она и не требовала. Глава двадцатая. Свидетель главного выброса. «Ну и где это есть? Куда идем? Долго еще?» Прошакав за байкером метров двести в южном направлении среди бесконечных приземистых зданий, ни то цехов, ни то складов, скептически скривилась Яна. «Да вот же! Что, хостик не рассказал?» Охранник ткнул пальцем в одно из этих зданий. «Вот гостиница. Это для ВИП-клиентов. Обычно сталкеры идут в другие, подешевле». «Это как?» — не поняла Волкова. «Да просто по подвалам завода. Их облагородили, поставили защиту и двери, и цены, соответственно, дешевле. Но для ВИП, как, например, тебе, все по высшему разряду». Яна усмехнулась и больше ничего не сказала. Здание представляло собой типичное советское промышленное строение, где на первом этаже размещались всякие мелкие начальники, а на втором была столовая и раздевалка с душевыми. «А че, никого нет?» — удивилась девушка, когда они вошли в темный вестибюль. «Наверху есть», — не оборачиваясь, ответил байкер. На втором этаже их уже ждал какой-то дедок. Сталкером он не был. Яна поняла это сразу. Во-первых, из-за возраста незнакомца, а во-вторых, из-за того, что синие от татуировок руки были изуродованы какой-то болезнью или аномалией. С такими руками было бы неудобно брать ни оружие, ни оборудование. Дедок явно принадлежал к числу бомжей или беженцев-самоселов, которые заселили зону в конце 80-х и почти сразу после второй катастрофы. Бесчисленное множество этих людей сложили здесь свои кости, но именно они, а не искатели артефактов, называемые сталкерами, первыми открыли никому неизвестные до этого аномальные зоны. К слову, было бы вспомнить о ходившей среди сталкеров легенде о некоем бомже-самоселе, который попал под выброс и начал мутировать, черпая энергию откуда-то извне. Его левая рука увеличилась и обрела чудовищную силу. Он постоянно ощущал голод и выпрашивал у таких же бродяг еды и сигарет, пряча свое уродство под плащом. Однажды какие-то молодые и веселые искатели приключений, а может быть даже солдаты оцепления, посмеялись над ним или даже унизили его, прогнав пинками и выкриками. Вот тогда мутант показал, на что способен. От ударов его руки головы отрывались от тел, а бронежилет проминался, как фольга. Позже сталкеры назвали такого мутанта «изломом». Отчасти по той причине, что тела убитых и недоеденных им людей были страшно изуродованы и избиты. С той поры среди ходоков входило стойкое убеждение, даже суеверие, что человека, который прячет свои руки под плащом, следует опасаться. Особенно, если он приближается с просьбой о еде или куреве. Было официально зафиксировано два случая, когда сталкеры убивали гражданских, просто испугавшись их одежды, потому что гипертрофированную руку можно было спрятать и под широкой рубахой. Наукой было установлено, что иногда изломами становились люди, которым посчастливилось попасть под выброс. Причем место и время действия излучения не имели значения. Мутация у всех происходила по-разному. Были даже случаи мгновенных перевоплощений, причем даже отснятые боевиками из греха, специально для продажи в интернет. Выложенный в сети сюжет начинался сразу после выброса, так как во время катаклизма камера, естественно, работать не могла. На экране были видны несколько вкопанных в землю столбов с привязанными к ним людьми или тем, что от них осталось. Один из этих несчастных шевелился, потом бился о стоп и дико кричал. Грешник с закрытой маской и лицом подошел к нему и оглушил ударом приклада. Камера подплыла ближе, показывая весь процесс перевоплощения. Человек висел на столбе в отключке, но тело его продолжало содрогаться. Одежду вдруг пропиталось какой-то маслянистой жидкостью, тело стало усыхать в районе живота и бедер, а рука с хрустом и причмокиванием удлиняться и жить как бы своей отдельной жизнью. Даже грешник отступил с опасением, загородившись от происходящего автоматом. Человек продолжал дергаться на столбе, потом его глаза открылись, и он издал прямо-таки звериный рев. Лицо его начинало деформироваться, покрываться морщинами, а местами разглаживаться. Рука вытянулась, разрывая одежду, на ней вспухли синие узлы мышц, она сжималась и разжималась. Становилось понятным, что вскоре проволока, которой человек был прикручен к столбу, не станет помехой. Выстрел новорожденному мутанту в голову поставил на фильме «Жирную точку», который, в свою очередь, жестоко, но доходчиво доказал всему миру, раз и навсегда, правильность чьей-то теории относительно мутации вследствие выброса. Ролик разошелся по интернету за считанные часы, а компании, которые успели первыми продемонстрировать его по телевидению, за такое же короткое время сколотили себе целое состояние. Все это промелькнуло в памяти стрелки за то время, пока байкер давал старику указания. Затем она, не раздумывая, улыбнулась и протянула деду руку. Он попятился от удивления, но потом усмехнулся и обозначил рукопожатие, слегка стукнув культий паяниным пальцем. Девушка с бывшим зэком быстро нашла общий язык, буквально на телепатическом уровне. — Семенович, ну ты понял, — закончил говорить охранник и подмигнул девушке. — Назад в бар дорогу найдешь? — Найду, — отмахнулась Волкова, разглядывая длинный коридор с несколькими дверями по обе стороны. Справа были душевые и раздевалка, слева сушилка и какие-то бытовки, а в конце коридора лестница и вход в столовую, в данный момент, конечно же, неработающую и разграбленную. — Значит, это и есть ваша гостиница, Семенович? — присела Яна на свободный стул, который находился рядом со столом инвалида. Старик с улыбкой кивнул и опустился напротив. — Самое безопасное место в зоне, — сказал он. — Все перестроено и продумано. Душ, комнаты отдыха. — А как тут душ сделан? Электричество или артефакты? — поинтересовалась Яна. — Бутерброд. Слышала о таком? — спросил старик. — Конечно. Две пластины, которые не соприкасаются друг с другом, но и невозможно оторвать друг от друга, — воскликнула Волкова. — Только не видела никогда. Говорят, как грелку используют в походах. — Правильно говорят, — согласился старик и показал в сторону душевых. — Там все как раньше. Только электричество от аккумулятора, а тепло от бутерброда. И насосы в воду качают, запитанные от большого этака. — Плохо одно — вода долго набирается. Да и сталкеры сюда нечасто заходят. В основном женщины, и то лишь те, которые не забывают следить за собой. Ну, туристы, конечно, иностранные. — Здорово тут у вас, — восхитилась Яна. — Хоть темновато, но здорово. Лучше, чем в баре и где-то еще. — Мало кто так думает, — качнул головой Семенович. — Всем музыку надо и шум. — А много женщин в зоне? — поинтересовалась Волкова, и старик улыбнулся. — Хватает. Не все, правда, такие молодые, но у каждой своя дорога. — Это точно, — вздохнула девушка. — Иди вон туда, там вся секция пустая. — Можешь закрыть дверь, она железная, — проговорил старик и потом показал в сторону чайника. — Потом приходи, чайку замутим. — Приду, Семенович, конечно. Чай — ништяк. Семенович, понимающий, кивнул. — Тебе купца или чайферком побаловать? — уточнил он. — Купца. Скажи своим, чтобы не жались. Я оплачу. — весело согласилась Волкова, отлично понимая, что никаких своих у старика нет, и его здесь держат только за какие-то бывшие заслуги. — Только вот кто? Долговцы или Хостик? — Впрочем, какая разница? — Купца и замутим, — с облегчением поддержал Семенович. Яна снова закинула автомат за плечо и направилась к указанной двери, а через полминуты с наслаждением принимала самый настоящий душ. Вода, правда, слегка попахивала тиной, но это было несущественно по сравнению с тем, что пришлось ей смывать со своей одежды. Вернувшись к старику, посвежевшей и переодетой в чистый тренировочный костюм, который был услужливо приготовлен девушке в номере, Яна обнаружила на столе граненый стакан, накрытый тарелкой. Рядом аккуратно была пристроена одна конфета «Бон Пари». Оно и понятно, не чефир. Волкова села за стол, автомат положив на колени. Семенович улыбнулся и качнул головой. — Сюда никто не зайдет. Дверь блокируется, а команда поступает от бармена. — Это очень защищенное место, — повторил он. Девушка согласно кивнула и прислонила ФН-220 к столу. — Продумана. — Я шмотки на батарею повесила. Скоро высохнут. — Поддадим жару, — заверил старик и очень сноровисто толкнул леденец и стакан. — Угощайся. — А вы, Семенович, — поинтересовалась Яна. — Я только перед твоим приходом согревался. — Пока достаточно, — без особенного сожаления ответил старик. Девушка кивнула и пригубила обжигающий напиток. Сделала пару глотков, потом бросила в рот конфету. — А можно вопрос, Семенович? — сказала она. — Да, конечно, Стрелка. — И вы уже знаете, — усмехнулась Волкова. — Ну, так мне тебя малыш представил. — Малыш? — вспомнила она байкера и махнула рукой. — Черт с ним. — Болотный доктор действительно существует? — Конечно. Это тебе любой скажет, — подтвердил старик. — А вы? Вы его сами видели? Волкова подалась вперед. Старик какое-то время колебался. Потом на мгновение отвел взгляд, вздохнул. — Он спас мне жизнь, — сказал он и быстро показал свои руки. — Ничего себе! — в изумлении воскликнула Яна. — Он всем-всем помогает? — Всем-всем! — улыбнулся снова старик. — Семенович, расскажи мне про зону, — попросила девушка. — Про зону! — усмехнулся Семенович, почесывая в затылке. — А что ты хотела знать о зоне? — Ну, как появились первые сталкеры, артефакты. — Я много про это читала, но мне кажется, что там половина неправды, — ответила Стрелка. — Верно. Некоторые вещи узнаешь только здесь, внутри. И никому, кто не знаком с зоной, их знать не положено, — согласился Семенович. — За пределы они не выходят, хотя никто не запрещал. — Что, люди так сильно проникаются? — изумилась Яна. — Конечно. Здесь ведь кто в основном находится? Только те, кто хотел легких денег, и те, кто бегут от чего-либо, в первую очередь от себя, придумывая для этого красивые отмазки. — Я бы не сказала, что эти деньги такие уж легкие, — пробормотала Стрелка. — Легкие. Очень. Поверь мне, девочка. Просто иногда все зависит от того, на какой полке лежит конфета и как сильно надо за ней подпрыгнуть. Старик лукаво подмигнул ей. — Согласна? — Ну да. Вообще-то так и есть. Яна воскресила в памяти весь свой небольшой сталкерский опыт. — Вот ты зачем здесь, Стрелка? Признайся. Но только по Чезнаку, — поставила условие Семенович. — Я и бегу, и хочу заработать, несмотря ни на что. Почему-то разозлилась Волкова. — Я это понял, — улыбнулся старик. — Все мы хотим именно этого. Но получается всегда что-либо одно. — Вы знаете кого-нибудь, у кого получилось? И насколько хорошо? — Я знаю, что много сталкеров сколотили себе здесь целые состояния. И многие смогли уйти за периметр, обеспечить себе безбедную жизнь на большой земле, — сказал старик. Затем какое-то время помолчал и продолжил. Потом они все равно возвращаются. Зона — это как война. Есть синдром ветерана, а есть синдром сталкера, что практически одно и то же. — Но как? Война — это ведь вынужденная мера. Не согласилась Яна. А здесь зона? Тут же невозможно жить. Постоянный стресс и плохая еда. Почему так? — Многие живут здесь годами, — старик покачал головой. — Они или привыкли, или уже вообще не представляют жизнь без борьбы. Ты одна из них. Разве нет? Волкова задумалась. Потом поняла, что Семенович прав. — А вы сколько уже здесь? — задала она вопрос. Я бежал с этапа, — сказал старик просто. Старые кореша помогли мне, и чтобы вообще потерять концы, я решил спрятаться именно в Чернобыльской зоне. А на второй день моего бегства произошла катастрофа, которая создала именно эту зону. — Вы были здесь с самого начала? — Да. И все видел. Из того окна. — Ух, как интересно! — воскликнула Яна. — И как это было? — Ну, весь мир как будто засунули в сварочный цех. А самое страшное и дикое происходило с землей. Она вспучивалась, словно ее кто-то вспахивал консервным ножом. Те люди, которые не находились в зданиях, погибли мгновенно. Изжарились живьем, словно попали в микроволновку. И ведь все началось совершенно неожиданно. Никто не думал даже про обычный дождь. — А почему все это произошло? Весь мир до сих пор ломает над этим голову, — сказала Яна. — Ходит мнение, что из-за каких-то экспериментов над атмосферой и оружием всяким, — объяснил дед. — Ведь на территории закрытой еще зоны располагались десятки всяких НИИ и секретных баз, где творилось неизвестно что. Так вот, где-то что-то коротнуло, и открылись ворота в другие миры. — Вы-то серьезно? — нахмурила стрелка. — Больше никакого разумного вывода не напрашивается, — развел старик руками. — Хорошо. А что было дальше? Правительство и ученые сразу почувствовали, что дело щекотливое, и заблокировали зону по ее старым границам. Опять объявили радиационную опасность, поставили солдат, усилили ограждение. Но мародеры и бомжи ринулись сюда, потому что уже успели пойти слухи о том, что лаборатории и учреждения остались без охраны. Вот тогда-то и начали проявляться первые аномалии. Народу полегло много, потому что организации и информации никакой не было. Каждый старался быстрее добраться до какого-нибудь научного центра, чтобы разъербанить его. Но потом народ одумался. Ведь на смену первопроходцам приходили другие и видели перед собой их тела или фрагменты тел. Это навевало на определенные размышления, эксперименты. Тем более, что некоторые аномалии определялись даже визуально. Какой-то умник вдруг вспомнил, что нечто подобное описывали братья Стругацкие. Всем нам стало тогда страшно. Ведь получается, что ожил миф воплотился в реальность в фантастический рассказ. Значит, есть ноу-сфера, мировой разум или что там еще. Значит, мысль человеческая может творить, а следовательно, и уничтожать по-настоящему. А мутанты и кланы, типа монолита и греха, перебила Волкова. Но грех — это просто коммерсанты и извращенцы, косящие под этаких хипарейзоны со своими странными традициями и критериями. Кстати, их разведка и искусство внедрения в другие кланы превосходит КГБ и Моссад вместе взятые. Никто не знает ни о главарях греха, ни о месте их постоянной дислокации, но попасть под его боевиков можно реально, и остаться после этого в живых бывает довольно трудно. А монолит? — Монолит появился уже после 10-го года, — ответил старик, — после того, как уровень радиации немного упал, а в Припять и ЧАЭС смогли добраться те, кто был лучше оснащен. В 2010 году туда собрали целую экспедицию из ученых и военных сталкеров. Но все погибли. А через год уже все знали, что какая-то группа людей охраняет подступы к энергоблоку. Тогда с ним еще можно было как-то общаться. Так народ узнал о Монолите. Сектанты в форме ультиматума запретили сталкерам соваться к энергоблоку, но не отказывались от торговли. Они могли предоставить очень редкие артефакты в обмен на еду и оружие. Но так было только в начале. В данный момент кто-то поставляет им все, что необходимо, и связи эти нигде не прослеживаются. — А что они говорили про сам Монолит? — спросила она вслух. — То, что они охраняют его от лишних контактов. То, что он прибыл сюда защитить нашу планету, — улыбнулся старик. — Если так, то это у него плохо получается. После шестого года зона расширялась несколько раз, поглощая периметры, солдат с их ними КПП, гражданских, которые не успели уйти из деревень. — А мутанты? Они откуда? — вспомнила девушка. — А кто знает? — улыбнулся Семенович. — Поначалу они много людей погрызли. Тогда по ним сразу огонь не открывали, старались изловить и изучить, потому что ученые за это хорошо платили. Стрелка кивнула и промолчала, передумав спрашивать насчет кровососов и контролеров. — А как нашли первый артефакт? — вспомнила она. — Первого артефакта, как такового, не существует. Их находили в разных концах зоны и почти в одно время. Кто-то у ночного костра любовался на каменный цветок, а потом обнаружил, что подхватил радиации больше. Кто-то прислонил к телу лунный свет и бежал с полным рюкзаком, словно со школьным ранцем. — По-разному было, — махнул рукой старик. Я вот лично видел, как через три дня после катастрофы один из мародеров отбивался от других с помощью киселя и ржавых волос. Его, конечно, потом взяли и накормили этими волосами. Но то, что аномалии и артефакты могут использоваться как оружие или защита, он показал. Да и ученые тоже внесли свой вклад в это дело. Начали сортировать, классифицировать все эти предметы, которые сейчас зовутся артефактами. Они помолчали. Яна догрызла конфету и зевнула. — Что-то я совсем расклеилась, Семенович? — Тебе надо отдохнуть, Стрелка, — осуждающий посмотрел на нее старик. Ты совсем себя не жалеешь. Иди, конечно, поспи. Да. Девушка встала и побрела по коридору. Потом обернулась и поблагодарила. — Спасибо, Семенович. Глава двадцать первая. КАТ-2020. Яна решила подремать всего пару часов. Этого времени ей как раз хватило бы для того, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок, а слонихе с Максимом поинтересоваться насчет нее у своего руководства. — Если нужно будет, то свяжутся сами, — подумала девушка, смеживая веки. Дверь перед этим она не забыла закрыть на засов, хотя, если верить Семеновичу, опасаться в гостинице было совершенно нечего. Проснулась Волкова от того, что даже во сне ощутила какую-то неясную угрозу. Девушка неслышно села на обшитом старыми матрасами топчане, который здесь заменял кровать, — встряхнула головой, прогоняя остатки сна. По пути с удовлетворением отметила, что выспалась, бок больше не болит, а до назначенного срока осталась всего одна минута. Теперь следовало проверить, высох ли комбинезон, который она оставила в сушильной камере рядом с душевыми, и определить, откуда взялось это дурное предчувствие и что оно может за собой нести. Но даже если это навеяно лишь сновидением, то все равно не имеет смысла задерживаться в этих местах. Надо упаковаться для дальнейшего передвижения и незаметно покинуть населенный пункт, независимо от ответа слонихи, то есть с наемниками или без таковых. С ее-то Янкиными умениями было реально вообще обойти весь росток по периметру, по окрестностям, кишащим аномалиями, что, между прочим, именно для нее делало эти окрестности намного безопаснее в отношении всяких монстров и сталкерских группировок. На всякий случай Яна проверила автомат и потом сдвинула засов в сторону, почему-то подумав о детекторе жизненных форм, на который взглянуть даже не удосужилась. На ПДА едва слышно завибрировал поставленный в этот режим извещатель. Дверь не открылась. Ей мешало что-то мягкое и тяжелое, очень похожее на тело. Судя по кряхтению и постукиванию с той стороны, человеческим телом это и оказалось. Но не Семеновича, как вначале предположила Волкова, это был незнакомый мужчина лет сорока, заросший недельной щетиной. Одет он был в сталкерский комбинезон, а на голове его красовалась огромная ковбойская шляпа. Парень фыркал и явно был стрелкой разбужен. Почему до этого момента он сидел, прислонившись к ее двери, девушке стало безумно интересно, однако спросить об этом она не успела. С рассеянным видом бросая на Яну виноватые взгляды, парень поднялся на ноги, отряхнулся, по пути выронив из кармана грязный носовой платок, развернулся и, молниеносным ударом раскрытых ладоней, одновременно в грудь и живот, отправил Волкову обратно в ее законно оплаченный номер. Девушка задохнулась. У нее потемнело в глазах. Вдобавок она стукнулась о стену спиной и головой. Поплыла. В течение нескольких долгих секунд стрелка вообще ничего не могла сделать. Она лишь беспомощно глотала воздух и наблюдала, как мужчина неспеша наклонился за платком, поднял его и засунул обратно в карман. Затем он обернулся, негромко свистнул и прошел в комнату. Приблизившись к Яне, незнакомец без видимых усилий поднял ее за волосы и одежду. От новой боли стрелка замычала, а резинка на ее спортивных штанах порвалась. Мужчина выругался и, не отпуская волосы девушки, намотал штаны на руку, после чего бросил Яну на кровать, перевернул на живот и уселся сверху, как на лошадь. В голове девушки мелькнула абсурдная мысль о том, что из-за таких моментов он и носит ковбойскую шляпу. Все так же неторопливо и размеренно незнакомец развернул стрелку к себе лицом, продолжая безо всякого напряга удерживать обе ее руки своей одной. При этом он нажал на какую-то точку у девушки на затылке, отчего ее тело становилось податливым, как пластилин, и совершенно не желало слушаться хозяйку. Впрочем, долго он не пытал Яну таким способом. Аккуратно сведя руки девушки вместе, он просто взял в ладонь оба ее мизинца и слегка вывернул их вниз, чем полностью приобрел контроль над пленницей. Теперь, удерживая ее за пальцы, незнакомец склонил голову на бок, словно любуясь своей работой, и с небольшим раздражением обернулся к двери, за которой послышались шаги нескольких человек. — Но где вы ходите? — процедил он. — Заснули, что ли? — Да ладно, ковбой, дед упрямый оказался. С кузова он чуть маску не сорвал, — ответил ему здоровяк, одетый в долговский комбинезон. Веснушчатый и широкоплечий кузов с готовностью кивнул, жестом изобразив что-то похожее на удар по шее. Этих двоих Волкова помнила, потому что видела совсем недавно в баре с Торинген. Они сидели за одним столиком с тем неебритым сталкером, который осмелился шлюпнуть ее по ягодице, и за это оказался в собственном салате. Сейчас он уже не выглядел веселым и шутливым. — Попалась, стриженная! — прошепел он со злорадством. — Да понтовалась! — Ты сдохнешь одним из первых, — сказала ему Волкова, успокоившись. Она поняла, с Семеновичем что-то случилось, и долговцы имеют к этому прямое отношение. Хотя вообще не факт, что Семенович, даже увидев и запомнив их лица, захочет свидетельствовать против тех, кто является хозяином здешних мест, да и вообще представляет себя местной милицией или национальной гвардией. И самое легкое, что может случиться с Яной в данный момент, это групповое изнасилование или избиение. Волкова быстро прокрутила все это в голове и оценила крайне агрессивные настроения гостей, среди которых, между прочим, находился знакомый ей дебильноватый Родианов. Спокоен был лишь ковбой, но это означало лишь то, что он просто очень уверен в себе и не даст пленнице ни малейшего шанса к сопротивлению. Возможно, его для этой цели и наняли, учитывая то, с каким изяществом и непринужденностью он Волкову взял. — Ну что, приступим? — потер руками небритый сталкер, толкая ковбоя и срывая с Яной разорванные штаны. Мужчина в шляпе приподнялся для этого, и стрелка оказалась в одних трусиках. — Лось, отдай автомат, он иногда стреляет. А ты, кузов, поищи кохваленый стелс БДА. — Слышь ты, заткнись! — процедил мужчина в шляпе. — Не слышал, что ковбой сказал? — подхватил первый долговец. В отличие от всей компании, он был одет опряднее остальных и чисто выбрит. Но это не сделало его лучше, потому что парень внушал какую-то внутреннюю неприязнь. — Да ладно, Макар, она все равно ничего никому не расскажет, — хохотнул небритый, вырывая FN-220 у сопротивляющегося Лося. — Покупатель ждет! Сталкеры рассредоточились по комнате, обыскивая ее. Не найдя рюкзака и комбинезона, они со злостью уставились на Яну. В глазах их читалась досада, перемешанная с гневом. — Где остальные вещи? — процедил кузов, подходя к стрелке и сидящему на ней ковбою. — Эй, не дыши на меня! — прикрикнул тот, махнув рукой. — А давай ее за ноги подвесим! — заикаясь, предложил Родианов и хихикнул. — Нет, первым умрешь ты! — вздохнула Яна про себя. — В сушилке вещи, дебил! — сообразил Макар, который в обыске не участвовал, а просто сидел за столом и рассматривал свои ногти. — Это где? — кузов и Родианов замерли, словно попали в колодку. — Эх, может, правда с ней поразвлечься? — хихикнул небритый, опять сместив чашу весов в Янкином рейтинге смертников на свою сторону. — Это мысль! — криво улыбнулся Макар. — Я первый! — Я хочу ее пощупать! — протянул руку Родианов. — Куда вперед, батьки? — Леха хлопнул ему полбу ладонью, и белобрызый дылдор, уже подобравшийся к Янкиной груди, сразу помрачнел, надулся. Ковбой молча за всем наблюдал. — Ну и не надо! — бросил Родианов. — Не особо и хотелось. Я лучше автомат изучу. — Ковбой предугадал первым, что может произойти. Но как раз сейчас почему-то сплоховал. Все произошло в один момент. Родианов схватил автомат, оставленный кузовом на столе, и передернул затвор, уже неблокируемый двухсторонним предохранителем, из-за того, что другой дегенеративный долговец пытался с ним разобраться. Бельгийская автоматика легко и непринужденно ввела патрон в ствол, а затем плюнула огнем прямо в висок ковбоя. — Упс! — только и выдохнул Макар, глядя, как их товарищ продолжает сидеть на Яне, но уже не является живым, потому что его мозги текут по расположенной рядом стене. Остальные сталкеры вообще не произнесли ни звука, но, судя по их внезапно изменившимся лицам, было понятно, что так вольготно они вели себя именно благодаря ковбою и тому, что он удерживал стрелку. Как ни невероятно это не звучало, но они ее боялись. Девушка не заставила себя ждать долго. Оттолкнув начавшее падать на нее тело ковбоя, она по пути выхватила из ножен на его грудных пластинах какой-то странный клинок черного цвета, а затем, направив труп за топчан, соскользнула прямо под ноги спешащего к ней кузова. Долговец споткнулся о Яну, больно ударив ее ногами и упал, угодив солнечным сплетением прямо на край топчана. Волкова покончила с ним быстро и жестоко, отмашкой назад погрузив руку с ножом в область заднего прохода. Нечеловеческий вопль отрезвил остальных сталкеров и заставил их начать принимать какие-либо действия. Однако полураздетая девушка с окровавленным ножом вносила сумятицу в их ряды. Они никак не могли сообразить, что делать и кого слушать. Рванувшиеся к ней лося и макара Яна столкнула между собой, успев сунуть тот же клинок лосю в подмышечную впадину и загородившись этим долговязым дегенератом от макара. Сразу же метнулась в сторону, уворачиваясь от неуклюжего замаха небритого и затем вдавила свои пальцы ему в глаза. Руки стали липкими, а в комнате прибавилось еще одним кричащим. Лось же молчал, видимо, пока не чувствуя ни боли, ни кровотечения. Он продолжал держать в руках автомат, а макар пытался вырвать его. Яна не могла позволить сделать это и толкнула лося в спину, отчего тот выстрелил макару в грудь и отшвырнул его к стене. Самого же лося почему-то повело назад и вбок, в сторону кузова, в чем стрелка решительно ему помогла, добавив с разворота левой ногой. Она почувствовала, как челюсть долговца выскакивает из сустава. Ей даже показалось, что услышала хруст и скрежет зубов. Сталкер издал какой-то всхлипывающий звук, автомат в его руки опять пошел в направлении макара и снова один раз выстрелил. Пуля, однако, не прикончила долговца, а надежно вычеркнула его из игры, перерубив правую ногу чуть ниже колена. Макар заорал так, что перекричал остальных, и Яна, наконец, смогла отобрать у лося автомат, вырывая его вместе с застрявшим в лямке ремня мизинцем. Она отбежала в другой конец комнаты, увидела кусок тела, торчащий из автомата, вскрикнула и бросила оружие на пол, поддавшись не весть откуда взявшейся брезгливости. Перед ней корчилось четверо здоровых парней, а она стояла полуголая посреди комнаты, абсолютно растерянная и трясущаяся в нервном ознобе. Макар, лось и кузов отключились почти одновременно. Остался лишнебритый весельчак, который до этого предлагал заняться любовными утехами. Растирая по лицу кровь, сопли и остатки глаз, он ползал на коленях и зачем-то шарил по полу, бесконечно повторяя несколько ругательных сочетаний, направленных в сторону Яны. «Заткнись!» — крикнула девушка, пока еще пребывающая в небольшой растерянности. Сталкер взвыл, выпрямился и замахал на звук ее голоса ножом, который Яна у него выбила табуреткой. Причем сделала это с такой силой, что, кажется, сломала ему кисть. «Кто сдал меня? Что за покупатель?» — стараясь перекричать его, воскликнула она. «Хостик вас подослал! Отвечай, плесень!» Но небритый не сказал ничего, отвлекшись теперь еще и на руку. Вопли его перешли в завывание, и Яна поняла, что уже ничего не добьется. Быстро оглядев поле боя, она поняла, что скоро здесь могут быть другие долговцы, и увиденные вряд ли им понравятся. «Тебе конец! Тебе конец!» — скандировал небритый, лихорадочно шарив вокруг себя. Волкова покачала головой и толкнула к нему пистолет, что валялся на полу. «Стреляй!» — выкрикнула она. Сталкер схватил ствол и, развернув к себе, нажал на спуск. Стоящий на самовзводе ПМ высадил небритому мозги, окончательно испортив топчан, на котором какие-то десять минут назад Яна спокойно отдыхала. Девушка выругалась, сплюнула и, взяв на изготовку автомат, выглянула в коридор. На этот раз там никого не было. Шлепая босыми ногами, стрелка побежала в сторону сушилки и была очень удивлена, когда оттуда вместе с ее комбинезоном и выстиранным рюкзаком появился Семенович. Руки его были связаны за спиной, что приносило старику большие страдания. Яна быстро освободила его, вытащив первым делом изо рта кляп. «Ничего не говори, Семенович, все ясно», — бросила она. Старик кивнул и с опаской бросил взгляд в сторону двери ее номера. «Что с ними?» — спросил он. «Кто они вообще? Я видел форму долго. Один точно должник, я его знаю. Другие могут быть ряжеными», — быстро облачаясь в костюм, ответила девушка. «И двое из них уже точно покойники». Семенович кивнул и словно преобразился. Решительным шагом он заковылял по коридору. Волкова обогнала его и вбежала в комнату первой, держа ФН-220 перед собой. Атмосфера, как в буквальном, так и в переносном смысле, в номере стояла соответствующая. И Яне чуть даже не стало плохо. Она мотнула головой, подавив рвотный спазм, пропустила Семеновича, который с сомнением вздохнул и присел на колени рядом с лосем. «Этот еще живой. И этот. И тот», — сказала она. «Как они сюда проникли?» — поинтересовалась девушка. «Если их не добить, сталкеры похоронят тебя на арене. Если до этого на хор не поставят, и ты от этого не сдохнешь», — сказал Семенович, игнорируя ее вопрос. «Это их территория. А вот этот длинный вообще чей-то родственник». Они упомянули про какого-то покупателя, чуть ли не работорговца. «И что Хостик рассказал им про мой ПДА?» — сообщила Яна. «Хостик раскидывает информацию только ту, которая доступна всем», — произнес Семенович и поднялся. «Он не будет так рисковать. Это их самодеятельность». «Я открыл вот ему», — указал на Макара, — «дверь только потому, что он был в костюме долговца». «А маски?» — вспомнила Яна. «Этот был в шлеме, а остальные, наверное, прятались под крыльцом. Обычно патрули заходят ко мне попить чайку», — задумчиво проговорил старик и внимательно посмотрел на стрелку. «Это ЧП, несмотря даже на то, что они неправы по всем понятиям. Никто разбираться особо не будет». «Весело», — согласилась Волкова, нервно сжимая автомат. «Да уж, не скучно», — кивнул старик. Потом добавил. «Вообще-то, в твоем случае стрелять вряд ли будут вообще. Сначала поглумятся, а потом уже продадут не гору. Есть такой чел, торговец с заблудшими душами. Или отволокут Энди, чтобы ты отработала на арене». «Отработала?» — не расслышала Яна. «Ага, до первого летального исхода с твоей стороны», — горько усмехнулся Семенович. «Вот такие дела». Родьянов шевельнулся и замычал. Рука его непроизвольно задергалась, а кровь из-под нее заструилась сильнее. Недолго думая, стрелка с размаху опустила ногу ему на шею, прекращая мучения. Выпустив из кишечника газы, лось отбросил копыта. «Назад дороги нет», — повернулась девушка к старику. «Я защищалась». «Я знаю. И это дает нам шанс», — улыбнулся старик немного виновата. «Пришли они сюда тайно, лица свои скрыли. Это что значит?» «Ну, что значит? Я пока плохо соображаю», — вспыхнула девушка. «Это значит, что никто не знает о том, что они сюда собирались. Они пришли с плохими намерениями. ПДА у них наверняка отключены. Это к гадалке не ходи. Значит, нам надо просто избавиться от трупов». «Трупов», — пробормотала Волкова, переводя глаза то на Леху, то на кузова. «Именно». Семенович очень ловко для своих изуродованных рук ухватил лежащий на столе черный клинок и бросил его Яне. «Да делай работу. Мне это не с руки». Стрелку передернуло от всего этого, и она покачала головой. «Так не могу». «У тебя есть оружие». Старик тяжело поднялся на ноги и отошел в сторону. «Не волнуйся, тут слышимость нулевая». Яна вскинула бельгийский автомат и сделала два прицельных выстрела. Почти сразу в коридоре запищало что-то похожее на школьный звонок, только в несколько раз тише. Волкова с тревогой уставилась на Семеновича. «Кто-то стоит у двери», — констатировал он. Железная дверь, закрывающая второй этаж, выглядела зловещей и темной. Яна на цыпочках подбежала к ней, прикрывая старика, который, не скрываясь, брел следом. «Никого нет», — посмотрев в видеоглазок рядом с косяком, пробурчал дед. «Мне нужна стрелка», — произнес глухой голос. Яна оттолкнула Семеновича от глазка и убедилась, что слух ее не подводит, а неизвестный появился перед камерой. «Открывай», — разрешила она. Семенович пожал плечами и нажал на кнопку соленоида. Не успев войти, Юрась бросил взгляд на босые ноги стрелки и с пониманием покачал головой. «В одних штанах, но с автоматом». «По крайней мере, интересно», — сказал он. Старик за его спиной захлопнул дверь. «Ты серьезно решил идти со мной?» — сдвинула брови Яна. «Вполне. Поэтому я проследил, чтобы за этими парнями никто больше не увязался. Ты с ними закончила?» Юрась не улыбался, но глаза его смеялись. Волкова переглянулась с дедом, но он только пожал плечами. «Закончила». «Пошли. Надо почистить тут все и валить отсюда», — решительно направился к душевым сталкер. Яна вовремя направила его к двери своего номера. Переступив порог, блондин усмехнулся. Потом пальцем показал на стол с деталями комбинезона. «Одевайся. Будет работа». Небрежно обойдя Семеновича, словно тот был пустым местом, Юрась в несколько заходов стащил трупы на середину комнаты и уложил в ряд. Пока стрелка одевалась, он обыскал их, вещи и оружие сложив затем на столе. Куча получилась довольно внушительная. Причем эту самую кучу он тоже располовинил, следуя лишь одному ему известному порядку. «Вот это оставим сторожу. Помоет тут пол и приберется. А это, подписанное или именное, мы уничтожим или сдадим барыгам подальше отсюда», — объяснил Юрась. «Что теперь?» — поинтересовалась Волкова, одевшись. «Теперь мы бросим их в кисель», — сказал, как отрезал Юрась. «В этих местах больше никакой аномалии не найдешь». «Семенович, где вход в подвал?» Яна повернулась к старику. Тот, понимающий, кивнул ей и показал головой на трупы. «Растворить, думаешь? А куда же еще?» Старик поманил ее в сторону столовой и потом, остановившись в дверях, показал на две широкие железные двери, расположенные недалеко от мойки. «Это грузовой лифт. И его шахта — аномалия с самого начала зоны». «Вся шахта? Там что, столько киселя?» — не поверила Яна. «Жарко», — ответил старик и показал на окна. «Если правильно понимаю...» «Да, наверное». Окна действительно помогли, так как запах был ужасный. Радовало то, что тела уничтожались почти сразу, и от них не оставалось даже золы. И то, что тащить до шахты их можно было с помощью низкой и широкой металлической тележки для продуктов, у которой отсутствовало одно колесо. Хотя это не было большой проблемой. Семенович, упершись ногой в тележку, поддерживал ее, пока Волкова со своим странным знакомым нагружала туда трупы. Глава 22. Янтарное озеро Они управились со всеми делами меньше, чем за полчаса. И как только покинули здание гостиницы, сразу получили сообщение от слонихи. Глава местных наемников по прозвищу «Дракон» заинтересовался девушкой-сталкером, который удалось завалить известного мародера, и приглашал побеседовать. Прочтя сообщение, Яна удовлетворенно постучала пальцем по наладоннику. — Я так и думала, — сказала она. — Все нормально? — поинтересовался Юрась. — Да, только вот хостика надо навестить. Улыбка стрелки не предвещала ничего хорошего. — Не нужно. Что ты ему предъявишь? — Юрась поднял брови. Дед сам открыл, без команды из бара. Не торопясь, они миновали двор гостиницы, и знакомыми уже закоулками выбрались к западному блокпосту Долга, напротив которого увидели указатель дорог. — Осторожно! Дальше дикая территория зоны. Он был распят между двумя столбами и имел коричневый от ржавчины цвет. Недалеко от него, на стене, заколоченной железными листами, надпись относительно диких территорий была продублирована. — Это, кстати, местная достопримечательность, — улыбнулся Юрась, показывая на пролом в стене. — Написано мелом и не смывается дождем ни обычным, ни кислотным. Яна пожала плечами. Подобные вещи ее не интересовали абсолютно. — Мир вам! — крикнул Юрась трёмдолговцам, что охраняли блокпост и сейчас напряженно всматривались в идущих с южной стороны путников. Парни ничего не ответили, продолжая сверлить стрелку глазами. — Оно и понятно. Плащ у нее был откровенно бандитского покроя. Девушка остановилась в нескольких шагах от блокпоста. — Что, никогда не видели бабу-сталкера? — с вызовом спросила она. Парни переглянулись. Потом неохотно рассмеялись. — Для прогулки ты выбрала неудачное время, — сказал один из них. Люди говорят, военные испытывают какие-то новые вертушки, могут прочесать здесь всё, из востока, из запада. Не говоря уже о том, что в сторону янтаря заглянут обязательно. — Так куда собралась-то? — На север, — мгновенно сообразила Яна, сделала несколько шагов вперед и уверенно добавила. — Стрелять никто с вертушек не будет. Кто же в зоне с вертушек стреляет? — Это точно, — подтвердил другой долговец. — Можно на свою же ракету нарваться. — Нехилый костюмчик. Сняла с кого? — Всё возможно, мальчики, — кивнула Волкова. — А вы чего на шоу не пошли? Там вся арена гудит. Новички против кровососов. Сталкеры, похоже, именно этим вопросом и были сейчас озадачены, потому что занервничали и начали бросать в сторону ангаров недовольные взгляды. — Да нам неинтересно. Что мы, новичков каких-то не видели? Их кровосос сразу порвёт, — ответил за всех первый долговец. — Это точно. Мы тоже решили не смотреть на весь этот цирк, — поддержала их Яна. — До скорого, ребята. — И тебе так же, — напутствовали долговцы, переглянувшись. — Берегись всё-таки военных. Метров через пятьсот, не доходя до полуистлившего острова Камаза и шестиметровой смотровой вышки, Яна резко свернула в карман между однообразными зданиями, из которых, казалось, состояла вообще вся прилегающая к ростку территория. В этом месте располагалось небольшое кладбище. Оно даже было отмечено стилистическим крестиком в ПДА-картах. Волково покосилось на несколько могильных крестов, сделанных из досок, которые выдернули из оружейного ящика и украсили противогазами. Обошла низкорослые ёлки, среди которых прятались могилы. Чуть дальше деревьев в проволочном заборе она обнаружила дыру в полметра высотой. — Собаки её выгрызли, что ли? — удивилась Яна. — Собаки, — подтвердил Юрась и сказал. — Ты правильно сделала, что пошла этой дорогой. Собьём со следа, если кто-то подумает за нами увязаться. Чтобы пролезть в дыру, девушке пришлось встать на четвереньки и просунуть в неё рюкзак. Потом эту же операцию проделал Юрась, всё так же загадочно улыбаясь. — Сейчас начнётся веселее, — сказал он, показывая вперёд, в просвет между зданиями, куда сейчас забрались путники. За углом здания начиналось болото, но состояло оно не из воды, а из аномалий. — Идём прямо на запад, вдоль этих складов. Потом будет железка, ремонтно-механический цех, ещё какие-то склады и высотные здания. Там всё разрушено, навалено, повсюду аномалии, а где их нет, кучкуются тушканы и слепыши. — Но мы обойдём всё это с краю, залезем куда-нибудь повыше, а уже потом подумаем, что делать дальше, — предложил Юрась. Стрелка согласилась, так как собственного плана у неё не было. — Что с ПДА? — поинтересовалась она. — Его включай смело, только сделай стелс-режим, — ответил Юрась. — Мы сможем видеть всё вокруг, а нас нет. И обозначим своё присутствие мы только когда будем у них под носом. — Я думаю, вообще нет смысла объявляться, — сказала Яна. — Что-то мне с каждым разом всё меньше и меньше начинает тут коллектив нравиться. Не доверяю я им что-то? — Это правильно, — согласился сталкер. — Подойдём поближе, пошлём письмо. А там уж как карта ляжет. Идти через аномалии оказалось совсем не так тяжело, как могло показаться вначале. Это можно было сравнить с лесом, где стена деревьев по мере продвижения расступается, а потом смыкается за спиной. Аномалии, как и деревья, не располагались друг к другу вплотную. И через каких-то 20 минут Яна со своим спутником уже находились на крыше огромного производственного здания, по фасаду которого шли вверх две огромные трубы, завёрнутые в мощную стекловатно-жестяную изоляцию. Территория железной дороги, промзона, склады и стройка позади всего этого были у сталкеров как на ладони. Именно на верхних этажах недостроенного дома наблюдалось движение. — Это они. Вся территория принадлежит наёмникам, — объяснил Юрась. — А на выходе, где тут ржавый щит приколочен, иногда ошиваются неплохо упакованные мародёры. — Не братва? — уточнила Яна. — Нет. Зачем братве соваться в эти места? — удивился Юрась. — У них и без этого всё контролируется. — Всё равно из зоны только два пути. Один через дыру в периметре, второй — на вертушке учёных или военных. Причём оба для рядового сталкера практически нереальны. — Да уж, зона — дом родной, — пробормотала Яна, твёрдо зная, что для неё это не является правилом. Она вообще не понимала тех, кто утверждал, что зона является мыслящей, что её нужно любить или ненавидеть, что есть какие-то хозяева, исполнитель желаний и коллективный разум вкупе с чем-то мутным и непонятным, называемым ноосферой. Волкова была твёрдо уверена, что Чернобыльская зона — всего лишь концентрат радиационных и аномальных участков местности, где по каким-то причинам изменились законы физики и где берут происхождение предметы со странными свойствами. По сути дела, это была просто заражённая местность, откуда предприимчивые люди тащили предметы, наделённые целебной или разрушительной силой. На нижних этажах у них штаб, и ещё в переходе, продолжил размышлять вслух Юрась. — Это вон там? — перебила Яна. — Подземный переход? — Да, именно так. — Под железкой. — Раньше захламлён был, кенги водились с тушканами. Потом те же наёмники с помощью рабов расчистили. Яна посмотрела на Юрася и качнула головой. — Откуда ты всё это знаешь? — Какие рабы? — скривилась она. — Рабов не бывает. — На какой вопрос первым ответить? — улыбнулся Юрась. — На любой. — Ладно. — Знаю всё потому, что видел многое лично. — А рабы? — Они всегда были и будут. Во все времена. Наша с тобой зона — не исключение. — Здесь люди вообще творят, что хотят. Кто тут проконтролирует? — Право сильного. Беспредел. — После короткого раздумья произнёс Юрась. — Только здесь сильным является тот, кто успел перехитрить и нажать на спуск. Или сунуть нож в спину. — А на войне это не впадлу. Яну передёрнула, но потом она вспомнила, что именно это хотели с ней сделать доблестные долговцы с парой правильных сталкеров. — Действительно. Бить надо первым. — Короче, я пишу. Волкова положила бинокль и развернулась спиной к ограждению крыши, за которой могла спокойно сидеть даже на корточках, не опасаясь быть замеченной. — Я на месте. Давайте указания. — Или лучше не так? — Да пиши, как хочешь, — махнул рукой Юрась. — Я тоже подумал, что нет смысла спускаться к ним и здороваться за руку. — На тебе, во всяком случае, оборудование и оружие столько, что некоторый сталкер и за сезон не насобирает. — В натуре! — обрадовалась я на поддержке. — Короче, я написала, что жду. — Слониха откликнулась незамедлительно. — Где ты? — Спрашивала она. — Недалеко. — Тебя вижу. — Позволила себе пошутить стрелка. — Некоторое время ПДА молчал. — Самый ближний к нам вон у тех складов. — А что там вообще такое? — Пригнись! — Юрась надавил ей на плечо. — Крыша? — догадалась Яна. — Да, для порядка осматривают. Вряд ли сунуться. — Это уж точно! — вздохнула девушка и снова взяла в руку стилус. — Продолжим разговор. — Лови карту! — сказала Слониха и потом разъяснила. — В заданном районе пропал человек из нашей команды. Есть подозрение, что где-то там вход в подземелье. Человек живой, потому что ПДА иногда подает сигналы предупреждающего маяка. — Не сос, но тоже плохо. — Почти с одного и того же места. — Разбег — километр. — Найдешь ПДА или нашего человека — зеленый свет и три раба при любом запросе с твоей стороны. — Что такое зеленый свет? — Яна показала на ладони к спутнику. — Твой электронный маяк заносится в их базу данных, и тебя никто ни при каких условиях не тронет, — объяснил Юрась. И тут же добавил, улыбнувшись. — Официально. — Понятно. — А рабы? — Рабы и есть рабы. Здесь все просто. В тело вгоняется какая-нибудь электронная хрень, от вмешательства которой твой раб загнется мучительной смертью, а пульт управления у тебя. Вот он и носит за тобой рюкзаки и лезет через аномалии, надеясь погибнуть быстро и не слишком болезненно. — Если, конечно, ему не повезет свернуть себе шею. Яна встряхнула головой. — На подобные мерзости способны только люди, — подумала она. — Я согласна, — нарисовала она ответ. — Кто-нибудь со мной идет? — Нет. — Дело почти глухое. — Вернешься — получишь обещанное. — Не вернешься — значит на то воля зоны, — ответили ей. — Вероятно, это уже не Оля, а Максим. Хотя, судя по тону, это мог быть и командир местного филиала синдиката наемников. Какой-то дракон. — Это где? Не район ли нужного мне Янтарного озера? — Волкова смотрелась в карту. — Он самый. Только западнее. Еще чуть-чуть и в гостях у доктора. Глянула на ПДА Юрась. — А маячок-то, похоже, правда, в подземельях где-то. Причем обитаемых. Можно сказать, густонаселенных. — В каком смысле? — не поняла Яна. — В таком, что их товарищ или в рабстве у бюреров, или у них жену в качестве живых консервов. — Понятно. Не расшифровывай. Поспешила остановить его стрелка. — Вход туда есть? — А это что? — А где мы сейчас находимся? Ни фига не разберу. — Что вот это за черточки? — Забор. А в этой стороне прямоугольники и квадрат. Радар. Нас посылают в другую сторону, противоположную от него, но не менее опасную. Можно сказать, что безнадежную. Юрась покачал головой. — Бюреры — это карлики из подземелий? — воскликнул Яна. — Да. А это значит, что дело швах. Обычно наемники своих не бросают. А в одиночку точно не пойдут на такую операцию. Вывод один. Они совершенно тебя не оценили. И думают разжиться на тебе, хотя бы отобрав ствол и комбез. Что, в принципе, заставит слониху немного успокоиться после пережитого позора. — Я должна отказаться от предложения? — нахмурилась Волкова. — Они этого и ждут. — Наверняка даже возле старин ген засаду организовали. — А если соглашусь? — Тогда попадешь к озеру безо всяких препятствий. И там, если не пристрелят долговцы или не попадешь под излучение, то могут сожрать снорки. — В идеале, конечно, заключить контракт с учеными, хотя бы одноразовый. Но это близко к фантастике. Равно как и освободить их человека. Короче, выбора нет. — Бежать вон туда? — кивнула Яна за спину в направлении военных складов. — Через аномалии и неизвестно каких мутантов. Единственный выход? — развел руками Юрась. — Я иду к озеру, — решительно сказала Стрелка и снова перевела ПДА в режим невидимости, подумав, что, имея на обычный, просто отключила бы его и потеряла на время привязку к спутнику. Хотя, если подумать, что тут страшного? По-новому потом включил, и все. Путники, пригнувшись, добрались до двери, что вела на лестницу, и потом, уже не таясь, спустились на землю. Проверив на всякий случай исправность настроек, Яна уверенно ткнула рукой в направлении рельс, уходящих через сотню метров вправо. — Нам в другую сторону. — Придется кое-где ползком, — оценил обстановку Юрась. — Вот оттуда и оттуда спалят с крыши. — Да хрен с ним! На озере им нечего делать, сам говорил. Через десять минут перебежек и петляния среди кишащих и наполозающих друг на друга аномалий они подошли к еще одному подземному переходу, пролегающему под рельсами, широкими лентами, отрезающими завод росток от дикой природы. За выходом из перехода не было видно вообще никаких строений, только заросшая травой асфальтная дорога, уходящая на юг. — Это дорога на озеро? — уточнила Яна. — Да, единственное хорошо изученное и относительно безопасное, если не считать псевдособак, что вон там у забора имеют обыкновение выкармливать щенков. — Эта дорога длиннее, чем через лес, — показал Юрась на запад, где выселась стена из темных деревьев. — А что через лес? — удивилась Волкова, видя, что между лесом и железнодорожным полотном аномалии не так уж и густо. — Там никто не ходит, даже я. Все, что в зоне является легким с виду, может оказаться смертельным, — с пафосом заявил Юрась, тотчас же потеряв в рейтинге Яны несколько очков. Девушка покачала головой, вздохнула и направилась через железнодорожные пути. — Эй, ты куда? — Тут ближе. Она даже не повернулась. — Я уже давно хотел спросить, неужели ты так доверяешь своему детектору, что ни разу не воспользовалась ни гайкой, ни камнем, — догнал ее сталкер. — Доверяю, — бросила Яна, внутренне усмехаясь и стараясь не обращать внимания на вибрацию КПК. Потом подумала и показала дисплей спутнику. — Видишь? — Вроде новый, хотя в мое время таких еще не было. Не боишься, что твоя самоуверенность как-нибудь подведет? — Значит, судьба. Все, отстань. Впереди плеш, и ее придется вон там обходить. Или там. — Черт, там какая-то вода. Миновав гравитационную аномалию, сталкеры уверенно зашагали дальше. Причем Юрась практически семенил за Яной, и на лице его читалось удивление, граничащее со страхом. — Кошмар какой-то! — наконец не выдержал он. — Ты самоуверенная, безбашенная девица. Ты что, совершенно не думаешь о смерти? Или рисуешься передо мной? — Волкова остановилась, с усталым видом поднимая лицо вверх и делая шаг назад. Посмотрела на сталкера, который выглядел запыхавшимся. — Слушай, чего тебе надо? Зачем мне перед тобой рисоваться? В жизни ни перед кем не рисовалась. Я просто иду, и все. Тут дорога короче, и аномалий почти нет. Я же вижу, что их нет. Оставь ты все эти причуды. — Говоришь, что видишь? — улыбнулся Юрась. — Тогда я полностью полагаюсь на тебя. Ты будешь проводником. — Я тебе это уже от самого бара Хостика пытаюсь доказать. Лес принял путников в свои объятия, встречая сказочной тишиной и не менее сказочными запахами. В нем было хорошо, не чувствовалось никакой враждебности. Аномалий тоже почему-то заметно убавилось. — Что-то слишком спокойно, — пожаловалась Яна. — Вот теперь мне это не нравится. — Я, кажется, знаю, почему, — задумчиво сказал Юрась. — Радар работает в этом направлении. Возможно, его хозяева или создатели думали, что с этой стороны могут идти враги, и направили его фронтом сюда. — Ну и... — не поняла девушка. — Вот поэтому тут ходить опасно. Попадем под излучение, и нам кирдык. — Что предлагаешь? — Обходить будем. Давай карту. Яна нашла в ПДА карту, проверила синхронизацию со спутником. — Мы вот здесь, — уверенно показал Юрась. — Даже можем что-нибудь нацарапать на память, вон на том кривом дереве. — Так, если обходят с севера, то получается... — Хм, одинаково получается, стрелка. — Что одинаково? Не поняла Яна, думаю почему-то о том, что именно сталкеры могут писать на деревьях. — Чтобы попасть к нужной точке маршрута, нам нужно пройти вот сюда, за эти здания. Но с севера лучше не пойдем. Там и радар может зацепить, и зомби. А по расстоянию одинаково. — Зомби? — Да, те, кому радар мозги и выжиг. — Это, конечно, не как в кино. Этих убить можно, просто трудновато, потому что они не чувствуют боли. — Понятно. А внизу долг, ученых охраняет. — Или долг, или военные сталкеры, что еще хуже. Эти могут и без предупреждения начать стрелять. — Почему так? — За каждого убитого сталкера им доплачивают, — объяснил Юрась. — Мы же с тобой вне закона. — Понятно. А долг? С ними что? — С ними можем и договориться. К ученым не пропустят, но за плату могут разрешить переночевать в своем лагере. — Артефактами платить? — Конечно, тут многие так делают. К болотному доктору дороги недалеко отсюда проходят. Сталкерских схронов мало, убежищ почти нет. А здесь, пожалуйста, укрепленная позиция, да и запасы пополнить можно. — Так ты же сказал, что к ученым не пустят. Как тогда запасы пополнить? У долговцев купить? — Перекупить. Тут еще полковник Петренко схему разрабатывал лет семь назад. У яйцеголовых затарился и сталкеров дальше своего прилавка не пускал. А если ученым нужны артефакты или другая хрень для экспериментов, то пропускал опять-таки через себя. К ученым только самые везучие попадали. Кто раньше списаться с ними успел. — Тьфу, как все запутанно! — выругалась Яна. Не зона, а одни барыги! — Пойдем понизу. Что-то я не хочу этих зомби смотреть. Пройдя по бурелому и грязи около трех километров, сталкеры довольно сильно устали, но оказались в позиции, откуда могли наблюдать бункер ученых, похожий на подземный резервуар водозабора. Массивный искусственный холм с тяжелой и толстой дверью у своего основания. Однако по выстрелу и удару пули о дерево позади себя поняли, что их заметили и резко упали на землю. — Они что, даже не спрашивают? — почему-то прошептала Яна. — Напиши им, что просто идем мимо. Пока стрелка разбиралась с ПДА, Юрась еще раз осмотрела окрестности в бинокль. — Долг. Снайпер на крыше. Укреплен так, что вскрыть можно только гранатометом. Остальные, скорее всего, внизу. За забором и за укреплениями не видно. — Как же они общаются со сталкерами? — поинтересовалась Волкова. — Они и не стараются общаться. Петренко сделал так, что сталкеры сами должны быть заинтересованы в этом. И за то, что их пропустили или поменяли что-либо на артефакты, должны быть очень благодарны. Так и получается. — Охренеть! Коммерция! Я написала, что мы просто идем мимо. И из Стелза вышла. Ответили сразу. — Идите по верху, слева. Справа — снорки. — Ого! Даже предупредили насчет снорков? — оценил поступок охранников Юрась. — Не все, видать, так запущено. Я написала, можно ли у них перекантоваться на обратном пути и сколько это будет стоить. — Правильно. Им твой деловой подход должен понравиться. — За два огненных шара нам помимо ночлега дадут медикаментов и провизии, — прочитала Яна. — Хорошая у них работа. — В такие места только лучшие. В других случаях только жополизы, взяточники и блатата, — усмехнулся Юрась. — Как везде. — Пошли. — Волкова поднялась, поднимая воротник. — В нем, как и в самом плаще, были вставки из очень легкого сплава титана с мифрилом, артефактом, названным так благодаря вымышленному толкиенному металлу. Обойдя забор по указанной насыпи, сталкеры остановились недалеко от Ми-8, что начал гнить здесь еще до большого прорыва. Однако резко начавший пищать дозиметр заставил их отойти подальше. Прибором Яна осталась довольна. Фиолетовый туман опасного излучения она увидела раньше и ждала его подтверждения. — Брошенные машины набирают радиацию, — сказал Юрась. — Только непонятно, почему с одними это происходит, а с другими нет. — Причем иной раз в одном и том же месте. Яна не ответила, рассматривая болото, лежащее перед ней, как на ладони. — Это снорк возле того островка, — поинтересовалась она, указывая вперед. Юрась поднял свой бинокль, с довольным видом сказал «Ого! А вон еще один. И если влево посмотришь, то там целых три». — Мне кажется, они едят. Волкова замолчала, не решившись закончить фразу. Ее чуть не затошнило. Среди мельтешений темных уродливых тел она разглядела остатки сталкерского комбинезона. — А где мы тут можем найти огненный шар? — постаралась перевести тему девушка. — Если мне не изменяет память, то как раз по пути, в местном Стоунхедже. — Какой такой Стоунхедж? — напряглась Яна. — Ну, конечно, не как в Англии. Здесь попроще и помоложе, — улыбнулся Юрась. Однако, видя, что Волкова никак не реагирует, разъяснил. — Недалеко от той стены есть яма с жаркой. И шары частенько там появляются. Правда, их постоянно подбирают сталкеры. Народ уже привык, что тут природные жилы этих артефактов, как, например, подземный переход, недалеко от штаба наемников. — А что там рождается? — спросила девушка. — Капли. Такая штука, похожая на большую улитку, сделанную из грязного обрезка спортивного каната, отсверкивающая серебристыми и черными бликами. Помогает удалить из организма радиацию. Но при этом смертельно устаешь. — Слушай, Юрий, а те снорки... Кого они едят? — перебила стрелка, решив на всякий случай уточнить это обстоятельство. Сталкер усмехнулся. — Восемьдесят процентов, что зомби. Обычный сталкер туда просто не попрется. Там же излучение. Все понятно. Пошли дальше. Сталкеры поднялись немного вверх, туда, где песок заканчивался, и начиналась яркая зеленая трава. Вертолет теперь лежал внизу и справа, а за спиной путников стояло одинокое дерево и чуть дальше опора лэб, от которой даже тянулись сохранившиеся провода до следующей опоры, на которой обрывались и свисали до земли. Если судить по карте, то нам вдоль них, сверилась с ПДА Яна, и на мгновение застыла на месте. Это твой Стоунхедж. Стоунхедж поправил Юрась и двинулся вперед. Аномалии, кроме самой Ямы, пока не наблюдалось, и Яна позволила себе немного расслабиться и не торопиться. Юрась шел первым, тоже, видимо, относительно них не беспокоясь. Сталкерское чутье уважительно подумала Волкова, но потом с пренебрежением к самой себе сплюнула. Неужто она тоже начала проникаться? Нельзя, иначе засосет. Нечего делать в этой проклятой зоне. Они остановились на краю котлована почти округлой формы и обожженными, и оплавленными краями. Видимо, температура здесь была временами настолько высока, что смогла превратить песок до состояния стекла. А окружен котлован был странными образованиями толщиной с древесный ствол. Они устремлялись своими концами вверх и сходились там. Не то лапа, не то щупальца из окаменевших деревьев и земли. Очень занятное и даже грациозное зрелище. Волкова подняла ПДА, сфотографировав местный Стоунхедж с разных сторон. Затем отдала несколько кадров деревьям весьма причудливой формы, которые росли неподалеку, и заметила по пути небольшую странность. «Облом!» — вздохнул Юрась. «Нихрена нет!» «Вижу!» — вздохнула стрелка, пряча ПДА. «Почему здесь забор?» Сетка рабица располагалась прямо между Стоунхеджем и следующей опорой электропередач и шла впритык к стене здания, назначение которого Яна так и не поняла. Здание со стороны лагеря ученых было похоже на плотину. «Что это вообще есть?» «Наверное, водозабор или охладитель какой-нибудь?» «Только почему спрятано под бетоном, я не знаю», — ответил Юрась. «Туда даже и не суйся!» Волкова проследила за его рукой. «Войдешь в эти сломанные ворота и сразу попадешь под действие радара», — объяснил Юрась. «Да у меня и в мыслях такого не было», — пробормотала Яна, отворачиваясь от сетчатого забора и снова посмотрев на Стоунхедж и место между ним и забором. Спящая или очень слабая жарка была на самом его дне. Ожужжание артефактов, присыпанных землей, доносилось и из ямы, и откуда-то со стороны. Может быть, и от забора, куда они вполне могли закатиться. Девушка не стала говорить об этом спутнику, как не стала говорить и о том, что на углу забора примастилась яркая аномальная точка, от которой по радиусу метров четыре расходились мерцающие концентрические круги. Аномалия, но пока неизвестная. Агрессии, однако, она не проявляла, просто сидела на одном месте. «У тебя КПК ничего не кажет непонятного?» — на всякий случай поинтересовалась Яна у спутника. Юрась сверился с прибором и отрицательно качнул головой. Волкова успокоилась. Пусть это непонятная, но безобидная аномалия пока располагается по соседству. Ничего, скоро оно закончится, потому что этот район девушка твердо решила покинуть как можно быстрее. Да и на ночь к ученым она передумала идти, почему-то вспомнив долговцев, трупы которых пришлось уничтожать с помощью жарки недалеко от самого известного в зоне бара. «Хоп-па! Мусора!» присвистнул вдруг Юрась. «Проблемка!» Яна пригнулась и юркнула за ржавую бочку из-под солярки, повела стволом в западном направлении. Нет, ни на вершине холма, что полностью закрывал горизонт с той стороны, ни у его подножия, не было никакой активности. Активность была на востоке, у стены шедевра промышленного зодчества времен Советского Союза. Там, где заканчивалась стена плотины, Яна видела бок круглого резервуара высотой с трехэтажный дом. Подобные резервуары девушка и раньше встречала, например, возле котельных, и ее всегда мучил вопрос, что находится внутри, неужели что-то горючее? Она и сейчас вспомнила свой старый интерес, но тотчас отбросила его, потому что именно со стороны резервуара к путникам двигались темные фигуры. Изучив их в окуляр прицела, Яна почувствовала, как ей становится страшно. А дутловатые, остановившиеся лица и скованные движения говорили сами за себя. К путникам двигались зомби, и некоторые из них были вооружены. «Так это правда!» вскрикнула девушка, обращаясь к Юрасю. «Это живые мертвецы!» «Нет, это люди!» Юрась перебрался к ней ближе и мягко положил руку на автомат. «Они так выглядят, потому что смертельно больны. Это рак. Пока не стреляй». «Но они же идут!» не поверила ему Яна. «Посмотрим». Юрась поднял бинокль к глазам. «Они не вооружены!» «Посмотри сама. У того пистолет на затворной задержке, а у того на АКМ нет магазина». Не уверен насчет заднего, но кажется, что и дробовик он тащит просто по привычке. «Я могу их всех снять, если ты мне не будешь мешать», произнесла Яна и снова подняла автомат. «Время есть!» «Мы можем привлечь снорков», предупредил Юрась немного испуганно. «Надо просто отойти». «Черт!» вырогалась девушка. «Проклятие!» Она забросила автомат за спину и выскочила из своего убежища навстречу первому зомби. Настороженно потянула носом воздух, стараясь не смотреть на лицо движущейся навстречу фигуре. Трупного запаха не было. Зато был устоявшийся дикий запах фекалий, мочи и пота. Естественных отправлений организма, за которым хозяин следить перестал. Зомби что-то замычали и подняли оружие, целясь в Яну. Девушка была к этому готова и загородилась тем, который шел первым. В него не ударила ни одна пуля, но все-таки девушке очень трудно было его удержать. Разворачивая мертвеца, она провела специальный болевой прием, на который отреагировал бы любой нормальный человек. Зомби же повел себя совершенно оправданно для того, чей разум и ощущения были выжжены. Он не обратил внимания на боль. Вполне возможно и то, что он ее вообще не почувствовал. Растопыренные пальцы с остатками ногтей просвистели у Волковой мимо ее лица, едва не задев глаза. Стрелка успела отреагировать, сделала сальто назад, уходя от атаки. — Ничего себе! — запыхавшись, выдохнула она, отбегая и вытаскивая нож. — Эй, держи! Бросив Юрасю автомат и даже не думая о том, что сталкеру тоже придется драться, Волкова всерьез принялась за мертвецов, которых про себя так и называла. Юрас тем временем, скептично хмыкнув, покачал головой и просто уселся на ту ржавую бочку, за которой Яна до этого пряталась. — Все-таки советую тебе отступить, они не смогут отойти далеко от радара. Волкова не слушала, потому что была очень зла на него, отступать было не в ее правилах, да и пар выпустить не мешало бы. Девушка вступила в схватку с мертвецами яростно и жестоко. Хруст ломаемых костей и кровь смешивались с адреналином, создавая ту ничем незаменимую атмосферу битвы, которая питала своей энергией берсерка. Однако, пока Стрелка не начала по-настоящему использовать нож, сражение попусту топталось на месте вокруг девушки, ибо поверженные на землю противники все равно ползли к ней, невзирая на переломы и кровь. — Бросай их в яму, — весело подсказал Юрасть со своего места. Яна бросила на него уничтожающий взгляд, но совет приняла. Жарка с радостью приняла первую жертву, скушав тело зомби за считанные секунды и наполнив пятачок перед Стоунхеджем ужасной вонью. — Упс! — — осознал ошибку Юрасть. — Извини, Стрелка! — Ёпыры! Он соскочил с бочки, потому что один из мертвецов направился к нему и подобрал ФМ-220, который Юрасть поймать даже не пытался. Зомби, разумеется, не стал опускать предохранитель на автоматический огонь, а сразу развернул автомат к Яне и нажал на спуск. Девушка еще раньше видела это, но не могла определить мертвеца, потому что ее оттеснили в сторону два других. Не спешила она еще и потому, что надеялась на Юрася. Лишь в последний момент она ушла от выстрела, спрятавшись за одним из нападавших. Пуля угодила ему в спину, его бросила на Яну, и девушка оказалась под ним на земле. Руки зомби сомкнулись на ее шее, а искаженный рот потянулся к ее лицу. Именно это двойное желание задушить и укусить подвело бывшего сталкера и позволило стрелке освободиться от захвата. Девушка ужом выскользнула из-под него, прислушиваясь к какому-то странному уханью, раздавшемуся с той стороны, откуда они пришли. Бой теперь перешел в более опасную фазу, потому что у зомби появилось огнестрельное оружие. Поднявший ФН-220 мертвец выстрелил второй раз, снова попадая в спину тому, который упал на Яну и удивленно уставился на автомат. Вероятно, в памяти зомби осталось то, что такое оружие может стрелять очередями. Стрелка не дала ему вытащить из архивов мозга эту информацию, бросившись под ноги и опрокидывая на землю. ФН-220 отлетел в сторону, а зомби вцепился в девушку мертвой хваткой. Яна ударила ему по глазам ножом, полоснула по кадыку, поражаясь его упертости. Лишь когда судорожно сжатые пальцы захрустели под клинком, зомби отпустил девушку. В тот же момент ее отбросил в сторону мощный пинок другого зомби. Девушка выронила нож, мертвецы, к счастью, не обратили на него внимания, продолжая ковылять следом. Теперь их насчитывалось всего четыре, но к ним присоединились теперь те, уханье которых поначалу смутило и отвлекло Яну. Снорки. Две твари с изуродованными выбросом или мутацией ногами огромными прыжками приближались к этому месту, а Юрась, чертыхаясь, все еще не мог разобраться со своим автоматом, который, как поняла Яна, заклинил. В драку мутанты с противогазами вступили сразу же, едва только подобрались на расстоянии прыжка. Один из них устремился к большой группе зомби, наступающих на Яну справа, другой сиганул прямо на нее. Девушка откатилась в сторону, снорк приземлился на все четыре конечности, сделал длинный кувырок вперед, в конце его оказавшись перед ослепшим мертвецом, и в мгновение ока свернул ему шею. Затем он развернулся и снова напал на Яну, но сделал это перекатом и подсечкой, не профессиональной, но страшной силой. Если бы Яна не успела подпрыгнуть, ноги ее оказались бы просто переломанными. Девушка именно в прыжке умудрилась увернуться от снорка, одновременно с этим нанося ему удар по голове. Стекла на противогазе треснули, вместе с металлическими креплениями, ранив глаза мутанту, да и переносица наверняка была задета довольно сильно, отчего монстр дико закричал, и громкость его воплей не смог заглушить даже резиновый корпус маски. Поняв, что это уже не боец, Яна переключила внимание на второго. Сделала она это очень своевременно, потому что снорк успел покончить с мертвецами, каким-то образом повергнув их на землю. Не исключено, что снорки заготавливали мертвецов как консервы, перебивая и калеча жизненно важные точки. Перед Стоунхеджем на мгновение выцарилось спокойствие. Первой нарушила ее стрелка, бросившись в сторону автомата, который лежал между ней и двумя оставшимися зомби. Снорк тоже прыгнул в эту сторону, потому что первый мертвец по телосложению был намного крупнее стрелки, а следовательно представлял большую опасность. Вероятно, для Яны он представил бы опасность не меньшую, потому что легко поймал снорка вытянутой рукой за горло, практически не почуяв смертельного удара мутированными ногами в тяжелых армейских берцах, которые выдрали ему несколько ребер. Зомби со снорком покатились по земле, нещадно колотя друг друга и издавая ужасный рев. Последний же мертвец обхватил Яну обеими руками, вырывая автомат и крича что-то нечленораздельное. Они тоже покатились по земле, налетев на ослепшего снорка, что выл и плевался вокруг себя кровавыми ошметками. Почувствовав, что кто-то оказался рядом, снорк изо всех сил ударил его ногой, и, к счастью, это оказался зомби. Позвоночник его хрустнул от удара, хватка ослабла, но опасность для Яны оказалась теперь в том, что края ямы с жаркой были совсем близко, а обезумевший снорк все бил и бил мертвеца, толкая его вместе с девушкой. — Держись! — выпрыгнул откуда-то Юрась, проехал по земле животом и схватил девушку за руку. Однако и это не помогло. Не хватило каких-то сантиметров. Яна заскользила дальше, пальцы ее старались уцепить траву, уцепить хоть что-то, но травы и хоть чего-то здесь не было. В итоге ноги девушки первыми скатились в яму, тело повлекло следом. Волкова не удержалась и повисла на склоне провала в самый последний момент просунув руку в широкую трещину на склоне и отыскав там остатки каких-то корней. Возня наверху не прекратилась, к ней присоединился вопль ужаса и боли самого Юрася, а через мгновение сталкер упал в яму прямо в центр жарки. Стрелка зажмурилась и чуть не стало дурно от страшного жара несколько коротких мгновений пожирающих тело напарника. Почти сразу же наверху раздалось несколько выстрелов. Ухнул еще один снорк, что-то пробулькал и прошипел зомби. В наступившей тишине было слышно, как несколько человек приближаются к этому месту. И судя по тому, что среди их голосов присутствовали женские и очень знакомые, Яна поняла, будет еще веселее. Однако ничего сделать она не могла, потому что ногой стояла на очень узком камешке, а второй, уже начавший затекать рукой, держалась за неудобной шероховатый корень. Не скучно здесь, раздался наверху голос спицы. Опа! Ничего себе! Вы гляньте, какая игрушка! Я уже сегодня такую видела, и даже знаю, кому она досталась, совершенно несправедливо. Шевелится гад, выругался какой-то парень. Грейс, придержи, пожалуйста. Да подождать, ответила парню Грейс с акцентом, который мог бы принадлежать только негритянке. Спиц, ты вай взяла это оружие? Я стрелял и убить снорк. Да потому, я его раньше увидела. И вообще, кого слониха назначила старшим? Чья наколка? Дракон, сей! Да мне насрать на дракона, и что он там сказал, ясно? Трава, подойди сюда. Черномазая бузит, а я половину не разберу. Переводи. Я афрокиевлянка. Было слышно, как спицы и трава расхохотались. Парень подошел к ним. Спица старшая, тебя понятно? Слышь, Захар, ты зомбарей всех ошманал? Спросила спица. Всех. Тухляк. Одни бинты мокрые. Остальное ржавчина съела. Ноги с норком отрезала только. Трава. Маяк наш последний раз где был? Подала голос трава. Нет, вон у тех деревьев. А предпоследний прямо здесь. А у вай рука зомби отрезать, вмешалась Грейс. Болотному доктору вай руки. Я слышала, что кисть зомби всякие ученые скупают для опытов, ответила спица. Ничего, лишними не будут. Отнесем доктору, скажем, что просто ради хорошего отношения дарим. Ясно? Не помешает. Зомби быть от выброса, не от радар, не согласилась Грейс. Да отвалиты, афрохохлушка, раздраженно бросила спица. На мгновение воцарилась тишина. В этом месте это было привычно, потому что птицы здесь практически не летали, и спокойствие нарушалось лишь пыхтением снорков, иногда забредающих сюда. ПДА Аяны, как назло, сработал, получив сообщение именно в этот момент и продолжал попискивать, пока на фоне неба не появилось лицо какого-то парня. Увидев стрелку, незнакомец начал улыбаться с довольным видом. Помощь предлагать он не торопился, и, как выяснило Волково чуть позже, был невысок, сутул, небрит, по крайней мере, три дня и вообще выглядел каким-то неряшливым, хотя синий комбинезон наемника содержал в показательной частоте. «Тут ваша знакомая», сообщил он, глядя на Яну сверху, «и кажется, в интересном положении». «Я же сказала, что твой бинокль брешет», воскрикнула трава, обращаясь к кому-то. «Жарко на дно меньше срабатывало». Рядом с головой парня появилось лицо спицы, и ее кривая от шрама улыбка точно не предвещала ничего хорошего. Насладившись созерцанием беспомощности стрелки, наемница показала ей ремень, который наверняка был срезан с зомби. «Брошу тебе, если будешь послушный», сказала она. «Но сначала отцепи свое чудо ПДА и подай мне, а то вдруг сорвешься». Волкова подумала и сделала то, о чем ее просили. Выбора у нее все равно не было. «Так, что тут? Не от слонихи?» «Нет, в очередной раз Семецкий», изучила спица почту. «Интересно, где?» «Ого! Жарко! Янтарь! Рядом где-то! Слышь, какая-то херня! Вроде как здесь прямо! Да не обращай внимания! Семецкий — это феномен! Какой с него спрос?» «Вытаскивать?» спросил парень. «Давай», — разрешила спица, отключая ПДА и засовывая его себе в карман. Потом сделала знак негритянке, сбросила комбинезон и начала засучивать рукава. «Сейчас развлечемся!» Глава двадцать третья Бюреры Яна знала, что сейчас будет происходить, и постаралась дороже продать, если не свою жизнь, то, по крайней мере, здоровье. Однако стоило девушке наполовину оказаться вне ямы, Захар резко подскочил и ударил ее прикладом по голове. У стрелки поплыли перед глазами красные круги, ее затошнило. Ремень, перехваченный вокруг кисти, резко дернули, кто-то схватил ее за вторую руку, дергая почти в другую сторону. Засмеялась трава. Нервно, противно. «Сейчас посмотрим, какая ты крутая!» со злостью выдохнула спица, проводя красивый широкий боковой удар ногой по голове Яны. Волкова подставила руку, но была еще слишком слаба. Удар свалил ее с ног, отозвавшись в голове колокольным звоном. «Вставай!» закричала спица и пнула девушку в живот. Стрелка закашлялась, согнувшись и пытаясь закрыть лицо, но ее никто пока не бил. Послышался звук передергиваемого затвора. «Вставай! Вставай!» прикрикнул Захар, присев на бочку и закурив. Ствол своего кольт-команду он держал направленным на Яну. Стрелка поднялась и тут же упала снова, потому что уже чернокожая гресь со всего размаху ударила ее кулаком в лицо. «Правильно!» выкрикнула спица. «Бей, скинав!» Негритянка зарычала и засмеялась одновременно, несколько раз пнула стрелку, бегая вокруг нее и разыскивая места, куда побольнее ударить. Волкова сносила все это, стиснув зубы, сплевывая кровью и иногда шепча проклятие. Увидев, что жертва реагирует как-то не так, спица ногой развернула ее на спину и села сверху. «Что молчишь? Уже не крутая?» «Отвечай!» выкрикнула она и отвесила Яне еще несколько зуботычин, от вида которых даже Захар присвистнул. «Эй, вы убьете ее!» предупреждающий крикнул он. «Ну и что?» спица повернула к нему лицо, искаженные гримасы ярости. «Я ее хочу убить!» «Да и наша афро-хохлушка тоже!» «Такие, как она, ее парня порезали за то, что он всего лишь торговал аношой!» «Да, они его чуть не убили!» закивала Грейс. «Он потом неделю ходил и кружился головой!» Хреновые скины попались сквозь кровавый туман, но с улыбкой проговорила Волкова и закашлялась. Спица резко встала с нее. Стрелка повернулась на бок, съежилась, спица ударила ее ногой в бок. «Знаете, что с ней надо сделать?» предложил вдруг Захар, бросая окурок в девушку и стараясь попасть ей в лицо. «Давайте из нее сделаем приманку!» «Какую еще приманку?» нахмурилась спица. «Для бюреров», объяснил Захар, спрыгнув с бочки. «Маяк наш откуда дает сигнал?» «Вот с этого пустого места на угол забора. Значит, где-то поблизости вход все-таки есть, потому что ПДА мы не нашли. Так вот, привяжем ее к забору, подождем, откуда появятся бюреры, хотя я думаю, что вон из той будки. Если все верно, то связываемся со слонихой, дожидаемся в радаре окно и спасаем Серегу». «А что?» «Мысль!» лицо спицы озарилось. «Так я и говорю, найдем вход, обложим пластитом, так, что все бюреры обосрутся, а потом отшлифуем напалмом», расцвел Захар. «Зашибись, умно придумал», спица хлопнула парня по плечу. «Зови рабов». Захар нажал какую-то кнопку на запястье рядом со своим наладонником, раздался едва слышный писк и со стороны лагеря ученых, прихрамывая и пригибаясь к земле от тяжести рюкзаков, прибежали два ужасно заросших и грязных человека, возраст которых вследствие этого абсолютно не угадывался. «Сумки бросайте здесь», приказала спица и еще раз пнула стрелку, но уже больше для собственного успокоения. «Взять ее!» «На плечи, уроды! Несите туда!» Неуверенно и робко блея, рабы подняли Яну на худые плечи и, подгоняемые пинками и криками спицы, засеменили к углу проволочного забора. От тряски и боли, которая отзывалась во всем теле, стрелка на время потеряла сознание. То, что ее внесли прямо в центр неопознанной аномалии, она заметила, но воспринималась сейчас совершенно пассивно, тем более, что аномалия никак не дала о себе знать. Очнулась она от того, что кто-то брызнул ей в лицо водкой. «Видишь, на какие жертвы приходится идти», увидела она перед собой смеющееся лицо Захара. «Драгоценную жидкость на тебя трачу». Он взял ее правую руку и прыжал к сетке. На левую всем весом налегла трава. Рабы обхватили ноги. Спица и Грейс деловито распутывали моток грязной проволоки, покрытой виниловой изоляцией. Вся компания сосредоточилась посреди мерцающего пятачка аномалии. «Вяжем, только крепко и за шею не сильно, чтобы раньше не отъехала», выкрикнула Спица. Они прихватили руки девушки к забору. Площанной Яни уже не было, как и редкого комбинезона. Она стояла в одной майке защитного цвета. «Слышь, а может и майку снимем?» спросил Захар с улыбочкой. «Слышь, а может уже хватит?» в тон ему вдруг подала голос до этого молчащая трава. «Ты что, озабоченный?» «Нет, конечно», пробормотал Захар и брезгливо посмотрел на опухшее лицо Волковой. «У меня на нее и не встанет». «Захарка у нас молодец», ухмыльнулась Спица, закончив вязать на проволоке узлы. «Захарка знает, как разогреть женщину. Да, Грейс?» «Мужчина гуд», закивала Грейс. «Я любить Захарка и его язык». Трава что-то буркнула, шмыгнув носом, а парень пихнул негритянку в плечо. «Ботинки тоже надо снять. Тебе подойдут», показал он на Янгин и Берцы. «Райт! Снять ботинки!» воскликнула Грейс. «Гуд носки!» «Айнит без синтетик!» Пока негритянка расшнуровывала Берцы и аккуратно снимала с Яны понравившиеся носки, Спица и Захар переговаривались о чем-то, немного отойдя в сторону. Воспользовавшись этой небольшой передышкой, Стрелка прислушалась к своим внутренним ощущениям и поняла, что серьезно ранена, потому что кровь из левого уха не переставала сочиться. Однако имелись и хорошие новости. Материнский кулон был на месте. Ну, то есть почти на месте, потому что бечевка порвалась, и в данный момент талисман находился под майкой. Резинка от трусов не дала ему выпасть. Волкова искренне надеялась, что чернокожая наемница не захочет примерить ее нижнее белье. «Слышь, Спица, а за что ты ее так ненавидишь?» долетел до Яны голос Захара. Худая литовка подошла к Стрелке и посмотрела ей в глаза. Яна взгляда не отвела, хотя ей было очень больно, обидно, и кружилась голова. «За то, что она такая везучая! За то, что у нее есть мужчины, а у меня нет! За то, что она русская!» Как пули из раструба пулемета выщелкивала наемница, и Захар, немного стушевавшись, отступил. «Ладно, ее только не бить ее больше!» влезла вдруг Грейс, с довольным видом упаковывая добычу в свой вещмешок. «Она должен быть живая, карлики!» «Янки-манки, говори лучше по-своему, трава переведет!» скривилась Спица. «А то уши режет!» «Гуд, говорите, трава!» оскалилась Грейс, став похожей на шимпанзе. «Почему американец-обезьяна?» «У тебя надо спросить, почему!» отмахнулась от нее Спица, вертя ФН-220 в руках. «Я не знать!» не поняла Грейс. «Где будем строить западня?» Спица не ответила и пихнула ногой одного из рабов. «Давайте назад! Быстро! Там ждете за этой хреновиной! Стоунхадж, кажется!» «Или нет! Лучше у этой опоры!» «Ясно?» «И не спать!» крикнул Захар и посмотрел на Спицу. «А правда, где ждать будем?» Наемники сгрудились над КПК травы, снова перекинулись фразами относительно маяка. «Предлагаю назад, к бункеру яйцеголовых!» сказала трава. «Часов до пяти перекантуемся у них, а как рассвет сразу сюда!» «Ради чего тогда все это городили?» возмутился Захар, показывая на стрелку. «Пристрелили бы лучше сразу!» «Ты сдохнешь первым!» лениво подумала Волкова. «Эй, а где рабы?» спросил вдруг Захар удивленно. «Кто-то бежит!» выкрикнула Грейс, сбрасывая с плеча автомат и ориентируясь по детектору движения. «Один!» Из-за низкорослых кустов, что росли между большим песчаным холмом и квадратом забора, выскочила белая с черными пятнами собака. С виду она была похожа на уже известную породу слепышей, но в отличие от них была зрячей. Грейс вскрикнула и выстрелила, едва не попав в нее. Собака взвизгнула и исчезла в кустах. «Эй, это наша собака! Юшка!» «Юшка, не бойся!» позвал Захар. «Спугнули!» с досады плюнула спица и бросила на негритянку злобный взгляд. «Это его собака была!» «Значит, он все-таки где-то поблизости!» «Может, правда, в плену у карликов, раз она здесь бегает?» «Я не знать собака!» развела белыми ладонями Грейс. «Драконсей стрелять все собаки!» «Драконсей!» передразнила спица. «Пошли давай! Уже темнеет!» «Как темнеет!» До всех одновременно дошла брошенная спицей фраза. «Вот и аномалия!» поняла Яна. «Девяносто процентов из ста, что искажающее время!» «Не из-за того ли, что все они находились на светящемся пятачке одновременно?» «Надо рвать отсюда!» спица начала оглядываться с испуганным видом. «Что-то мне это все не нравится!» Они покинули круг, а Волкова проводила их взглядом. Затем снова выключилась на некоторое время, придя в себя из-за того, что конвульсивно дернулась от особо больного укуса какого-то насекомого. Наемники были уже метрах в пятидесяти отсюда, и поэтому девушка позволила себе застонать. Собака вышла из-за молодого дерева очень причудливой формы и медленно подошла к девушке, не сводя с нее настороженных глаз. Поняв, что пленница ничего плохого сделать не сможет, животное встало на задние лапы и лизнуло ее в лицо и шею. Стрелка подумала, что собака хочет укусить, оттолкнула ее плечом, и собака отбежала с прямо-таки удивленным выражением. — Ёшка! — позвала Яна. — Развяжи меня, ёшка! Ей вдруг опять стало плохо. На глаза невольно навернулись предательские слезы, воздуха стало не хватать. Голова Яны свесилась на грудь, девушка уронила на майку нитку кровавой слюны, дыхание ее стало хриплым и болькающим. Аномалия под ней горела со страшной силой. Яна Волкова в очередной раз потеряла сознание. Белая собака, похожая на помесь Добермана и обычной дворняги, подошла к ней и села прямо под ногами, устремив взгляд в лицо Стрелки. Затем протяжно и тоскливо завыла. Наемники, услышав это, приостановились. — Это Юшка? Чего это она? — посмотрела на траву спица. — Хрен его знает, — пожала наемница покатыми плечами. — Может, кто-нибудь умер? Грейс и Захар переглянулись, но ничего не сказали. — Ладно, пошли быстрее, — поторопила спица и тут же застыла, как вкопанная. Один из рабов лежал на земле метрах в десяти от них. Даже отсюда было видно, что его поза совершенно неестественна. Второго раба нигде не было видно. — Всем лечь! — закричала спица, первой падая на землю и направляя автомат в сторону высоковольтной опоры. Наемники легли, ощерившись стволами в разные стороны. — Трава, доложи, — скомандовала спица. — С моей стороны чисто, — откликнулась трава. — Грейс, — Восток, Клин, — доложила негритянка. — Конечно, Клин, там стена, — выругалась спица. — Захар, — дверь открыта, — проговорил парень со страхом в голосе. — Слышите, я еще раньше внимание обратил, когда только с забором занимались. Вон в той кирпичной будке у стены дверь была закрыта, я про нее говорил насчет карликов. Теперь все наемники смотрели в направлении, откуда появились зомби. То есть в закрытую из-за воздействия радара территорию, огороженную квадратом сетки. — Что-то тут не то со временем, — нагадалась трава. — Кажется, мы его потеряли и не заметили это. — Да брось ты это дерьмо, у нас проблемы серьезнее, — нервно озиралась спица. — Что это вообще за будка? — Захар, может, тебе показалось? — Это или венткамера, или подстанция, — сказал Захар. — Точно, говорю, дверь была закрыта. Там сейчас, кажется, кто-то шевелится. — Эй, а что на этой башне такой сидит? — Грейс смотрела на крышу плотины. — На какой башне? На опоре? — обернулась спица. В этот момент неизвестный враг начал атаку сразу со всех сторон. С крыши плотины прилетела бетонная балка, мгновенно перебившая Захару позвоночник. С другой стороны, из-за каменно-почвенных наростов местного Стоунхеджа выглянули две темные низкие фигуры, усилием воли направив на людей несколько пустых и ржавых бочек, что в изобилии находились здесь уже больше десяти лет. Бочки, которые до этого перекатывались с места на место с помощью ветра, сейчас, повинуясь воле телекинетиков, отвлекли наемников от основных нападающих, вторым действием которых была нейтрализация спицы, как следующего по значимости противника. Сделано это было наполовину сгоревшей покрышкой легкового автомобиля. За ней последовала оглушенная пустой бутылка Грейс, которая из-за легкого, но расколовшегося снаряда повезло меньше. Осколки вошли ей в левый глаз и разрезали ухо. Траву карлики взяли легче остальных, потому что наемница, сообразив, в чем дело, решила просто убежать. Несколько больших веток от высохшего дерева и кусков разнокалиберного мусора обездвижили ее, слегка контузив и опрокинув на землю. Бормоча и издавая шипящие и бубнящие звуки, карлики с желтовато-серой кожей обступили пойманных наемников и дождались, пока из двери венткамеры не поступил визгливый сигнал. Лай юшки, отбежавший к деревьям, заставил нескольких из них насторожиться. «Новара! Новара!» переглянулись трое. Неспеша эти трое отделились от общей массы и направились к лесу, где заметившая их юшка заскулила и бросилась бежать. Она прямо-таки пролетела мимо Яны, задевая ее боком. Стрелка застонала и приоткрыла глаза. Юшка бесновалась рядом, то и дело привлекая кого-то лаем и мечась по поляне туда-сюда. Стрелка подняла голову, попыталась сфокусировать взгляд. К ней кто-то приближался. Волкова видела невысокие силуэты, а когда смогла разглядеть дотронувшееся до нее существо, то от ужаса и омерзения вырубилась уже основательно. Девушка не почувствовала, как рвется стягивающая ее проволока и не видела, как трое карликов одним усилием воли подняли ее тело над землей и по воздуху покатили к своим сородичам, которые проделывали то же самое с обездвиженными наемниками и их рабами. Многие гунда гуд приговаривал на смеси трех языков, бегал и суетился вокруг носильщиков тот карлик, который из двери венткамеры руководил всем процессом. В руках у него была пластиковая баклажка из-под пива, почти доверху наполненная человеческими и собачьими зубами. Иногда он встряхивал ее, и бутылка издавала специфическое громыхание. В процессе без лишней суеты прошагала через огороженную сеткой площадку и на работающий радар никто из карликов внимания не обратил. По одному, не спеша, карлики степенно протолкнули тела людей в дверной проем и также плавно направили их по лестнице вниз. Позади себя они не оставили ни единого следа для возможного поиска или спасательной операции. Яна пришла в себя, потому что сильный толчок и новая волна боли заставили ее тело изогнуться. Ее бросили на металлический стол, что был весь в каких-то зазубренных и неровностях. Таких столов здесь имелся целый ряд, и на некоторых из них лежали тела. Помещение, в котором находились столы, было обширным и темным. Судя по некоторым признакам, оно принадлежало какой-то лаборатории или столовой, откуда все посторонние предметы были выброшены. Бюреры оставили лишь самое необходимое, а именно столы для разделки мяса. Сразу по три карлика бросились к пленникам со всех сторон, оттиснув на задний план тех, которые доставили их сюда. Очевидно, какие-то потери сил у охотников имели место, потому что они с видимым облегчением отошли в сторону, пока их жертвы другие члены подземной общины пристегивали и привязывали к столам. Закончив привязывать пленных, Бюреры расступились, давая оценить свою работу карлику с баклажкой. Встряхнув ей, он что-то прокричал и сделал какие-то непонятные жесты в сторону двустворчатой двери помещения. Они распахнулись, и Яна увидела освещенный непонятно чем большой зал, посреди которого возвышалось почти прямоугольное нагромождение, состоящее из разнообразного приглядевшись, Волкова с отвращением поняла, что оно состоит из костей, оружия и остатков одежды, не считая обычного железного и пластикового хлама. Больше она разглядеть не успела ничего, потому что проход закрыла тушу уродливой и страшно располневшей бюрерской самки, восседающей на некоем подобии инвалидного кресла на колесах. И катил это кресло вполне обычный человек, одетый в поношенную зеленую форму банковского охранника. Это был парень невысокого роста, щуплый и имеющий очки. Лицо его не было пустым и грязным, как у рабов. Нет, он выглядел вполне прилично и казалось, что компания бюреров не вызывает у него ни страха, ни отвращения. Докатив тележку с маткой, так Волкова окрестила при себя страшное существо, до первого занятого стола, парень остановился и равнодушно оглядел пленников, задержав на Яне взгляд только потому, что она единственная была в сознании. Впрочем, в сознании был еще и Захар, но пошевелиться он практически не мог, дышал с трудом и был красным, как вареный рак. Очевидно, у него было страшное внутреннее давление, кровь текла из носа и ушей, глаза тоже налились кровью, он стонал, дышал с присвистом и, вероятно, ничего уже не соображал. «Семь!» закричала матка и захлопала в ладоши. «Сор! Семь! Сор!» «А сейчас!» пробормотал парень в очках и нажал что-то на ПДА, висящем на ее дряблой шее. Дурацкая мелодия из рекламы матке и присутствующим нравилась, они подвывали и пританцовывали под нее. Очкастый и Яна были вынуждены дослушать и досмотреть до конца весь этот бред, после чего карлик с баклажкой подошел к ближней к матке столешнице, на которой лежала негритянка. «Ватт?» спросила матка нетерпеливо. «Гунда!» «Черная гунда!» «Еда!» перебила матка. «Еда!» согласился очкастый. «Черный гунда!» «Черный еда!» повторила матка. «Ништунка!» «Еда!» Из толпы карликов выскочили затачивались которые по всей видимости не на точильном камне, а вручную об асфальт или что-то похожее. Подбежав к негритянке, они несколькими уверенными движениями избавили ее от одежды, не испортив, однако, при этом ни ПДА, ни аптечку, ни иные мелкие ценности, необходимые каждому сталкеру. Добычу они сваливали возле двустворчатых дверей, где уже был целый ворох, состоящий из одежды и оружия пленников. У одного из карликов плохо получилось справиться с ботинком Грейс, и он ударил по голени наемницы своим крюком. От боли негритянка пришла в себя, дико закричала, задергалась, ремни, удерживающие ее на столе, врезались вплоть, но выдержали. Карлик же, не обращая никакого внимания на крики и дергание жертвы, методично дорубил ногу до конца, после чего прямо здесь сел на пол и начал неспеша освобождать от нее ботинок, распутывая шнурки и помогая себе очкастый смотрел на это совершенно равнодушно, тем более, что Грейс уже не кричала, снова вырубившись и пуская кровь из почти откушенной нижней губы. «Бат, кунда! Еда!» крикнула матка. «Толмаш!» Услышав это, карлик с зубной баклажкой кивнул ей, подбежал к негритянке и одним точным ударом разрезал живот крюком, который вытащил из-за пояса. Запустив руку с желтыми обгрызенными ногтями внутрь, он вытащил какой-то орган и с криком поднял его над головой, поворачиваясь ко всем. Толпа карликов восторженно взвыла, и он бросил это тому, кто, по его мнению, издал звук более громкий. «Гунда! Черная еда!» крикнул Толмаш повторно, пихнул ногой возящегося со ступней негритянки карлика, призывая его к действию. Карлик нехотя отложил ботинок, поднялся на ноги и вместе со своим напарником смотряя в толпу куски примерно одинакового размера. От увиденного Яну едва не стошнило, она с ужасом смотрела на людоедов, но больше всего ее поразил очкастый парень, что-то нашептывающее толстой и довольно урчащей матке. От Грейс не осталось ничего, кроме особенно крупных костей и кишечника, которые небрежно свалили под стол, где кто-то завозился, зачавкал. Волкова подумала, что спит и видит свой самый страшный кошмар. Такого она не могла даже представить. «Мамука!» позвал жирную самку толмаж, хлопая по животу траву, которая была следующей. «Хавчик!» «Хавчик!» покосилась на очкастого матка. «Хавчик!» кивнул тот, рассматривая упитанную траву, произнес слово для обучения. «Вкусная еда!» «Гунда!» «Еда!» «Вкусна!» «Гунда!» «Вкусна!» «Гунда!» закричали карлики. Траву начали потрошить так же, как и Грейс, но перед этим наткнулись на плитку шоколада у нее в кармане. Матка, завидев это, вскочила на ноги с яростью и блеском в глазах, протянув руку в направлении травы, отчего почти столкилограммовый стол сдвинулся на десяток сантиметров. Испуганные парни с курьками быстро принесли ей шоколад, который матка начала разрывать зубами. Обертка не поддавалась, матка начала беситься и топать ногами. Очкастый дернулся по мочи, но она его оттолкнула. Промаявшись так некоторое время, матка все-таки позволила ему надорвать обертку по отрывочной линии, после чего засунула плитку в рот. «Вкусно, хавчик!» – довольна, сказала она и, повернувшись к очкастому, одной рукой схватила его за грудки. «Семь, сор!» Парень закивал и опять нажал нужные кнопки на ПДА. Снова идиотская мелодия в сочетании с местным и без того отвратительным воздухом. Карлики начали дергаться в такт, а повара бросать им куски кожи и костей, потому что мясо расчленяемые наемницы аккуратно складывали в таз, на дне которого голубоватым светом выделялся артефакт. Толпа бюреров видела это, но по данному поводу не роптало. Только дети, сначала пытающиеся выпросить у мясников еды и ее не получившие, проявили недовольство, которое вылилось в тщательном обыске вещмешков и рюкзаков захваченных людей. К своей великой радости они нашли несколько банок консервов и устроили из-за них драку, которую пришлось разнимать толмашу пинками и воплями, что он сопровождал тряской своей волшебной баклажки. В итоге детеныши с одной банкой консервов уселись в углу помещения и по очереди принялись тереть ее обетонный пол. Открыть банку за специальное кольцо они, естественно, не догадались, а Ачкастый решил не вмешиваться. «Бат, Гунда!» показала крючковатым пальцем матка на Захара. «Не кассерва!» «Штунка!» добавил карлик с баклажкой и тряхнул ей. Карлики захохотали, запрыгали, потому что увидели мокрые штаны. Брезгливо даже для карликов разрезав одежду на пленнике, один из мясников недовольно начал тыкать в ногу Захара крюком, показывая, что она испачкана в испражнениях. Матка тоже невольно заурчала и взглянула на Ачкастого. Тот понятливо кивнул и бегом направился в комнату с кучей мусора, приволок оттуда резиновый шланг. Повернув кран на его конце, направил струю кипятка на пол, попадая под стол, где до этого лежала трава. Раздался виск, возня, и оттуда, ковыляя на двух передних ногах, выползла слепая собака. Садние ноги у собаки были не то перебиты, не то искалечены, так, что безжизненно волочились по земле. За ней тянулись кишки травы, которые она изо рта не выпускала. Карлики засмеялись еще сильнее, даже толстая матка ухмыльнулась при виде этого. Собака ползла, оставляя широкую кровавую полосу после себя, остановилась подальше от этого места и улеглась на те же кишки, продолжая их обсасывать. Яна почувствовала, что сейчас может захлебнуться в собственной рвоте, но опять смогла сдержаться. Сердце ее колотилось с такой силой, что казалось, будто организм вырабатывает адреналин на всю жизнь вперед. Толмаш вырвал у очкастого шланга и направил на Захара, погружая его в облако пара. Запахло теплой мочой. Захар замычал, задвигался. Толмаш тоже начал кричать и топать ногами. Сообразив, в чем дело, очкастый перекрыл кран, но карлик шланг ему не отдал, а попытался сам справиться с маховиком. У него ничего не вышло, и он отбросил шланг как ненужную вещь. Очкастый потащил его обратно. Матка сделала знак к мясникам. С Захаром покончили столь же оперативно, только перерубленный бетонной балкой хребет сразу разделили на части, какие-то из них отдав детям, а какие-то пристроив к мусорному фетишу в соседней комнате. Настала очередь спицы. Наемница как раз начала приходить в себя. Увидев перед собой лицо Толмаша, она очухалась окончательно, хрипло вскрикнула, попыталась сесть. У нее это не вышло. Она завертела головой, заругалась, увидела толпу карликов, увидела Яну на соседнем столе. Эй, что это? Где мы? Задергалась она. Эй, развяжите меня, спасите, трава! Съели твою траву, спокойно сказал очкастый и переглянулся с маткой. Как съели? А ты кто? Эй, развяжи меня, ты же... Ты Серега, погоняла золотой, мы тебя должны спасать были. Должны, улыбнулся золотой Серега не совсем весело и отвернулся. Бат, гунда! закричал толмаж и ударил спицу баклажкой по голове. Она закричала, упала на спину, повернулась к Яне. Эй, что тут такое? Спаси меня, извини меня, задыхаясь и корчась обратилась она к ней. Тут же дернулась в другую сторону, пытаясь освободиться и хрипло с надрывом закричала, пробовала порвать путы и только рассмешила этим присутствующих бюреров. На ее крики даже прибежали из своего угла дети и начали играясь выкручивать ей пальцы на ноге. Эй, уйди, отпустите меня, вы что же? голосила наемница и Яна безвольно опустила голову на стол. Это был конец. Бесславный и такой вот жуткий. Волкова ошибалась. Все виденное до этого было еще не самым страшным. Косерва, решительно произнес толмаш, тыча окровавленным пальцем в сильные ноги спицы. Гуд, консерва. Очкастый понятливо кивнул и исчез в неизвестном направлении. Шаман Карликов тем временем подошел к Яне и начал ощупывать ее лицо и голые руки, покрытые синяками и ссадинами. Недовольное лицо его прямо-таки говорило, что Волкова плохая гунда, шнутка, что годится только для еды. Стрелку это успокоило, потому что она уже начала подозревать, чем здесь могут являться консервы. Самые дикие ее предположения оправдались. Очкастый Серега прикатил некий агрегат, похожий на детскую коляску. Только этот был шире, имел бесчисленное множество каких-то лямок, хомутов и ремней, а также три различные по диаметру трубки. Выглядел золотой еще более подавленно, прятал глаза, однако продолжал делать свое дело. «Эй, что это? Вы чего? Ты, урод очкастый! Продался, сука!» завопила спица. Толмаж отошел от яны и, развернувшись к спице, приподнял обе руки. Тело наемницы резко дернулось вверх, ремни натянулись, едва не отрывая стол от пола. Спица закричала еще громче, Толмаж отпустил ее, спица упала обратно. Мясники тут же подскочили к ней, быстро освободили отпут и пересадили в кресло, зажав руки и ноги в специальных креплениях, руки в плечах, а ноги почему-то у самого паха. Очкастый отошел подальше, почти спрятался за маткой, а Толмаж своим крюком несколькими точными ударами отсек у спицы одну ногу. Завывая, чтобы перекричать пленницу и морщись от потоков крови, мясники быстро перевязали ее рану тряпкой, причем внутрь вложили какой-то артефакт. Кровь течь перестала, а судя по тому, что спица недоуменно уставилась на обрубок, прекратилась и боль. «Гуд консява!» похвалил Толмаж, ударив по второй ноге. Спица заревела опять, проклиная вместе с карликами даже Яну, с не меньшим ужасом наблюдавшую все это. Со второй ногой пошло все не так гладко. Толмажу рубить было не с руки, и он передвинулся на другое место, пока спица избивалась в своем кресле. Закончив с ногами и отправив их в таз холодильник, Толмаж таким же образом отделил руки. После этого мясники подвели и втолкнули вниз живота спицы две резиновые трубки, а третью пропихнули ей глубоко в горло, перед этим задрав голову вверх и зафиксировав железной распоркой. К этой трубке была приделана воронка, и Яна наконец полностью осознала, что означает словосочетание «живые консервы». Невольно она вспомнила, что в одной газете уже читала об антигуманном производстве гусиной печенки. Целый конвейер птиц кормят, но держат их тела в неподвижности, и даже еду, подчас недостаточно остывшую, совершенно равнодушно заливают в похожий пищеприемник. В итоге вместе с деликатесом из жирной печени едок получает концентрат страданий. Здесь же вполне реально было питаться пленникам по частям, которые из-за артефакта будут постоянно регенерировать или восстанавливаться. Очкастый увез мычащую и уже скорее всего сошедшую с ума спицу, а Толмаш подступил к самой Яне. Волкова закрыла глаза, едва сдерживаясь, чтобы не впасть в истерику. Хотя это было бы все равно, что просить пощады у механического приспособления или у ста и бродячих собак. Крики и дергания жертвы для них были бы всего лишь мелким неудобством. Стрелка решила, во что бы то ни стало попытаться покалечить шамана, если ей удастся освободить хоть одну руку. Бат, гунда, но, кассерва, опять на смеси русском и английском и своим бюрверском проскрепил Толмаш и разорвал на груди волковой майку. В этот же момент он отпрянул и уронил баклажку. Мамука тоже выдохнула какой-то жалобный звук, запричитала, забормотала. Бохан, Бохан, гунда, раздалось со всех сторон, с каждым разом усиливаясь. Карлики скандировали эти два слова и отступали от стола подальше. Толмаш вдруг издал вопль радости, смеясь и бормоча что-то в извиняющемся тоне, быстро освободил Яну и попытался снова надеть на нее майку. Девушка оттолкнула карлика и оделась сама, по пути машинально связывая разорванную бечевку материнского кулона. «Бохан, гунда, Бохан!» хором вскричали бюреры, оглушив золотого, вернувшегося и без того немного испуганного их криками. Толмаш указал ему на стрелку и со злостью затопал ногами. «Бохан, гунда!» раскрежетал он зубами. «Но, еда, бохан!» «Ого, агент Монолита!» уважительно покачал головой очкарик, глядя на Яну уже совсем по-другому. «Е-моё, а что же ты раньше молчала?» Волкова была от этого шокирована едва ли не больше всех присутствующих. Она стояла с полуоткрытым ртом, жадно втягивала в себя смрад подземелья, который, правда, сейчас казался ей самым чистым и самым лучшим воздухом в мире. Руки она держала поднятыми, одной придерживая майку и закрывая грудь, а другой нервно теребя кулон, который, как ей показалось, снова стал теплым и даже немного светился. Толмаш подскочил к ней и что-то забубнил, однако в данный момент стрелку больше занимал вопрос, как отсюда быстрее уйти. Очкастый Серега тем временем сам ответил Заяну на свои же вопросы. Понятно, ты ранена, поэтому не говорила. Наверное, первый раз в таком обществе. Это кто тебя так? Они? Кивнув в сторону вещей наемников у двери. Или эти низкорослые выродки? Волкова не ответила, глядя то на него, то на кучу хлама за его спиной. Кулон заставлял что-то на груди со страшной силой чесаться. Раньше такого не было. Яна терпела и вообще сопротивлялась возможному обмороку лишь потому, что ноги у нее страшно болели. Затекшие до этого, сейчас они испытывали уколы миллиона булавок. Очкастый подошел ближе, подняв с пола ворох одежды и положив рядом со стрелкой. Умоляю, хоть ты не бросай меня, я уже не могу им дальше служить. А ты видела, что со мной будет? Да и с любым, взмолился он. Тут даже один раз спецназ был. Этот ублюдок с баклажкой поднял в воздух оба взвода. Один, а остальных добила эта куча говна на телеге. Почему смогла выдохнуть яма? Это же не люди, они не понимают нас. У них свои правила и своя культура, с надрывом продолжил очкастый. Я им только «Ну что тебе стоит? Возьми меня с собой». Мамука завозилась, недовольно зарычала. «Бохан, это что по-ихнему?» напряглась Яна. «Монолит! Ведь ты же человек монолита, агент монолита! Это сила!» Тут Серегу оттеснил толмаж с вполне искренней улыбкой, предлагая стрелки свежего мяса и закровавленного тазика. Яна судорожно сглотнула и отказалась, переведя внимание на ворох тряпья, кое-как отыскала неразрезанную и неиспачканную одежду. Толмаж не успокоился и вытащил откуда-то из-под складок своего балахона связку сушеных крыс. «Штунки! Штунки! Вкусная еда!» потряс он ими перед лицом Волковой. Потом, видя, что крысы аппетита девушки не вызвали, вытащил из-под стола слепого пса-инвалида, держа его за загривок рукой, а не телекинезом. «Новара! Еда!» Яна отказалась и от сочного слепого навара, более твердо покачала головой и отодвинула толмаша, думая, что даже играть в русскую рулетку, наверное, не так страшно, как общаться с этими маленькими жестокими человечками. Одевшись и замотав тряпкой кровоточащее ухо, стрелка показала на свой ФН-220, который уже украшал мусорный фетиш в соседнем помещении. Однако Золотой покачал головой, давая понять, что это уже бесполезно. Толмаш, словно подтверждая это, попрыгал и погремел баклажкой. Волкова вздохнула. Она потеряла буквально все, от оружия до чуда ПДА. Ей посчастливилось только в том, что конфискованные грейс-берцы находились в рюкзаке негритянки, и бюреры их не тронули. Но самое главное, что она была жива. Эти страшные и странные существа даже называли ее агентом Монолита. Внезапно голова девушки загружилась, стрелка чуть не упала, и Толмаш вовремя подхватил ее с помощью телекинеза, аккуратно положил назад на стол. «Она ранена!» услышала девушка голос Ачкастова и на две минуты впала в забытье. Приоткрыв глаза, стрелка увидела, что Толмаш подносит к ее голове артефакт, похожий на те, что он прислонял к культам спицы. «Мне надо уйти отсюда!» увидела Яна, маячившего за ней золотого. «Ты понял?» «Понял, понял!» закивал он. «Возьми меня с собой!» «Хорошо!» пообещала Яна, чувствуя, как сдвинула с места какой-то механизм. Она назвала это «жернова судьбы», потому что вдруг почувствовала зависимость от данного обещания. Парня теперь надо было вытаскивать, а ведь каких-то пять минут назад она была готова убить его за то, что он Халуйский прислуживал людоедам. «Впрочем, что еще можно ожидать от человека в такой ситуации?» равнодушно подумала она. «Не успеешь передернуть затвор, как тот же толмаж размажет тебя по стенке, даже не прибегая для этого к физической силе». От артефакта, приложенного к голове, в Яну вливалась какая-то энергия. Девушка за каких-то полминуты почувствовала себя лучше, уселась на разделочном столе, обводя помещение мутным взглядом. За то время, что она была в отключке, бюреры в своем большинстве разошлись, по пути прихватив с собой всю сталкерскую одежду, оружие и тазы с мясом. По поводу последних Волкова абсолютно не переживала, а вот оружие и еще больше свобода требовались как воздух. Как отсюда выбраться, крикнула она Золотому, который опять что-то выискивал в ПДА толстой бюрерши. Я сейчас ее отвлеку, а потом пойду. Ты иди сразу за мной, может нас вдвоем они пропустят, сказал Золотой, зарядив матке очередной рекламный шлягер. Толмаш, внимательно за этим следивший, подошел ближе и вместе с маткой начал прислушиваться. Золотой осторожно обошел его, приблизился к Яне, которая уже стояла возле выхода, обыкновенные двери расположены напротив двухстворчатой. Где нам взять оружие? почти шепотом спросила она. Найдем, махнул рукой Серега, в этих местах оружие вагон, у зомби попросим. Волкова не поняла его последней фразы, но уточнять пока ничего не стала. Дождавшись его и пропустив впереди себя, она улыбнулась Толмашу, который бросил на нее быстрый взгляд и ёркнула за Сталкером. Беглецы быстро проследовали по зловонным коридорам подземной лаборатории, так во всяком случае решила Стрелка, спотыкаясь о детей, поскальзываясь на чем-то и хрустя мелкими костями. Их никто не остановил, однако когда они подошли к лестнице, явно выводящей на поверхность, золотой застыл как вкопанный. Вот уродство! Проклятье! выругался он и присел на ступени. Кирдык нам! Что такое? Почему? Испугалась Стрелка. Там же излучатель, радар этот гребаный. Не пройдем и пяти метров, как крышу снесет, пожаловался золотой. Он вроде как по часам работает, вспомнила Яна. И что? Поднял на нее глаза Серега. У тебя есть часы? Я тоже не знаю, сколько времени. Да и по каким часам он отключается, не знаю. Думаю, что он вообще включается и отключается методом случайного выбора, чтобы оградить отсталкеров. Яна тоже присела рядом. Свобода была совсем рядом, за железной дверью, обитой жестью и местами простреленной. А ведро вдруг вспомнила девушка. Что ведро? с досадой скривился золотой. Какое ведро? Я слышала, что если надеть на голову ведро, парень вскочил на ноги. Точно! закричал он. Я тоже слышал про такой способ. Главное, чтобы голова была внутри, чтобы излучение не достало. Я даже знаю, где его взять. Он метнулся куда-то под лестницу, в подсобку, где чем-то загрохотал. Вскоре он появился с дырявым и ржавым предметом хозинитаря, у которого не имелось даже ручки. Однако оно было металлическим, а не пластмассовым, и это обнадеживало больше всего. «Ну, пойдешь первая?» спросил он нетерпеливо. Волкова кивнула и открыла дверь венткамеры. Выглянув на улицу, она ойкнула и быстро закрыла ее. «Эй, что там?» испугался золотой. «Ночь уже!» зомби!» Пространство между будкой и заборами сетки было ярко освещено двумя фонарями, расположенными на стене стоящего рядом здания. Несколько зомби толкались возле сломанных ворот ограждения, трое топтались на месте, просто разбросанные по разным местам. Оценив это, золотой заговорщицкий подмигнул Яне. «Ерунда! Что они нам сделают?» сказал он. Яна видела оружие в руках некоторых из них, молча указала на него. Серега махнул рукой. «Давай я пойду первый. Покажу, как тут надо обходить зомби». Волкова согласилась. Выбора все равно не было. «Главное, чтобы не производить резких движений и не кричать. Тогда они посчитают за своего», объяснил Сергей, одевая ведро на голову и делая шаг из кирпичной будки. Его слегка пошатнуло, он с присвистом выдохнул воздух, но выстоял и потом двинулся дальше. До спасительных ворот вообще было около ста метров. Даже напавшие на Яну и Юрася зомби быстро миновали их. Однако Золотому идти было намного труднее. Во-первых, он сам не был зомби, а лишь косил под них. И во-вторых, двигаться приходилось медленно и осторожно, ибо любое резкое движение могло привлечь внимание. Золотой Совершенно неожиданно путь ему загородил зомби в разорванной форме сталкера Свободы, смычанием приковылявшей со стороны опоры. Золотой чуть не уперся в него, вовремя сообразил и отступил. Зомби недовольно зарычал, лениво махнул рукой и застыл невидящим взглядом буря стену плотины. Золотой ствинулся еще на пару метров вправо, остановился, повертел головой, стараясь поймать Свободовцем. Тем временем позади себя Волкова услышала шум от далекого, но все время приближающегося движения. Не надо было иметь профессорский ум, чтобы догадаться, кто произвел этот шум. С замиранием сердца и даже какой-то внутренней обреченностью Яна подумала о своем последнем бое. А его придется выдержать и, скорее всего, он будет проигран. Серега тем временем сдал еще на несколько метров вправо и снял ведро с головы. Улыбка на его лице показала, что в зомбаря он не превратился и что нашел местность, незатрагиваемую радаром. Яна мысленно выругалась, осознавая, что она и сама могла бы определить это, если бы подключила свой талант обнаружения аномалий. Местность тотчас же разделилась перед ней на две разные сферы, нормальную и ту, попадание в которую означало потерю рассудка. Буквально за три метра от будки граница заканчивалась. Она шла исключительно вдоль стены, мимо резервуаров, упираясь в забор, где тоже почему-то обрывалась. Осталось каким-то образом преодолеть эти три метра, а дальше целое поле и высоковольтные опоры посреди него были свободными. Но, как всегда бывает в таких случаях, маленький просчет или недоработка спутали все карты. Яна не могла покинуть будку без защиты над головой, а тот, кто обладал этой защитой, воодушевившись успехом и, естественно, не догадавшись бросить ведро назад, шагнул в зону радара. Серегу словно скосило. Он резко осел на землю и остался на ней. Зомби он пока не стал, иначе присоединился бы к остальным, но вырубился точно, и теперь Яне предстояло самой разбираться со своими проблемами. Которые, кстати, уже подошли к лестнице и снизу смотрели на нее круглыми желтыми глазами. Толмаш был во главе их и никаких действий не принимал. Девушка отошла в сторону, давая ему пройти. Карлик издал какое-то хрюканье, пропустил перед собой группу охотников. Карлики медленно и осторожно рассредоточились по освещенной площадке, внося смятение в ряды зомби, так как двигались плавно и не спеша, но отличались ростом. Некоторые из них среагировали и подняли свое оружие. Оказывается, в таких случаях и требовался жрец с пластиковой бутылкой, толмаш. Вооруженные мертвецы поднялись в воздух и застыли в нем на высоте одного метра. Остальные, невооруженные зомби, упали навзничь и лишь слегка дергались, пытаясь то ли подняться, то ли просто совершая какие-то конвульсии. Карлики всей толпой подбежали к первому вооруженному зомби, вырвали из руки автомат, затем сделали это и с остальными. Побросав оружие в кучу, они осмотрели все лежащие на земле и висящие в воздухе тела, после чего выбрали пятерых наиболее здоровых по внешнему виду и быстро подхватили их на руки. Еще один карлик телекинезом поднял оружие и... ведро. Процессия прошла мимо Яны, полушепотом повторив Бухангунда. Талмаш расслабился и замороженные зомби оттаяли. Стрелка поняла, что снова требуется ее вмешательство и тронула главного жреца за плечо. Талмаш! Карлик резко обернулся. Яна успела задержать рукой тех карликов, которые внесли в дверь обездвиженного золотого. Моя еда! Моя вкусная навара! сказала Волкова, указывая на Серегу. Карлики переглянулись и расхохотались. «Новара! Вкусно! Новара!» веселились они и бросили золотого так, что Яна поморщилась. Парень ударился головой. Легкое сотрясение это как минимум. «Бухангунда сей навара!» повторил Талмаш и закивал. Потом, не прощаясь, двинулся вниз. Карлики, оставшиеся без ножи, засеменили следом, помогая телекинезом тем, кто был занят. Но Яна остановила еще одного, того, кто нес оружие и ведро. Карлик закричал от неожиданности. Талмаш развернулся, взгляд его выражал раздражение и гнев. «Бат!» крикнул он и Волкова сообразила. Шаман спросил «Вот!» Она показала на оружие. Карлик зло покачал головой, добавил слово «Бухангунда». Тогда стрелка ухватила рукой ведро, понимая, что оружие у них ценится все-таки для какого-то мусорного фетиша, а ржавое ведро не подойдет даже для мяса. Карлик однако не торопился с ответом, и Яна на вытянутой руке показала ему артефакт, который так сильно помог ей избавиться от головной боли. Талмаш внимательно посмотрел на девушку, поднялся на площадку, осмотрел ведро со всех сторон и бросил его перед ногами стрелки, попав лежащему Сереге по руке. Затем схватил артефакт и не оглядываясь спустился по лестнице, растворился в темноте коридора, уводя за собой остальных. Яна осталась в полнейшей тишине, мучаясь вопросом, что делать дальше. У нее на руках было ведро против излучения и сталкер, которому она дала обещание, но который может быть и не являлся уже полноценным человеком, так как сам залез под радар. Ладно, Золотой, пробормотала она, прорвемся. Нацепив на голову ведро, Волкова сразу отметила расстояние и вышла из будки. Что-то словно сдавило ее голову тисками, но это было не больно, не смертельно, только слегка кружилась голова и зудела кожа, по которой раньше стекала кровь из уха. Яна равнодушно подумала, что это из-за того, что кровь там подсохла. Встряхнувшись и отогнав ненужные мысли, она неспеша достигла границы воздействия излучателя, сняла ведро, огляделась. Зомби сейчас всей толпой стояли посередине освещенной площадки, вертя головами во все стороны. Они были похожи на группу освещающихся строителей. Яна почему-то больше их не боялась. Она вернулась к Сереге, что уже не лежал пластом, а был повернут на бок и стонал, держась за голову и руку. «Эй, что со мной было?» прокряхтел он. «Почему у меня палец сломан? Как я снова здесь очутился?» Волкова присела на корточке рядом с ним. «Ты снял с головы защиту?» «Ничего, главное, не делай это снова. Я пройду и брошу тебе ведро. Понял?» Через пять минут они стояли позади будки в полной безопасности. «Голова болит, вообще не могу», пожаловался Серега, держась за лоб. «Значит, эти уроды уронили меня?» «Бросили», исправила Яна, вздыхая. «Куда теперь?» «У нас нет даже ножа». «Я бы помог, но из меня сейчас боец плохой», покачал головой Серега. «Предлагаю забрать оружие у зомби». «Обыскать или попросить?» скептически скривилась Яна. «Обыскать, наверное», пожал парень плечами. «А что кажется, что они это воспримут как агрессию?» «У них же какие-то рефлексы остались?» не согласилась Волкова. «Стрелять и драться они не забыли». «Ну да», кивнул парень. «Тогда спать. Я даже знаю самое безопасное место». Лестница сохранилась хорошо, потому что была приваренной. Через несколько минут путники спали очень крепким сном, заняв самое безопасное место в радиусе по крайней мере трех километров. И это место было на крыше будки из красного кирпича, той самой, которая закрывала вход в логово карликов и защищалась со всех сторон смертоносным излучением и сталкерами с выжженными мозгами. Очнулась Яна от того, что собака лаяла и лаяла и не собиралась этого прекращать. Еще не открывая глаза, девушка быстро воссоздала в памяти события вчерашнего дня, прислушалась к ощущениям своего тела. Голова болела ужасно, а из уха на рукав натекла красноватая жидкость. С этим надо было что-то срочно делать. Артефакт, который пришлось отдать карликам в обмен на золотого, мог бы помочь, но Яна совершенно не знала, как он называется и рядом с какой аномалией его искать. Серега лежал рядом, его вид тоже не вызывал положительных эмоций, так как от сотрясения или кратковременного действия радара, его несколько раз рвало и под глазами были синие круги. Вдобавок парня трясло как в лихорадке. Яна бросила взгляд на небо, по его освещенности определила, что времени может быть около пяти часов утра. Только после этого она посмотрела на источник раздражения, который лаял и бегал вдоль забора метрах в пяти десять от будки. Зомби собирались там и через сетку наблюдали за юшкой, которая бесновалась из-за этого, но внутрь проникнуть естественно не решались. А огромную дыру в сетке девушка обнаружила совсем недалеко от того места, и она тоже не была затронута излучением. В очередной раз, потеряв ногтями жутко искусанную комарами шею и лицо, Яна растолкала Серегу. «Если пройдем мимо них, то я знаю, где он принял сидячее положение. Я тоже знаю, пробормотал он, по периметру пройдем на зомбари со стволами, главное на снорков не нарваться». Они медленно спустились на землю, оставшись для зомби незамеченными, неспеша и плавно приблизились к ним сзади, обнаружив несколько тел на земле. Эти мертвецы подавали еле ощутимые признаки жизни. Выглядели они очень плохо и умирали от обыкновенного физического истощения. Радар выжигал вместе с мозгами саму мысль о том, что еду можно добыть самому, а не полагаться полностью на сухпоек. Почему-то Яна была уверена, что с упаковкой галет зомби справился бы запросто. «Вот и оружие», тихо сказал Золотой, наклоняясь к первому мертвецу и отцепляя у него с пояса нож. У другого стрелка нашла кобуру, но перед этим правда пришлось потрудиться, отрезая ремень с ней от мокрых и рваных штанов. Еще одного зомби они обошли стороной, потому что он был желто-черный и ужасно вонял, хотя еще совершал какие-то хаотичные движения. Вероятно у него была смертельно развитая гангрена или другая болезнь, которая сразу не убивала, а заставляла человека гнить заживо. Несчастные люди, пробормотал Серега, косясь на южку, которая, увидев наконец хозяина, начала высоко подпрыгивать и тем самым очень выгодно отвлекать зомби. Да, согласилась стрелка сухо. По идее их надо, как бы это сказать, освободить, произнес золотой. Вперед, огрызнулась девушка, цепляя на себя ремень и морщаясь от боли в избитом теле. Напарник хмыкнул, но не торопился отбирать оружие у зомби, который повернулся на звук голосов. Яна и Золотой застыли на месте, покачиваясь. Зомби оценил это как правильное действие и снова обратил свое одутловатое лицо в сторону собаки. Шум вертолетных лопастей, приближающийся с запада, заставил путников испугаться по-настоящему. Отходим, пробормотал Золотой Пятись. Сюда только рексы залетают. Спецназ, поняла Яна. Они быстро вернулись к будке, так как Юшка, видя, что хозяин опять покидает ее, словно взбесилась и начала бросаться на сетку, полностью завладев вниманием зомби. Однако стоило Ми-24 подлететь ближе, собака скрылась в ближайших кустах. Четырехствольный Якобе 12,7 гулко заработал по обреченным людям, не прошивая их тела свинцом, а вообще разрывая на куски. Так всегда бывает при попадании крупного калибра. Конечности отделяются, будто их отсекают мясницким топором. Искрошив зомби, вертолет пронесся дальше, над всем комплексом радара в сторону Караграда. Яна поняла, что терять время просто недопустимо. «Вперед!» скомандовала она. Работа им предстояла грязная, но необходимая. Обыскав трупы, поругавшись на военных за испорченные стволы и отыскав все-таки пару исправных пистолетов, сталкеры выбежали за территорию сетчатого забора. Им навстречу с громким лаем выскочила собака и принялась прыгать и шутливо хватать Серегу за руки. «Тише, Юшка, уходим отсюда», погладил животный наемник. «Давай туда». По длинной дуге сталкеры обогнули высоковольтную опору с правой стороны и услышали звук возвращающегося герикоптера. Они побежали быстрее, но было уже поздно. С вертолета их заметили и дали предупредительную очередь. Правда, уже не из штатного для Мишки якобы, а из какого-то другого пулемета калибром поменьше. «Вон туда!» крикнул Золотой, показывая в небольшую ложбинку, укрытую со всех сторон низкорослыми деревцами. Однако было поздно. Вертолет завис над головами людей. Сдаться в плен никто не предлагал. В них выстрелили из ракетницы специальным газовым зарядом, который заставлял терять сознание от единственного вдоха. Глава 24. Военные сталкеры Яна пришла в себя одновременно с Серегой. Она встретила взгляд золотого, который тоже лежал лицом в примятой траве, вздернула вверх брови, высказывая свое недоумение. Неужели на том свете встречают именно таким способом? Примятой травой в лицо и высокими берцами, стоящими едва ли не на голове? Нет, вряд ли. Значит, их не убили, а просто усыпили на время. Рядом с ними лежал еще один парень, руки которого тоже были скованы за спиной наручниками. Человек в новом комбинезоне заметил, что сталкеры пришли в себя и свистнул остальным, показывая на Яну пальцем и даже не снимая шлема, к которому, однако, не были подведены трубки закрытого цикла дыхания. Не исключено, что шлем был одет специально для сохранения анонимности. «Гляди-ка, проснулись, а этот ершистый еще спит!» «Нечего было его по почкам долбить», пробурчал второй человек в таком же новом костюме. Он и третий их спутник-близнец сидели на поваленном дереве. «С кого начнем?» Первый сталкер остановился в ногах Яны. «Давай, сержистого!» Он мне, сука, чуть руку не сломал. Надо было вообще выкинуть его с вертолета. Нянчимся тут с ним», пробормотал один из сидящих на бревне. «Ну, с него значит с него», согласился старший. Яна окрестила его так, потому что он находился в стоячем положении. Да и первым попался ей на глаза, не говоря уже о поведении незнакомца. В остальном же сталкеры были полностью одинаковы. Даже глухие голоса звучали из-под забрала их шлемов почти с одной интонацией. Второй, больше стрелка ничего не стала придумывать, поднялся с дерева и подошел к парню, лежащему за Серегой. Пихнул ногой в бок, потом палил из фляжки на окровавленную голову. «Просыпайся, родной, просыпайся!» протянул он и резко отскочил, потому что парень, видимо до этого притворявшийся, постарался легнуть его ногой. «Ох ты, идиот, мы же тебе дарим такой шанс!» выруглся сталкер. Дерзкий и связанный сталкер повернул голову, увидел золотого, а позади него Яну. Его губы исказила усмешка. «И вас взяли! Вот суки! Это же военные сталкеры! Крысы! предатели!» процедил он. «Это они, суки, Леху замочили! И Миху тоже они! Миху Черного!» «Короче, ты не хочешь даже выслушать?» перебил его старший. «Пошел в жопу!» выкрикнул парень. «Я ничего не хочу от вас! Вы нелюди!» Старший вздохнул, наклонился и снял с него наручники. А затем, пока парень еще не успел прийти в себя от удивления, изо всех сил ударил его ногой по ребрам, отправляя в зеленую лужу студня. В схлип аномалии, короткий вопль, и из лужи торчат лишь ноги, отъеденные по колено и часть левой руки. На мгновение Яна почувствовала прямо-таки животный ужас, какой уже испытывала в подземелье бюреров. Однако талисман на груди молчал. Это вселяло надежду, ведь молчал он и там. Следующий, вздохнул старший, носком ботинка брезгливо отправляя в зеленую дымящуюся аномалию останки несчастного. С кого же начать? Давай с него, предложил второй. Третий все так же сидел на сваленом дереве, не отрываясь от своего очень большого ПДА, который занимал все пространство от кисти до плеча. Видимо, вносил карты, что передал им учитель. Вы кто? Эй! Забеспокоился золотой, когда его не грубо, но решительно перевернули лицом вверх и подтащили ближе к аномалии. Мы военные сталкеры, представился старший и посмотрел на Яну, которая сама пыталась повернуться и сесть. Второй выжидающий стоял над ней. Помоги ей! Волковы придали вертикальное положение, подтолкнули к Сереге. Второй остался стоять напротив, а старший присел на корточки. Итак, мы военные сталкеры, вон наш вертолет. Государство подумало и решило, что раковую болезнь, которая есть сталкерство, нужно лечить способом собственного рычага. Клин клином вышибают, верно? Мы сами были сталкерами, но нам сделали предложение, от которого отказываться было глупо. Короче, у вас есть выбор. Сдохнуть сейчас в этом холодце? Пули на вас жалко, а ножом я режу в основном закуску, или же самими стать военными сталкерами, вступить в наши ряды. Что решаем? Яна с Серегой переглянулись. Военные сталкеры? Это было невероятно. Военные сталкеры за всю историю существования зоны считались чем-то очень весомым, практически близким к легенде. Их группа, особняком стоящая и от военных, и от сталкерских кланов, была лучше всех оснащена технически и находилась под самой настоящей государственной защитой. С мнением военных сталкеров были обязаны считаться командиры армейских подразделений, оказывать любую помощь спецназовцы и миротворцы, включая НАТО. В основном именно военные сталкеры осуществляли охрану и транспортировку наиболее ценных правительственных грузов, ученых и иностранных делегаций внутри зоны. Военные сталкеры имели право стрелять в любого неизвестного им или вовремя не представившегося человека внутри периметра, потому что по закону, принятому Евросоюзом в 2007 году, людей в зоне не должно было находиться из-за ее радиоактивного и биологического заражения. Проникшие туда являлись террористами. Поэтому миротворцы и федеральные войска заранее предупреждали руководство военных проводников о своих рейдах, торговцы предпочитали не ссориться, обычные сталкеры обходили стороной. Да и братва поддерживала с ними нейтралитет, потому что ребята из этой команды держались друг за друга, как на самой реальной войне, и всегда были анонимны. За всю историю не удалось вычислить имени ни одного живого военного сталкера, если только он сам не позволял сделать этого. Элита, небожители, неприкасаемые, вот кем предлагал стать Яне и Сереге человек в очень дорогом комбинезоне. Вы это серьезно? Пришел в себя золотой, а Волкова нервно покосилась на аномалию. Абсолютно, мотнул головой старший. Но ведь мы, мы не военные, я вообще наемник, бывший, то есть даже не наемник, а так помогал им кое в чем, воскликнул Серега. Оружие держать умеешь, руки-ноги есть, зону знаешь, значит и сталкером сможешь быть. Если не получится, зона покажет. Всегда другого найдем, выдал второй, пока первый сверлил пленников взглядом. Так, ясно, теперь девушка. Старший перевел взгляд на стрелку. Яна поняла, что ничего не теряет, она и так потеряла все, что можно, а лужа из вещества, которая растворяет тело за считанные секунды, была всего в паре шагов. Конечно, согласна, буркнула она, только меня вам придется заштопать, и развернулась, показав, что из уха опять сочится кровь, а вся спина и плечи представляют сплошной синяк. Это не страшно. Молодцы, старший поднялся на ноги с очень довольным видом, хлопнул в ладоши. Добро пожаловать на службу. Третий незнакомец наконец встал с бревна и сделал шаг в направлении спутников. Волкова даже не успела заметить, как он захлопнул крышку своего странного ПДА, одновременно с этим вытащив маленький пистолет-инъектор. Два приглушенных хлопка отправили Яну Волкову и бывшего наемника Серегу в безмятежный наркотический сон. Яна вынурнула из забытия и обнаружила, что находится на больничной кушетке. Одной рукой она была прикована наручниками к стене, в которую предусмотрительно был вмонтирован монтажный анкер с кольцом. Другая была свободна, но весь прикол заключался в том, что на свободной руке девушка практически лежала, то есть прижимала ее к стене. Человек, так упаковавший ее, знал свое дело. «Проснулась?» «Быстро ты!» «Значит, сильная, молодая!» «Я на тебя даже поставил и выиграл!» сказал кто-то веселым голосом. Яна повернула голову вправо и увидела молодого черноволосого парня, у которого медицинский халат был наброшен на новый зеленый камуфляж. «Что у них, все новое или они все новички?» мелькнула устрелки в голове, а парень, будто бы услышав ее немой вопрос, махнул рукой. «Ты не думай, что я слишком молодой для полевого врача. Я уже здесь, в зоне человек десять с того света вытянул. Вон, глянь, моя личная коллекция». Яна невольно послушалась и увидела большой во всю стену стеклянный шкаф, полностью заставленный контейнерами и ванночками с разными артефактами, причем некоторые из них были настолько редкими, что даже бывалые сталкеры и участники интернет-форумов сомневались в их существовании. «Ну, а раз ты оклемалась, то пора освобождать тебя. Тебя Стеценко ждет, да и остальные из-за этого тоже». «Какой Стеценко?» прохрепела ошеломленный от всего этого Яна. «Командир базы обучения. Он всегда первым беседует с новичками. И всегда сразу со всеми, чтобы избежать повторений», объяснил врач, почесывая бородку. «Он вообще решает проблемы по мере их поступления и делает это так, что потом они не возникают. Вот насчет тебя, например, были четкие указания». «Какие?» насторожилась Яна. «Ну, у тебя вроде как нервные истощения, сотрясение мозга, переломы ребер. Тебе был прописан интенсивный курс реабилитации, то есть лечение, если тебе не ясно». Волкова ухмыльнулась. «И что?» «А то, что начальство очень заинтересовано в твоей сохранности. Ты стала быть важная птица, раз сам Стыценко колготится». «С чего бы это?» нахмурилась Яна еще сильнее. «Наверное, потому, что вы с напарником смогли уйти от бюреров». «Об этом все сейчас говорят», ответил врач с улыбкой. Ни ненависти, ни симпатии он не вызывал. Яна подумала, что он ей в данный момент вообще безразличен. Хотя поначалу решила, что это доктор так мастерски привязал ее наручниками. «Ну, вот и все, за тобой пришли», улыбнулся врач. «Пока, еще увидимся». «Точно?» спросила Яна только для того, чтобы сказать хоть что-то, пока огромный молчаливый детина в уже выцветшем камуфляже отстегивал ее от стены. «Сто пудов», весело отозвался врач, «после того, как вас расформируют». «У меня голова болит», воскликнула Яна капризно и поморщилась, потому что детина быстро свел ее руки за спиной и опять защелкнул наручники, толкнул в содняющую спину. «Таблетку потом дам», отмахнулся врач и добавил, «зови меня просто док». Волкова не ответила. Она зашипела на конвоира и только сейчас обнаружила, что на ее голове сидит плотная повязка, по которой растеклось что-то прохладное и довольно приятное. Судя по характерному еле слышному зуду, там находился какой-то лечебный артефакт. Из-за него или вследствие курса интенсивной терапии самочувствие стрелки было куда лучше. Голова и тело, конечно, болели, но больше от поверхностных царапин и ссадин. Конвоир еще раз толкнул ее, указав направление. Они прошли по длинному и темному коридору, похожему на тюремный. По обе стороны его располагались двери безо всякой маркировки. Поднялись по лестнице, прошли еще через один похожий коридор и оказались в освещенном дневной лампой квадратном помещении, которое сильно напоминало комнату досмотра в милиции, в углу которой обычно располагалась клетка для задержанных, обезьянник. Здесь было неуютно, с одного угла тянуло холодным воздухом, а из-за большой железной двери доносились приглушенные голоса. Молчаливый детина остановил Яну, придержав ее за плечо, удостоверился в том, что наручники сидят крепко, и наконец-то подал голос «Будешь шуметь, прибью», и ухмыльнулся. С этими словами он втолкнул Яну в квадратную комнату, по размеру занимающую место равной половине школьного класса. Стрелка уже была готова к тому, что придется драться, заранее накручивала себя на холодный гнев и проверяла, полностью ли слушаются ее ноги. Однако ничего этого не потребовалось. В помещении возле стен сидело около десяти человек со скованными руками, заведенными назад. Яна не стала здороваться, просто осмотрелась, отмечая, что почти все присутствующие здесь одеты были в сталкерские комбинезоны. Ни одного члена какой-либо группировки или новичка, что говорило о заинтересованности обитателей базы обучения исключительно в одиночках. «Ого, у нас и девочки появились!» воскликнул один из пленников или кандидатов в военные проводники. Приземистый чернявый парень с лицом наглым и самоуверенным. «Заходи, подруга, присаживайся!» Яна нашла золотого, который отрешенно склонив голову на бок сидел у дальней стены. При появлении стрелки он встрепенулся. «Привет!» уныло сказал он. «А тебя где держали?» «Понятия не имею». Волкова пожал плечами, присаживаясь рядом с ним. «Давно ты здесь?» «Минут пять», ответил Серега. «До этого в какой-то камере был. Тебе укол тоже сделали?» Яна подумала и нерешительно покачала головой. «Не помню». «Эй, подруга, что молчишь?» напомнил чернявый. Сидел он в самом центре у стены, которая располагалась напротив входной двери, широко расставив ноги, даже со связанными руками, делая вид, что он является хозяином положения. «Я у тебя спрашиваю». «Кто ты такой, чтобы спрашивать?» Мгновенно разъярилась стрелка. «Эй, тише ты!» испугался золотой, пытаясь удержать Яну плечом. «Так, что-то я не понял», угрожающе протянул парень, вставая на ноги. «Ты чего такая борзая?» Яна отпихнула Серегу, перекатилась и вскочила в трех шагах от приставшего к ней парня. Молниеносное движение ногой с разворота и чернявый получает сокрушительный удар точно в висок. Упал он уже мертвым, с хрустом сминая в кашу свой нос и подбородок. «Е-моё, ты чего?» Серега выпучил глаза. «Хорош тебе, сядь на место!» «Сесть всегда успею», огрызнулась Волкова, обводя глазом остальных. Она боялась, нервничала, ее прямо трясло от возбуждения. Тишина воцарилась такая, что было слышно, как где-то далеко отсюда хлопают двери. Затем один из пленников, небритый мужчина лет сорока, издал восторженный возглас и топнул ногой. «Браво!» Остальные молчали, угрюмо переводя глаза то на стрелку, то на тело посреди комнаты. «Всё, всё, хватит, присядь», заторопил Яну Серега. «Ты что, всегда так?» «Молодцы синие, мочат всех подряд», продолжил восторгаться волковый мужчина. «Правильно, девочка, нечего ему было из себя основного корячить». Поймав взгляд Яны, незнакомец подмигнул ей. «Я за тебя, малышка, ловко ты его вырубила». «Замочила», исправил его другой, здоровяк лет двадцати пяти, в миру накаченный и очень недовольный. Он сидел рядом с дверью. Остальные промолчали. Кто тупо, кто равнодушно глядя на мертвеца посреди комнаты, из-под лица которого начал струиться тонкий ручеек крови, да так и остановился загустев. «Как я понял, всех нас на чем-то взяли и теперь предлагают работу», сказал мужчина, пропустив исправление качка об убийстве. «Какие мысли?» «У нас нет выбора», сразу же откликнулся Золотой, но все почему-то смотрели на Яну. «Я видела того, кто не согласился», сказала девушка. «Да и что собственно плохого?» вклинился Золотой, и стрелка на него с раздражением покосилась. «Но нам придется убивать сталкеров», воскликнул качок, обращая гневное лицо к нему и Яне. «Как ты потом будешь пацанам в глаза смотреть?» «Меньше двенадцати часов назад пятеро мужчин хотели совершить насилие над женщиной моего возраста». «Это по-пацански?» прорычала ему в ответ Волкова. «Это нормальный ход?» «Ну и где они теперь?» со смехом спросил мужчина. Яна ухмыльнулась, и он, рассмеявшись, покачал головой. «Я буду проситься к тебе в напарнике, наемница». Яна вспомнила, что на ней чужая форма, но решила не комментировать это. «Никак не пойму, филин, ты что ли?» вскричал Золотой. «Я?» «А ты что, синий, не узнал сразу?» улыбнулся мужчина. «Ты чего, сберкассу охранять подписался?» «Почти угадал», Серега вскочил и подошел к сталкеру. Тот тоже поднялся, хотел протянуть золотому руку. Одновременно оба мужчины поняли, что глупо выглядят, вспомнили о наручниках и о своем пока неясном будущем, посмотрели на труп. Яна деланно равнодушно наблюдала за этим, однако сердце ее колотилось еще в ускоренном темпе, и она не могла успокоиться. Серега и Филин вернулись вместе, и мужчина сел слева от нее, доброжелательно улыбнулся. «Будем знакомы?» «Почему ты нас синими назвал?» Вяло ему кивнув поинтересовалась Яна. «Ну, наемники, синие, так повелось, может, из-за наших фирменных комбинезонов», ответил за Филина Серега и добавил «Но теперь-то я уж не наемник, ну вообще теперь никто». «И то верно!» раздался громогласный голос. Принадлежал он настоящему богатырю, высокому, широкоплечному и светловолосому человеку лет тридцати, человеку в темно-зеленом камуфляжном костюме и таком же берете. Богатырь этот появился совершенно неожиданно, открывая дверь и резко входя в комнату. Как по команде трое сталкеров вскочили со своих мест и ринулись к нему, но он сделал лишь круговое движение ногой, отшвырнув нападавших легко, как пластиковые кегли. «Тише, уважаемые грешники! А не то в дверях подушитесь!» добродушно сказал он, однако глаза его внимательно следили за всеми присутствующими. «Неужто я вам так не нравлюсь?» Сталкеры отползли от него, держась за покоцанные лица. «Вы даже разговаривать не хотите», с сожалением и констатировал он. «Да, серьезно вам мозги кто-то промыл?» «И куда Прокопенко смотрел, когда вас сюда приволок?» «Не получается у него новичков искать?» «Постоянная некондиция?» С этими словами он выхватил из кобуры не что-нибудь, а самый настоящий бердыш, который в его ладони выглядел маленьким и игрушечным, и навскидку сделал три выстрела, навечно успокоив недовольных им сталкеров. «Неужели так трудно отличить грешника от нормального пацана?» вздохнул он, пряча оружие обратно и весело оглядывая заметно поредевшую компанию. Таким же легким взглядом он одарил убитого стрелкой чернявого. «А этот что? Поскользнулся?» Теперь даже Яне стало неуютно. Она подобралась, быстро переглянулась с Филиным и Золотым, оба сталкера тоже выглядели неуверенно. Но кулон на груди продолжал молчать, и Яна расслабилась. «Итак, вы теперь, можно сказать, приступили к работе», весело сказал богатырь. «Но для начала сделаю небольшое вступление. Я командир учебного комплекса, меня зовут подполковник Стеценко, и я стану вашей мамой и папой на все две недели обучения, после которого вы отправитесь в свободный, так сказать, полет. Что неясно?» «Почему две недели?» буркнул качок. «Объясняю», охотно кивнул Стеценко. «Все вы, люди, достаточно опытные и рисковые, распробрались в зону, или, во всяком случае, так себя считаете. А так как зона ошибок не прощает, то и учиться вам придется на чужих ошибках. «Считайте, что вы в лагере новичков, но вам не нужно платить за то, чтобы какой-нибудь алкоголик вас натаскивал на аномалии, а в реале использовал как отмычку, ясно?» «А если мы не справимся с обучением?» не успокаивал сакачок. «Тогда попадете на обед к мутантам, или в аномалию, или будете застрелены, потому что от такого бойца страдает вся команда», терпеливо ответил Стеценко и открыл дверь. «Прошу на выход!» Яна с Золотым и Филином, а также Качок и еще трое сталкеров, пока еще ничем не отличившиеся, вышли из помещения и нерешительно застыли посреди комнаты досмотра, ожидая, пока появится Стеценко. Тот же не спешил, потому что кто-то позвонил ему на сотовый, и подполковник отвечал ему односложно и отрывисто, о новобранцах практически забыв. Закончив разговор, он жестом показал сталкерам на длинную, потертую и узкую скамью, что была прикручена к стене напротив. «Сейчас будет небольшое кино, пока я кое-что закончу», объяснил он, наклоняясь к письменному столу и вытаскивая оттуда проектор, шнур от которого вел за стену. Подрузив аппарат на стол, он извлек из того же стола рулон чего-то гладкого и белого, который подвесил на гвоздь, вбитый рядом с дверью и растянул, превратив в экран. Затем подполковник вышел, оставляя обескураженных сталкеров и потом сразу же вернулся с огромным конвоиром. Снова слушая свой телефон с озабоченным видом, он жестом указал Верзиле на ожидающих дальнейшего сталкеров, конвоир неспеша освободил всех одноручников, также молча вышел, а из проектора ударил на экран свет, безо всяких титров, начиная демонстрацию фильма. Стеценко кивнул и опять удалился. Сейчас пропаганду разведут, кино вон заставили смотреть, недовольно пробурчал Качок. Посмотрим, что теряем-то, почти скороговоркой произнес парень с рваным и относительно свежим шрамом на лбу, что заставляло его выглядеть немного несерьезным. Качок недовольно посмотрел на него, однако смолчал и уселся посередине скамьи. Яна отошла подальше от двери, нашла себе место в конце лавочки. Золотой сразу прыгнул рядом, филин и шрам следующими. Лента была снята с уклоном пропаганды в сторону отрицательных аспектов торговли любыми вещами, найденными на территории зоны. Он не пестрел комментариями, просто констатировал факты, показывая по порядку все самые громкие теракты, совершенные с помощью артефактов, попавших в руки экстремистов. Выборка видеосюжетов была акцентирована наиболее кровавыми жертвами или самыми мучительными последствиями для них. Затем фильм начал демонстрировать детей, рожденных от сталкеров, детей, выношенных матерями, которые были в контакте с артефактами, имеющих радиоактивное поле. Эти кадры были очень неприятными и более тяжелыми, чем просто раздавленный или обожженный человек. Врожденные уродства детей являлись самым страшным, что подбрасывало зону людям за возможность пользоваться своими дарами. И эти дети росли, причем некоторые среди других нормальных детей. Фильм закончился, внезапно повисшая тишина оглушила людей. Почти сразу вернулся подполковник Стеценко и его встретили недоуменными взглядами. Это было вместо предисловия, ради экономии времени, объяснил он. Понравилось? Сталкеры промолчали, хмуро ожидая дальнейшего. Стеценко выключил проектор, затем снял экран и, сворачивая его, выглянул в коридор. «Эй, ну где вы там?» раздраженно крикнул он кому-то и повернулся к сталкерам. «Есть вопросы?» «Мы должны убивать сталкеров», уверенно сказал Качок, «потому что закон бессилен, а военные глубоко в зону зайти боятся. Вы хотите все делать нашими руками и все списывать на террористов? Но ведь не все сталкеры такие, как вы хотите преподнести». «А какие?» с тихой злобой произнес Стеценко. «Скажи мне, какой сталкер не знает на что идет?» «По телевизору, в газетах, в интернете, везде есть информация о том, что неизученные или нелегальные дары зоны могут стать источником чьей-то смерти, чьей-то боли. Но сталкеру наплевать. Он идет в зону и тащит из нее всю эту радиоактивную хреновину, потому что ему нужны деньги. На красивую жизнь, на кабаки, на баб, на кредиты. Ему все мало. Даже если он вылечит больную мать или ребенка, вирус зоны селится в нем и не отпускает. Но я вам скажу, что у зоны нет вируса. Это обычная человеческая жадность. И только она в оконцовке карает сталкера, а не мифические хозяева или что там еще придумывают слабаки. Я не согласна с тем, что вы говорите, вдруг сказала Яна. Не все настолько жадные. Я слышала о многих, которые реально завязались с зоной. Мне кажется, некоторые идут сюда еще и от безысходности, задумчиво сказал Филин. Правильно, согласился подполковник, именно так. И как раз вы здесь по этой причине. Я знаю ваше прошлое. Вам не нужны золотые горы. Вас не оценили на гражданке, но оценят здесь. Итак, что вы скажете? Откуда вы про нас знаете? Уже справки навели, скривился качок. У нас есть стукачи во всех барах, во всех кланах и у всех военных, которые позволяют вам сюда пробраться, объяснил Стеценко. Любой барыга в зоне барабанит нам или СБУ. Ведь если сталкер не толкает артефакты ему или научникам, то значит у него есть посторонний клиент или свой коридор, и его необходимо закрыть. Потому что сегодня этот сталкер вынес безобидный этак для смартфона своей дочери, а завтра вынесет кольцо мебиуса для алькаиды, а ваша мать или дети окажутся под обломками дома, где какой-нибудь отморозок активирует аномалию. Ну, это уж слишком, покачал головой Филин, ведь есть куча способов вытащить отсюда артефакт. Например, с усмешкой заинтересовался Стеценко, присаживаясь на край стола и закуривая. Ага, начинай стучать, в тон ему усмехнулся качок, и Яна поняла, опять что-то случится. Никто не заметил, как мелькнул нож. Но вот он уже в горле смутьяна по рукоятку сидит в ямочке под кадыком, а сам парень удивленно таращится перед собой, подергивая руками в беспомощных попытках что-то поймать. Стеценко не дал ему упасть. Он быстро подошел к нему, сдернулся с камьи и зашевырнул в комнату, где сталкеры сидели до этого в наручниках. По пути подполковник успел вытащить нож из горла. Как он мне надоел, пробормотал военные, вытирая оружие салфеткой, что нашлась в верхнем ящике стола. С силой саданул кулаком по стене. Дежурный! Конвоер наконец появился, бросил равнодушный взгляд на ноги, торчащие из дверного проема. Что там с уборщиками? Сейчас придут, у них какие-то технические проблемы были, объяснил Верзила. Мы идем в класс. Где навести порядок покажешь, распорядился Стриценко и, не затушив, бросил окурок в банку из-под кофе, которая стояла в углу комнаты. А потом поднялся, широко расставив ноги и вытащив из кобуры пистолет. Итак, товарищи призывники, вся планета смотрит на нас, потому что мы последняя преграда. Я предлагаю вам не служить, а работать на государство. Военных и научников можно купить, а вас купить будет нельзя. Кто не согласен, лучше сами сделайте шаг вперед и желательно поближе к этой двери. Класс был большим и светлым, Яне это понравилось. Однако девушка не стала рассматривать стенды, украшающие стены помещения и не бросилась к окнам, чтобы изучить местонахождение здания. Контора производила впечатление слишком серьезной, сбежать отсюда было явно нереальным делом, а пятеро молодых здоровых мужчин, убитых просто за неправильное общение в течение одного утра было слишком много. Ну что там, лениво поинтересовалась она, когда Золотой и Филин закончили исследовать класс и уселись за столы. Ничего особенного, лес и забор, ответил Золотой. Без колючки, спросила Волкова, зевая. Обычный, высокий только. Яна по привычке заняла место в первом ряду, что даже в детдоме шло в разрез с ее хулиганскими замашками. Волковой, впрочем, было наплевать на стереотипы. Она всегда хотела научиться чему-то новому, так как чувствовала от этого пользу для будущего, из-за чего с обучением проблем перед ней никогда не стояло. Мне не нравится, что этот подполковник всех мочит, сказал Золотой. Уже начинаешь думать, о чем его спрашивать. Волкова покосилась на него и потом закрыла глаза и положила голову на руки. Ей хотелось спать. Я жрать хочу, сказал парень со шрамом, посмотрев в их сторону, и Филин его поддержал поднятием руки. Минут через десять, когда сталкеры начали в открытую подремывать, в класс вошел Стеценко вместе с каким-то старичком очень бодрого вида и со звездой Героя России на груди. Так, отдыхаем, значит? Это хорошо. Вы должны чувствовать себя здесь, как дома, на ходу бросил подполковник. Знакомьтесь, наш юридический консультант Михаил Трофимович Игнатов. С любыми вопросами обращайтесь к нему. Ну, Трофимыч, объяснишь потом сам. Он отыскал глазами Серегу, показал на него пальцем. Ты как раз мне нужен. Ты чем раньше занимался? В синдикате у наемников, уточнил немного смущенный золотой, и у них тоже. Снайпер СВД ВСС и американская Армалайт АР-30. При этих словах у Яна заныло в груди от экстаза. Водитель БЦ, переводчик с английского и немецкого, радиотехническое и компьютерное обеспечение, спокойно ответил Серега, отчего в классе воцарилась гробовая тишина. Отлично! Значит, ты и правда золотой. И в плену карликов был именно ты, довольно уточнил Стеценко. Собирайся, для тебя есть работа особого статуса. И тут же осадил. Как от боевика, от тебя толку все равно ни хрена не будет. Золотой хотел было выразить несогласие, но покосился на Яну и передумал, ободряющий ей улыбнувшись. Прорвемся. Девушка кивнула ему и пожала плечами. Молодец, парнишка, ничего не скажешь. Но не более того. Свое обещание она выполнила. Не бросила его у карликов. Проводив глазами Стеценко и Золотого, сталкеры перевели внимание на юриста, который, положив на стол толстую кожаную папку, занял место за трибуной. Итак, курсанты, моя фамилия Игнатов, я бывший полковник внешней разведки. С 2006 года возглавляю юридический отдел базы обучения военных проводников сталкеров или ВПС. Так вы теперь называетесь. Он внимательно осмотрел аудиторию и остался доволен. Сейчас вы настроены скептически, даже агрессивно, продолжил он. Ничего, это пройдет. Через несколько минут вы выйдете отсюда совершенно другими людьми. А затем Игнатов начал вбивать в них информацию с четкостью молотка, загоняя каждое слово в голову, отчего эти слова пульсировали в сознании с каждым ударом сердца. Это было настоящей психологической обработкой, активным внушением, причем никаким не завуалированным, а самым прямым. Лозунги и простые утверждения, которые заставляли не думать, а сразу принимать на веру. Стрелка, только покинув класс и отдышавшись, начала осмысливать то, что услышала. В чем-то она была не согласна, в чем-то сомневалась, однако после лекции подписала все бумаги, двигаясь как в тумане и практически не контролируя себя. Официальные старатели получают меньше вас и трудятся больше, начал Игнатов, а вам выдадут оборудование и оружие самое лучшее и современное. Ваша техника и информационная поддержка будет обновляться постоянно. Другого ВПС вы опознаете по радиомаяку его ПДА, специальной жестикуляции или его присвоенному здесь номеру и словесному паролю, который меняется каждый день в случайном режиме. Как у ментов, пробормотал Филин. Совершенно верно, курсант, услышал Игнатов. Это суточный позывной. Если его не услышали, стреляйте, потому что вас в любом случае могут убить, чтобы отомстить, защититься, сделать превентивный удар или банально ограбить. Ваша амуниция, одежда и ПДА с картами и привязками очень дорого стоит на черном рынке. Не забывайте это. Ваши враги все. Одиночки, торговцы, сталкерские кланы, наемники и животные, не говоря уже об аномалиях. Но есть и союзники. Это долг. Кое-что они недопонимают, но в основном это люди чести. Яна усмехнулась. Это не ушло от внимания Игнатова, однако заостряться на этом он не стал. До окончания испытательного срока заработную плату вам начислять не будут, потому что мы находимся на самообеспечении и все ваше оружие, проживание и обучение обходится за ваш счет, который вы можете погасить очень быстро, если будете придерживаться всех правил и рекомендаций. Затем вам начнет поступать зарплата на карточку в Центробанке. По умолчанию это Russian Gold Express, но есть филиалы и на Украине, и в Белоруссии. Стаж засчитывается, а без специальных премий тут вообще ни один ВПС не служит. Поверьте мне, возможностей к получению бонуса здесь очень много. Взять, к примеру, ваш опыт обхождения аномалий или борьбе с животными. Если вы нашли что-то новое, вносите в общую сеть. Это один из многих способов. Есть и другие, даже легче. Спросите у старших товарищей, которые первое время будут с вами. А какая зарплата, поинтересовался Филин. Сначала это всего 500 евро. Извините, что не в рублях и не в гривнах, но тут ничего не поделать. ВПС принадлежит Евросоюзу и финансируется нашими ближайшими соседями, которые панически боятся зоны. Но выделяются эти средства не за охрану Европы от тварей зоны и ее расширения, а за артефакты. Артефакты создаются искусственно, при определенных условиях, температурах, выбросах и тому подобным факторам. Ученые для этого здесь и находятся, смешивают и комбинируют предметы, которые находят в зоне. Они больше не изучают цветочки и хвосты собак. Они создают деньги. И вы эти деньги будете охранять. Теперь ясно? Сталкеры шламленно переглянулись. Безусловно, все знали о способах создания оружия, лекарственных средств, даже наркотиков с помощью аномальных энергий, того же выброса. Но никто не задумывался об артефактах. А ведь следовало. Особенно если учесть, что изученных аномалий намного меньше, чем известных артефактов. На первых порах вы будете стажироваться в составе один ветеран и два курсанта. Две недели вам хватит на изучение штатного оружия, систем связи, шифровки, распознаванию аномалий с приборами и без них. Вы будете тренироваться на реальных живых противниках, животных и зомби. Куклы-зомби, изумился парень со шрамом. А что вас смущает, курсант? Разум эти люди потеряли из-за того, что попали под воздействие пси-программ техногенного или животного характера. Они больше не люди, им вообще нечего было делать в зоне. «А радар и выжигатель это правда?» крикнул кто-то. «Через несколько занятий вы узнаете это», улыбнулся Игнатов. «И будете очень удивлены. Но вернемся к теме. Уже сейчас, являясь официальным государственным инспектором по безопасности Чернобыльской зоны, так официально звучит ваша профессия, помощь вы можете требовать абсолютно у любой структуры без исключения. У вас есть специальные полномочия, подписанные больше десяти лет назад. Армия и милиция подчиняются вам, вы руководите действиями здесь, в зоне, потому что вы лучше знаете обстановку. Мировое сообщество полностью доверяет только нам. Правда, недалекие люди называют нас и предателями, и мусорами, забывая, что спокойно живут только благодаря нам. Не обращайте на них внимания. Вы имеете право быть анонимны. А что бывает с теми, кто захочет прервать контракт? Задала я на вопрос, сидящий в мыслях у всех присутствующих. Сразу застрелите? Правильно, расстреляем, улыбнулся Игнатов. Причем это произойдет намного быстрее, чем вы можете подумать. Продолжим. Если вы будете хорошо работать в команде, то с вами ничего не случится, и вы не погибнете, например, по глупости. Другие ВПС должны стать вашей семьей. Они вас всегда прикроют и помогут. По-иному здесь не умеют. Здесь, как на войне. Контракт заключается на 11 месяцев, а затем отпуск. Все по кзот. Можете слетать домой. За свой счет, разумеется. А если человек не вернется, не успокаивалась Волкова, были же такие случаи? Игнатов снисходительно улыбнулся. Конечно же, не было. Если человек целый год живет по нашей системе, про другую он даже не помышляет. После года службы, то есть после 11 месяцев и отпуска, в течение которого человек с удовольствием тратит деньги и отдыхает, он может смело уволиться. Был даже один случай, когда человек написал рапорт, но через пять минут передумал. А что с ним стало, ухмыльнулся Филин, сбросили из поезда? Нет, курсант. Его новое место работы ближе к семье и дому на Садовом кольце. Теракты и хулиганские поступки, совершенные с помощью артефактов, незаконно вывезенных из зоны, требуют вмешательства специалиста, знакомого с такими вещами непонаслышки. Вам ясно? Услуги сталкеров требуются и на большой земле, причем иной раз даже в большей степени. У нас принцип «позаботься о государстве» и оно позаботится о тебе. Мы никого не бросаем в трудном положении, мы всегда идем на уступки и выручаем из любой беды. Подумайте, стоит ли бросать такую работу? Прошу вас по одному подойти сюда и расписаться. Глава 25 Вынужденный контракт Вертолет летел совсем недолго, минут 10. Пунктом назначения был большой лагерь ученых, который находился уже на территории Белоруссии. Разворачиваясь и заходя на посадку, Ми-24 дал стрелке возможность хорошо рассмотреть объект, который ей предстояло охранять. Это был палаточный городок, окруженный кирпичным забором высотой метров два, местами разрушенный, но закрытый в провалах металлическими листами. По периметру его стояли четыре шестиметровые вышки, а посредине возвышался искусственный холм, у подножия которого располагалась толстая бронированная дверь. Чем-то вся композиция напоминала лагерь ученых на Янтаре. Сверху лагерь было видно очень хорошо благодаря семи палаткам, каждая из которых была метров по шесть длиной и покрашена в ярко-оранжевый цвет. Первым из вертолета выскочил ветеран-наставник, к которому Волкова была прикреплена. Лысый мускулистый парень с мефистофельской бородкой и усами был тем самым старшим, который Яну с Золотым привез на базу обучения. Звали его сержант Дмитрий Прокопенко. Второй вылезла сама стрелка, а последним был Филин, который так и не позволил никому из новобранцев переманить Волкову в напарники. Не сказать, что этот человек испытывал к ней такое сильное влечение, как никак он годился ей в отцы, просто Яна ему очень нравилась или кого-то напоминала. Волкову это не напрягало, потому что Филин не позволял себе ничего лишнего. Наоборот, он вел себя как настоящий товарищ и даже поразил девушку тем, что, оказывается, ходил в зону уже пять лет, но не спился и ни разу не попал в серьезную заварушку. А это, безусловно, говорило о нем как о здравомыслящем человеке, что также было замечено подполковником Стыценко или его аналитиками. Так, ученых и другое барахло завезут завтра, оборудования ценного нет. Устанавливайте датчики слежения и аномальной активности, потом проверяем местность на 200 метров в радиусе и можно заниматься своими делами. Проводив глаза вертолет, сообщил Прокопенко. А что тут было раньше, поинтересовался Филин, оглядывая пустые пока палатки и серые стены забора. Очкарики ошиблись в расчетах, что-то рвануло, система охраны и жизнеобеспечения была повреждена. Оставшиеся спрятались под землей, вот за этой дверью. Прямо бункер, копать мой огород. Через день их эвакуировали, а сюда пришли мародеры. Мы их зачистили, потом подождали техников для ремонта, спокойно сказал Прокопенко, высматривая что-то в небе. Будет дождь. Откуда ты знаешь, скептично скривилась Волкова. Про дождь, так небо все темное, показал пальцем мужчина. Девушка разговор решила не продолжать. С ним у нее с самого начала сложились какие-то не совсем гладкие отношения. Возможно, из-за того, как безжалостно и цинично он запинал ершистого сталкера в лужу холодца, а может и по другим причинам. Выполнив все подготовительные работы для принятия очкариков и другого хлама, сталкеры перекусили и, поставив аппаратуру в режим наблюдения, со спокойной душой отправились под землю. Палатки, оставшиеся на поверхности, оказывается, жилыми ни в коем случае не были, а использовались как полевые лаборатории с естественной вентиляцией. Для спецназа и военных проводников в подземелье были отведены ближние к выходу три помещения, одно из которых решили определить под комнату дежурного. Филин занес туда аппаратуру, чьи антенны выводились на поверхность в виде двух проволочных усиков. Это были главные локаторы чудо-прибора под названием сторож. Появление любого живого существа больше 50 килограммов или меньшего, но несущего на себе металлический предмет заставляло сторожа подавать сигналы дежурному, а тот уже сам принимал решение относительно встречи гостя. Плюсом аппарата было то, что ловил он начиная с расстояния 400 метров и красной точкой на экране даже обычного телевизора отслеживал передвижение объектов. Настроить его можно было и на определенную границу, что делало его крайне удобным, отсекая, например, передвижение ученых внутри защищаемой территории. «Я могу дежурить первым», объявил Филин. «Предлагаю по малому графику. Ты как, сержант?» «Не против», отозвался Прокопенко. «За», кивнула Яна. Девушка с утра чувствовала какое-то недомогание, ей очень хотелось спать. Филин знал это, отчего и внес свое предложение. «Ну все, отдыхайте, до ночи», сверил часы мужчина, незаметно подмигивая стрелки. Малый график предполагал дежурство по шесть часов. Такой распорядок в основном придерживался на спокойных объектах, где не предполагалось патрулирование. Закончиться дежурство Филина должно было в десять вечера, и дальше, согласно правилам, заступала Волкова. Ветеран же приступал к обязанностям последним, потому что в случае любых непредвиденных действий или эвакуации персонала оставался на объекте до последнего. Его же, как старшего, могли дернуть по необходимости в любое время на любой сложный участок зоны. Яна выбрала себе комнату с выкрученной лампой на потолке и имеющей четыре кровати, которые стояли в один ряд. Такое расположение нравилось ей, напоминало детство, а от того, что другие кровати пустовали, было даже немного уютно. Дверь стрелка закрывать не стала, чтобы услышать возможную тревогу, и желтый свет из коридора немного освещал мини-казарму. Девушка сбросила куртку и обувь, положила на крайнюю кровать табельное оружие и упала на соседнюю, которая от этого жалобно скрипнула. Правда, здесь Яна немного не рассчитала, потому что оружие оказалось с левой стороны, но менять что-то ей уже совершенно не хотелось. Это было первое боевое дежурство Яны Волковой, и начало было позитивным, во всяком случае не напрягало. Девушка впервые почувствовала, что может получать от работы удовлетворение. Впрочем, нельзя было рассчитывать на то, что всегда будет так гладко. Стрелка отлично знала, что вслед за чем-то слишком хорошим обычно приходит что-то плохое. «Не хочешь чаю?» заглянул в комнату Прокопенко. Он тоже снял куртку, оставшись в одной тельняшке. «Нет», отрезала Яна, «не кантовать меня до вечера, буду отсыпаться». Сержант кивнул и удалился к Филину. Прокопенко вообще мало спал. Яна поражалась этой его способности. Ему было достаточно всего лишь четырех часов для отдыха, и он утверждал, что знает какую-то определенную технику еще с той поры, когда находился в рядах миротворцев, охраняющих периметр. Относится эта техника к йоге или к спецназовским навыкам Дмитрий не сообщал, но она реально работала, и все, кто хорошо знал Прокопенко, немного завидовали ему. «Надо просто внушить себе, что вам этого времени хватит», всегда отвечал он на вопросы о своем методе. «Вы же не разгружали ящики с патронами или мешки с картошкой?» «Ну, а что все-таки надо делать? Может быть, засыпать каким-то особенным способом?» допытывались люди. «Так точно. В первую очередь следует расслабиться и не переживать», отвечал Дмитрий с улыбкой. «Все, что вас беспокоило в течение дня, мысленно разложите перед собой. Надо если не можете вы, значит, кто-то другой может. Если и он подведет вас, то подумайте, как вы жили до этого и нужно ли оно вообще. Ваш разум очистится и вы по-настоящему отдохнете. Ведь мы не можем выспаться, потому что даже во сне стараемся откатать какие-то дела. Даже если вам грозит неизбежное, приготовьтесь к тому, что с ним придется бороться. Умереть в борьбе не страшно, все равно терять а потом начала осваивать эту методику, попробовала всего пару раз и у нее получилось. Сложного ничего не было, но все равно первые пять минут после подъема были очень тяжелыми. Однако и на это у сержанта был ответ. Если вам не получается открыть глаза и подняться, подумайте, из-за чего это случилось? У вас нет раздражения глаз, нет в них инородного тела, и нагноения, они всего лишь не адаптировались после отдыха. То же самое со всем организмом. Четыре часа хватает, если вы не бежали марафон и не таскали тяжести. Идите с полузакрытыми глазами и вскипятите воды для чая или кофе, или упрячьте будильник так, чтобы пока его достать, весь сон сдуло. Сделайте упражнение для дыхания, так, чтобы от глубины вдоха голова закружилась. Ничего, придет время, и я освою эту методику до конца, решила Волкова про себя. Сержант о чем-то заговорил с Филином, из коридора слегка доносились их голоса и смех. Наверняка лазают в интернете, подумала Яна с небольшим сожалением. На ее служебном ПДА эта функция была пока заблокирована. После испытательного срока, сказал Игнатов, но не уточнил, когда он закончится. У каждого свой срок, улыбнулся он ей, когда девушка спросила его «Я, с твоим прямо-таки природным чутьем на аномалии, можно хоть завтра в зону выпускать. Соответственно, срок испытания определяется только твоим отношением к работе. Не волнуйся, мы сообщим. Главное, что ты уже делаешь успехи». Юридический консультант оказался прав. Яна могла досрочно сдать все экзамены, причем сделать это с блеском. Ей многого учить и не пришлось. Два основных предмета огневая подготовка и распознавание аномалий она практически уже знала. Ей оставалось только делать вид, что аномалии она находит с помощью детектора и внешних признаков, таких как, например, малозаметные движения теней, пыли или травинок в воздухе. Стрельба же у Волковой вообще была любимым предметом, и по просьбе самой девушки инструктор по стрельбе подполковник Серебряков занимался ей персонально. Каждое утро он натаскивал Яну на те виды винтовок и прицелов, с которыми Стрелка была незнакома, и ему было абсолютно наплевать на то, откуда у столь молодой девушки уже имеется богатый опыт. После подъема и легкого фруктового завтрака Яна не бежала, а шла на стрельбище, где ее ждал инструктор и где они тренировались ровно два часа, а иногда даже чуть меньше. Затем она возвращалась к остальным курсантам, среди которых, кстати, были еще девушки. К тому времени они заканчивали занятия по аномальному ориентированию. После чего группа воссоединялась и направлялась в кунсткамеру, зоопарк или музей, где были представлены наглядные пособия животного мира зоны или муляжи вещей, с которыми военный проводник мог так или иначе столкнуться. Сегодняшний день не стал исключением в плане своего начала, однако сразу после обеда Волкова была вызвана к Игнатову. С улыбкой он вручил ей новый, теперь ее личный ПДА и автоматно-гранатометный комплекс ОЦ-14 «Гроза» в кожаном продолговатом дипломате, а также ставший у Яны любимым редкий и дорогой из-за трудности производства пистолет «Дротик», стреляющий очередями по три выстрела патроном мелкого калибра. «Как лучшему снайперу и курсанту, прошедшему обучение с отличием», сказал полковник, а Стеценко, присутствующий при этом пожал Стрелке руку. «Добро пожаловать в команду. Первая ступень вами пройдена, Волкова. Осталось еще две, и вы полноценный член нашего коллектива. И еще вам присваивается номер тридцать». «Почему тридцать?» удивилась Яна. «Потому что в этом году вы тридцатая женщина-курсант», ответил Стеценко и улыбнулся. «Да и лучше, чем, например, шесть». Стрелка сдержанно улыбнулась в ответ и поблагодарила. Она поняла, что это будет самым приемлемым в той ситуации. Со временем она планировала вообще порвать контракт с ВПС, однако не знала, как сделать это без ущерба для себя. Яна отлично понимала, что при своих возможностях организация достанет ее где угодно. В итоге она осознала, что у нее пока есть только время для сбора информации. Да и работать на правительственную контору намного лучше, чем постоянно быть в напряжении независимо от того, где находишься. в сталкерском баре или в лесу, населенном мутантами. Был еще один положительный момент. По пути со службой оказывается можно было работать непосредственно на себя, ведь усиленное восприятие артефактов на расстоянии Яна могла вызывать по своему желанию. А что будет, если я предложу артефакт ученым, спросила она у Прокопенко в конце первой недели обучения. Какой артефакт? Не понял он. Ну, вдруг я найду артефакт, предположила Яна. Я же могу его продать? Сержант улыбнулся очень хитро и довольна. Конечно, можешь. Мы все так делаем. Можешь сдать его на базе в спецприемнике, можешь загнать ученым, они чуть дороже берут. То, что выручишь за него, идет тебе к зарплате. «Ты что, шутишь?» не поверила Яна. «Да какие шутки!» рассмеялся старший стройки. «Тут все так делают. На пятьсот евро много не погуляешь, а на артах можно по четыре зарплаты шутя поднимать. Не напрягаясь. Главное, чтобы старательство не мешало основной работе». Волкова была обескуражена этой информацией, но в то же время понимала, что это очень умно. «Вот он, стимул для личного состава. Честно и легально». Потом она узнала, что за ПДА любого убитого сталкера идет бонус в сто евро. Тоже неплохая цена за человеческую жизнь. Наметив на вечер и ночь четкий план, Яна уснула наконец, расслабившись, хотя и знала, что в любой момент может оказаться разбуженной. Служба предполагала это, Прокопенко даже предупреждал, что спать военный сталкер, как и любой солдат на войне, должен в любое время, когда выдается безопасная минутка. Глава 26. Таинственный гость. Гибель сталкера. Сон был без сновидений, отчего Яна пробудилась прекрасно отдохнувшей. Она открыла глаза и первым делом нащупала рукоять пистолета, который специально положила под правую ягодицу, сняв с предохранителя и аккуратно спустив курок, потому что патрон по инструкции уже сидел в стволе. Оружие было на месте. Это успокаивало и вселяло уверенность, хотя в данный момент можно было насчет этого как раз и не переживать. На базе находилась только их боевая тройка, и даже от пси-воздействий сталкеры были слегка защищены небольшими приборами, похожими на наушники. Не говоря о стороже. Яна быстро оделась и подхватила с соседней кровати грозу, с которой впрочем никак не могла сдружиться, несмотря на все старания Серебрякова. Все-таки не нравилась стрелке ни система Bull Lab, ни то, что реально комплекс может бить только на 200 метров, причем даже с помощью оптики. Филина и Прокопенко она нашла на улице. Сталкеры сидели перед дверью бункера и курили. В одном ухе Филина был вставлен беспроводной наушник сторожа, а в другом пилюля плеера, где у напарника звучала Агата Кристи, Паха Пау, Бутусов или Арбенина, музыка его молодости. «Как отдохнула, сестренка?» весело спросил он. Прокопенко подвинулся, давая Яне присесть рядом. «Нормально», ответила девушка, покосившись на темнеющее небо. «Неужели так никто и не появлялся?» «А что ты хочешь сразу после выброса?» усмехнулся сержант. «Не успели еще дойти или оклематься?» «Ну так есть ведь схрон в самой зоне и не один?» возразила девушка, чтобы сразу после него собирать урожай. «Есть, но не остается мало. Очкарики тут сидят из-за аномальной местности для каких-то сдвигов пространственных или воздух тут более чистый». «А если кто появится, минное поле сразу активировать?» спросила Волкова, склоняя голову на бок. Этот вопрос никогда на лекциях не оговаривался, но в реальной боевой обстановке можно было поинтересоваться. Тем более, что от этого зависел размер левака». Мужчины переглянулись и рассмеялись. «Конечно нет», ответил Филин. «Если в чем-то не уверена, разбуди лучше нас». Стрелка кивнула, ничего не ответив. Сталкер был прав. Вообще их тройка была уникальной именно из-за такого состава. Получалось, что в ней они все занимают лидирующие позиции, но каждый со своей стороны. И если Филин имел приоритет из-за возраста и опыта, то Прокопенко благодаря знанием и сроку службы в условиях далеко не учебных. Стрелка же давала им фору по стрельбе и рукопашному бою, но естественно проигрывая в тактике и вообще в воинском ремесле. Она это отлично понимала и в данном вопросе не демонстрировала размер понтов абсолютно здесь ненужных. «А когда остальные прилетят?» спросила она от нечего делать. «Завтра», усмехнулся Прокопенко и добавил со злостью. как ненужный балласт!» «Чего ты на них такой обиженный?» съязвила Стрелка. «Если бы не они, то и зоны не было», не расслышал сарказма Прокопенко. «Я сидел бы дома и пил пиво». «Ехай домой и пей сколько влезет», специально акцентируя на безграмотном «ехай», возразила Яна и подмигнула Филину, который только закачал головой и вздохнул. «Тебе зона как раз и гадость, которая тут растет», проговорил сержант и закурил. «Это точно», согласилась девушка. Ей вдруг стала лень поддевать его. Она представила, как к лагерю направляется банда мародеров. В таком случае существовало предписание сообщать о происшествии на базу, а затем занимать выгодную позицию для стрельбы. В данный момент, кроме вершины холма и наблюдательных сооружений из слегка прогнившего дерева, места для возможной огневой точки не наблюдалось. «Если только дырки в заборе», ответил стрелке Филин, чем испугал ее. «Не бойся, я не телепат, просто последил за твоими глазами. Ты ведь об обороне думаешь, верно?» «Чего? О какой обороне?» насторожился Прокопенко. «Ничего», встряхнула головой Яна. «Завтра наши подлетят, и тогда займем круговую. Двести до того леса, триста назад, тут грозой не достать, СВД-хо нужна, или хотя бы ВСК». «Все, понял», улыбнулся Прокопенко, поднимаясь. «Иду спать, пока не поздно». Через пять минут ушел и Филин, докачав Яне обновление спутниковых карт после последнего выброса и сетевого юмора, что прислал им золотой, кого-то подменяющий в центральной диспетчерской ВПС. Яна осталась одна. Надев ПНВ девушка прошлась вдоль забора. Просто так, от нечего делать. Ей было даже как-то непривычно проводить время после десяти вечера не в кровати. Она успела привыкнуть к отбоям и приятной усталости, которой была в течение всего времени тренировок. Сначала Волкова вообще недоумевала по поводу того, что их тут не гоняют со страшной силой, не муштруют и сильно не напрягают. Потом сообразила. Во-первых, они находятся на контрактной службе, а во-вторых, инструкторам совершенно необязательно выкладываться на полную с тем, кто может на следующий день из-за своей самоуверенности вляпаться в аномалию. Расходный материал. И тренировать таких людей это всего лишь рутинная работа. Вдоволь нагулявшись и отметив точки, где под травой слегка гудели какие-то мелкие артефакты, Стрелка вернулась в бункер, закрыла дверь и начала с интересом изучать можно на данный момент. По пути с этим частями архивирую ее, чтобы потом переслать на свой почтовый ящик или, проще говоря, украсть на всякий случай. Впрок. Конечно, в этом был определенный риск, но ведь на занятиях об этом не говорили, а, следовательно, запрещенными эти действия не были. Часа через три, начав кивать носом и прочитав весь накачанный Серегой и Филином юмор, Яна прогулялась еще раз, послушав, как поют слишком уж громкие сверчки и где-то лают слепые собаки. Но Вара, вспомнила она карлицкий язык и ее передернула. Хотелось сказать не к ночи, однако ночь на дворе уже стояла. Яна усмехнулась этим мыслям и отправилась, нарушив все уставы, заниматься своим излюбленным развлечением, чистить оружие. Она обожала это делать, совершенно справедливо считая, что за винтовкой уход должен быть такой же, как за собственным телом. Сонливость, однако, даже после чистки не собиралась уходить. Пришлось выпить растворимого кофе и снова приняться за изучение ПДА. Однако перед этим Яна решила пощелкать переключатель камер видеонаблюдения, что висели по периметру. То, что демонстрировала одна из дальних камер, заставило девушку вздрогнуть и вскочить на ноги. Внезапно вошедший Прокопенко нажатием ладони на плечо стрелки успокоил ее и покачал головой. «Как?» выдохнула Яна хриплым шепотом, потом сообразила, метнулась к сторожу. «Это ты сделал?» «Нет, это сделал он», показал сталкер на искаженное лицо человека на экране монитора. «Первый раз сталкиваюсь с тем, что сторожа можно обмануть. Но о таких вещах нас предупреждали». «Я не слышала об этом». Все так же шепотом не согласилась Яна. «Как можно обмануть сторожа?» «Не знаю. Может быть, артефактом или аппаратурой какой-либо», пожал плечами сержант. «В тот раз, известный всем, была вырезана целая база вместе с нашими, а сторож исправно работал. Вот сейчас мы как раз узнаем, что это за способ. Этот человек наверняка ранен. Мы с тобой заслужили премию». Он передернул затвор своего автомата и показал на экран. «Вперед, напарник, прикроешь меня». Стрелка нахмурилась, вспомнив о том, что при подобных происшествиях надо сообщать диспетчеру, но Прокопенко махнул на это рукой. «Ерунда. Здесь разберемся сами», сказал он, опуская на глаза ПНВ и отключая свет по периметру и внутри бункера, чтобы не было видно, как они выходят из него. Яне пришлось тоже опустить забрало шлема и включить ночник, встроенный в него. Мир изменился на серо-зеленоватый. Детектор движения, кроме указанной точки, молчит. «Почему-то шепотом», сказал сержант. «Все нормально». Они покинули территорию лагеря через главные ворота, которые запирались на обычный металлический засов. Ворота эти вообще, кажется, были неродными, так как имели синюю окраску и металлические звезды из реек, приваренные к обеим створкам. Такие ворота могли принадлежать военной части или какому-нибудь режимному объекту. Не исключено, что с такого объекта они и были сняты. Обойдя забор до угла, сталкеры завернули за него и увидели мужчину, лежащего на спине. Камера наблюдения, повинуясь настройке по активной цели, смотрела прямо на него, потому что он все время совершал движения. Ноги, согнутые в коленях и крепко сжатые вместе, он все время перебрасывал из стороны в сторону, издавая при этом громкие стоны. Вполне вероятно, что он был ранен в живот. Услышав или почувствовав, что кто-то приближается, сталкер потянулся за короткоствольным автоматом, что лежал в метре от его левой руки, но Прокопенко опередил его, отшвырнув оружие ногой и ткнув стволом своей грозы незнакомцу в живот. Сталкер издал вопль боли, изо рта его пошла пена с кровью, и он потерял сознание. «Тьфу ты! Вот и поговорили», выругался Прокопенко, выпрямляясь и озираясь вокруг. «Что теперь с ним делать?» «Надо оказать первую помощь и допросить», сказала Яна, равнодушно щелкая режимами своего сверхнавороченного ПДА. «Ого! Мины, оказывается, в трех метрах отсюда начинаются. И даже на экране видны». «Видны», проворчал Дмитрий и присел на корточке. «Так, что тут у него?» Обыскав сталкера и не найдя ничего, кроме наладонника, который Прокопенко тут же засунул в карман, военный проводник поднялся и наставил на лежащего автомат. «Отойди», сказал он Яне, «избавим этого нарушителя от мучений». «Но мы же не допросили его», возмутилась стрелка, «он не сказал нам ничего». «А нам и не о чем с ним разговаривать», со злостью произнес Прокопенко. «Он проник на запретную территорию, вон указатели, по всему периметру торчат». «А как он это сделал? Будут разбираться техники, ПДА я передам им». Волкова покачала головой и отошла. Потом усмехнулась и показала грозой на тело, лежащее без движения. «А труб кто будет убирать? Техники? Я лично не буду. Придется тебе будить филина». «Как это не будешь?» удивился сержант и даже опустил винтовку. «Да так, дай ему аптечку и пусть уползет отсюда к тому лесу». «Это не запрещено по инструкции», ответила Яна и зашагала в сторону ворот. «Ты должна мне помочь!» крикнул Прокопенко. Волкова остановилась и обернулась к нему. «Слушай, ты меня уже достал. Я не должна покидать пост. Хочешь его прикончить? Пожалуйста, но без меня». Девушка вернулась в комнату, приспособленную под дежурную, с демонстративным видом развалилась на стуле, удивляясь, почему вдруг это происшествие ее так сильно заставило нервничать. Через минуту поняла причину. Сталкер не нападал на нее, а следовательно смерти не заслуживал. Чисто по-человечески можно было вообще помочь ему, но тут уже вмешались обстоятельства в лице фиксирующей все подряд камеры и сержанта, который до сих пор находился на улице. Яна видела на детекторе две светящиеся тепловые отметки. Прокопенко просто стоял рядом с незнакомцем. Перекачивал данные с его ПДА, поняла девушка, что еще сильнее настроило ее против Дмитрия. Наконец, ближняя отметка сдвинулась с места. Прокопенко возвращался. Вдруг он остановился, а затем его отметка резко сорвалась с места. Тут же сработал сигнал сторожа, по пути выдавая на мониторе картинку несущихся откуда-то сверху нескольких светящихся точек. Яна вскочила с места, но, сверившись с таблицей, поняла, что это могут быть только собаки. У существа весом больше 50 килограммов спектр был совершенно другим. Собаки стремились не за сержантом, который уже успел закрыть ворота, а к оставленному на углу периметра сталкеру. Быстро! Отключай мины! Ворвался в комнату Прокопенко, цепляясь за дверной косяк. Волкова выругалась про себя и быстро выполнила команду. Появление животных теперь не повлечет за собой серию взрывов. Через минуту отметка человека на экране пропала, сменившись смельтешением животных. Дмитрий, внимательно наблюдавший за этим, усмехнулся и вытащил из кармана сигареты. «Ну вот, и греха на нас нет, и тащить в лес не надо», сказал он. «Слушай, здесь курить нельзя», вспыхнула Яна. «Хочешь меня сменить? Я не против. Не хочешь? Иди отсюда и не мешай». Сержант кивнул, почему-то спрятав взгляд, выложил из кармана ПДА сталкера и небрежно бросил его на стол. «Покопайся, я пойду пока покурю. Тут вроде видео какое-то есть и музыкалка», сказал он. Яна кивнула, про себя думая, что как раз музыкалку и клипы она скачивать не будет. Она твердо решила, что долго в военных проводниках не задержится. Но для того, чтобы выжить в зоне и благополучно уйти из нее, нужна информация. Поэтому она прежде всего искала теперь карты, спутниковые или хотя бы топографические привязки любого места зоны. Пока сержант курил где-то наверху, девушка успела перекачать все, что посчитала нужным, решив изучить это потом. Однако получилось даже лучше. Словно чувствуя перед Яной какую-то вину, Прокопенко в приказном тоне отправил ее спать, заняв место дежурного и с равнодушным видом запустил видеоигру на своем компьютере. Глава двадцать седьмая. Наши задержатся еще на сутки? Нет, после обеда должны быть по расписанию. Тут другое. Какие-то люди окружили лагерь. Какие люди? Яна машинально посмотрела на прицел винтовки. Филин заметил это и покачал головой. Не поможет. У них минометы. Они нас снесут, сказал мужчина. Тем более, они смогли отключить минное поле. Яна зашла в дежурную комнату, кивнула сержанту, который с неуверенным видом ходил по комнате взад-вперед. А что они хотят? Наконец просекла Волкова. С ними нужно поговорить? Прокопенко остановился и кивнул. Стрелка показала на стол рукой. Здесь вчера оставался ПДА, того сталкера. Им нужно это? Прокопенко переглянулся с Филином. Да, сказал он. Мы можем вызвать вертолет. Ага, сховаться как крысы. Они потом и на основную базу заявятся, разозлилась Яна, взяла шлем, но тут же бросила его обратно. Пошли. Я так и знала, что это будет. Как знала? Воскликнул сержант. Ты вчера лазила с его компьютера в интернет? Яна застыла на месте, вслух отругав себя. Вот это она как раз и не додумалась. Мне там пока нечего делать, сказала она. Проверь, если хочешь. Он же у тебя. Прокопенко кивнул. Только проверяй сейчас, потому что назад мы придем без него, добавила девушка, открывая дверь бункера. Два парня очень серьезного вида стояли на том месте, где ночью лежал раненый сталкер. Серьезными эти парни выглядели именно потому, что держались и вели себя так, словно на них были необыкновенные сталкерские комбинезоны кустарного производства, а усиленные сверхлегкой металлокерамикой пиджаки президентской охраны. Они не улыбались, не держали руки на рукоятках оружия и вообще не подавали никакого намека на агрессию. Но именно это говорило в пользу их крутизны лучше всего. Так же, как и замаскированная группа прикрытия, рассредоточенная вокруг всего периметра, но невидимая среди кустов и небольших деревьев. «Шлем сними, а то неправильно поймут», бросила Яна через плечо. Прокопенко, однако, ее не послушал. Он вообще вырвался вперед, остановившись перед незнакомцами с довольно решительным видом. «Это государственный объект, уважаемые», с вызовом пробубнил он сквозь шлем. «Вы понимаете, что нарушаете не гунди», перебил его сталкер, который стоял ближе. Он имел длинные волосы, а с муглой кожей походил на итальянца. «Ты общаться пришел или хрестобазарить, тем более в каске. У вас тут вообще мужчины есть?» Второй незнакомец криво усмехнулся, кивая в сторону стрелки. «Мы нигде не встречались?» спросил он. Волкова не выдержала и оттолкнула Прокопенко, выдвинулась вперед. «Предъявить, что ты имеешь? Говори, если есть. Нечего тут порожняки гонять». Сталкеры удивленно переглянулись, а затем итальянец растянул губы в улыбке и обратился уже к Яне. «Мы ищем одного нашего знакомого. И наколка была, что он у вас отдыхает». «А на жопе нет наколки у вашего знакомого», влез Прокопенко, заставив всех присутствующих поморщиться. «Тише, Артемчик», сощурилась Яна, «не будем насчет наколок». «Тут ночью собаки бегали слепые, не они ваши знакомые». «Ночью он тут был», спокойно сказал второй сталкер. «Маяк у него в ПДА работал до пяти утра и в этом районе». «Давай по чесноку, он у вас». Яна с сержантом переглянулись. «Нет больше вашего знакомого», поспешил ответить Прокопенко. «Его собаки загрызли. Вот на этом месте». И победоносно шаркнул землю носком ботинка. Сталкеры тоже переглянулись, вздохнули и расслабленно выпрямились. Видимо, эта часть разговора была для них не менее напряженной. «Тогда его ПДА и мы уходим», устало проговорил итальянец, а его спутник добавил, обращаясь непосредственно к Яне. «Мне все-таки кажется, что мы с вами встречались. Клуб Цунами? СПБ? Не помню такого. И в Питере никогда не была», ответила Яна и толкнула Прокопенко. Тот нехотя протянул незнакомцам ПДА погибшего сталкера. «Сразу бы и сказали», пробурчал сержант и тут же пригрозил. «Но информацию с него мы слили. Она уже у нашего оператора». Гости на мгновение замерли, потом рассмеялись. Итальянец засунул ПДА в карман. «Да хоть сто раз. Вам туда не пройти. Туда никому не пройти». Развернувшись, они не спеша отправились к лесу. Прокопенко их остановил. «А вы вообще кто будете?» Сталкеры остановились и повернулись к ним лицом. «Тебе это так интересно?» спросил Итальянец. «Да, мне нужно знать, кто может на расстоянии деактивировать минное поле», накручивал себя Прокопенко. «Может, вы террористы. Может, вертушка сейчас тут все напалом зальет. И из-за того, блин, что вы здесь были...» Сталкеры вздохнули, переглянулись, Итальянец обратился к Яне. «Тебе здесь не место. Ты не шавка. Я сама решу, что мне делать», вспыхнула Волкова. «Как знаешь», усмехнулся незнакомец. «Бывай». «Пфф, крутизна!» «Почему, кстати, Артемчик?» повернулся к Яне Прокопенко, глядя, как сталкеры пересекают минное поле, а противопехотные радиоуправляемые ПМНки по-новому начинают активироваться. «Да так, попутала малость», Волкова пожала плечами. «Аномалы, стало быть, нехилая команда». «Ну что?» встретил их весь на подрыве Филин. «Кто это есть?» «Аномалы», ответил Прокопенко и, словно оправдываясь, добавил. «С ними любая электроника заглючит». Яна не стала задерживаться, а сразу направилась в ванную. Ей требовалось срочно умыться и принять таблетку от головной боли. Да и успокоиться не помешало. А затем она вышла из бункера и до прибытия транспортного и военного вертолетов гуляла по территории базы или копалась в своем ПДА. Из той информации, которую она скачала ночью, стрелка ровным счетом ничего полезного для себя не узнала. Все карты и пометки в них были, кажется, на французском языке, да и по общепринятым сталкерским обозначениям узнавались лишь в общих чертах. Глава 28 Конец игры Вместе с командой военных проводников, укомплектованной одними ветеранами, из вертолета появился шустрого вида капитан, очень помятый, выбритый неровно и явно в попыхах, но зато до нельзя исполненный энтузиазмом. От него сильно несло перегаром, который он тщетно пытался скрыть одеколоном и мятной жевательной резинкой, в итоге делает только хуже. Блатота, типа лося, сразу догадалась Яна. — Слушай меня, всем рассредоточиться по лагерю и принять круговую оборону. Занять позиции для наблюдения исправил его мрачного вида сержант, похожий на индейца. Появился он из-за спины капитана и выглядел очень хмуро. На лицо его была нанесена татуировка в виде паутины, что, впрочем, не делало его отталкивающим. Скорее наоборот, парень напоминал вампира из второй части блейда. — Наблюдение по всем фронтам и по тылу, — продолжил кричать капитан, увидев Прокопенко, гаркнув во все горло. — Почему не по форме одет, боец? — Это сержант Прокопенко, объяснил индеец. — Прокопенко должен быть одет по форме. Мы тут делегацию завезли с ученую. — С учеными? — исправил помощник. — Да? Неважно. Подойдите, сержант. Почему в майке? — В тельняшке, помощник. — У меня вахта закончилась, я не при исполнении, — ответил Прокопенко недовольным тоном. — Хорошо, сержант, — неожиданно согласился капитан. — Где ваши новички? — Вот, Прокопенко указал на Яну, которая с интересом рассматривала вертолет, уже стоящий на земле и не поднимающий лопастями пыль. Машина была не российского производства, что-то французское или американское. Красавец же Аллигатор, сопроводивший «Корсант, не надо считать ворон!» — закричал стрелке капитан. — Идите сюда! Волкова подошла, не особенно в этом усердствую. Ей очень не понравился капитан, зато его помощник, мрачный индейец, при одном взгляде вызывал улыбку. — Почему не на посту? Когда начинается ваша смена? — рявкнул капитан. — Вахта, сказал помощник. — 16.00 по московскому времени, ответил за нее Прокопенко. — По-киевскому исправил индейец. — По-киевскому времени собирайтесь, курсант, для вас есть работа. Заглядывая в планшет и поправляя темные очки капельки на носу, продолжил капитан. — Для новичка есть особенное задание, мне приказал Стеценко проследить лично. — Проконтролировать, индейец. — Проконтролировать отправку курсанта на спецзадание, здесь остаются только ветераны. — Старослужащие, подал голос Прокопенко и на него посмотрели буквально все. — Разрешите приступить к выполнению, сказала Волкова. — Вольно, гаркнул капитан. — Разрешаю, шепнул индейец. Яна пожала плечами и отправилась за рюкзаком в бункер, где столкнулась с Филином. — Что там? — спросил он, но девушка только с досадой отмахнулась. — Какие-то клоуны. Забрав немногочисленные вещи, она вернулась на вертолетную площадку, обнаружив возле капитана какого-то парня в оранжевом защитном комбинезоне и с двумя огромными и тоже оранжевыми сумками. Ученому было всего лет двадцать пять и, увидев, кто летит с ним, он заулыбался. — Вы будете меня охранять? — спросил этот молодой человек у Яны. — Курсант, что с вашими волосами? — закричал капитан, обращаясь к девушке. — В следующий раз, чтобы были подстрижены еще короче. — И лицо выбрито, — добавил индейец, на этот раз откровенно издеваясь. — И лицо подхватил подсказку капитан, но, видя, что все вокруг чуть не легли от смеха, поднял голову и более внимательно посмотрел на стрелку. — Ух, ёпоры, так это ж... — Грузимся, подошел к ним пилот, усатый здоровяк лет пятидесяти. Капитан кивнул ему в ответ и сделал какую-то запись в планшете. — Итак, курсант, слушай мою команду. Вы будете в охранении этих уеб представителей науки индейц. — Охранять представителей меньшинств. Индейц улыбается. — Будете охранять представителей меньшинств на их территории и по обстоятельствам подчиняться будете непосредственно руководителю экспроприации экспедиции. Та, объект, куда вы сейчас полетите, маленький, небольшой, защищенный со всех сторон, укрепленный по правилам. Службу нести будете от сейчас и до вечера. Сколько ваши замеры обычно длятся? Подался он к парню из меньшинства. Два часа и семьдесят пять минут, сдерживая смех, ответил тот. Охранный комплекс сторож вы найдете в вертолете. При возникновении тревоги в нештатной ситуации сразу запрашивайте базу. Подлетное время всего пять минут. Можете быть свободны. Вам ясно? Он с облегчением закончил инструктаж и поднял на стрелку глаза. Вопросы есть? Толкнул его Индейц. Так точно. Вопросов нет. Служу отчизне, сказала Яна и, развернувшись, зашагала к вертолету. Капитан нахмурил брови, однако никто не смеялся, и он подумал, что все нормально. Посмотрел на Прокопенко, но тот лишь развел руками. А как вас зовут? Спросил лаборант, догоняя девушку и улыбаясь ей, однако больше не успел сказать ничего, так как очень худой мужчина в очках, с бородой и озабоченным лицом, прибежал со стороны бункера и схватил одну из оранжевых сумок. Дернул, поднять не смог и с досады бросил. Одет он был в серо-зеленоватый комбинезон, по всей видимости очень дорогой и надежный, хотя и не созданный для того, чтобы попадать под обстрел или клыки животных. — Быстрее, Андрей, чего стоишь? — прикрикнул он и посмотрел на Яну. — Помогайте. Девушка вопросительно посмотрела на капитана. И тут он сделал то, из-за чего сразу поднялся в ее глазах. — Уважаемый, она вас защищает от зоны, а не таскает мешки! — закричал он. — Прошу говорить по существу. — Обращаться, подсказал индейец. — Поехали! — крикнул пилот. Вертолет взлетел, а Андрей что-то прокричал Яне. Из-за шума она ничего не разобрала и вообще отвернулась. Начала через небольшое окошко рассматривать бегущую под брюхом винтокрылой машины зону и аномалии, разбросанные по земле неровными пятнами. Впрочем, аномалии были и в воздухе, но пилот их обходил очень виртуозно. Конечно, их было не так много, как на земле, да и в кабине, скорее всего, имелся какой-нибудь детектор. Они летели всего четверть часа и приземлились на очень похожем объекте с бункером посередине и бетонным забором. — Делайте свои дела, сторож или что там еще. Когда потребуется, мы вас позовем, сказал бородатый руководитель, уводя Андрея, которому очень хотелось поболтать со стрелкой. Настроив всю аппаратуру и оценив степень защищенности объекта, Яна заняла место за столиком, спрятанным под тентом, и продолжила изучение своего служебного ПДА, все больше поражаясь той информацией, которой он был набит. Во-первых, КПК военного сталкера содержал точную классификацию всех известных науки и сталкерам артефактов и имел точное описание их свойств. А во-вторых, подобная энциклопедия имелась и для аномалий с животным миром. Волкова подумала, что такую столь ценную библиотеку прямо-таки жизненно необходимо загнать в архив до лучших времен. И так увлеклась, что не услышала, как молодой ученый все-таки приблизился к ней. Артефактами интересуешься? Спросил он, заглядывая ей через плечо и слегка касаясь его. Яна стряхнула парня и выключила КПК. Кто же им не интересуется? Это точно. На них люди деньги делают, сказал он с каким-то выжиданием. Похоже, он зондировал Яну, но она не могла понять на предмет чего. А правда, что вы сами изготавливаете артефакты? Задала она вопрос, частично, чтобы отвлечь его от данного сканирования. Совершенно верно, довольно улыбнулся Андрей. И делаем их такими, чтобы можно было продавать людям и не бояться за их здоровье. Как вы это делаете? Продолжила допытываться Яна на свои вопросы, причем совершенно не ожидая искреннего ответа. Однако или она слишком заинтересовала молодого человека, или информация не являлась тайной, Андрей охотно и, похоже, правдиво отвечал ей. Раньше новые артефакты появлялись исключительно после выброса. Потом люди начали экспериментировать с оружием, составами всякими, железками, ждали почти неделю до следующего и получали порой очень занятные вещи. Но однажды кто-то обратил внимание, что два и более артефакта, если попадают под выброс, сливаются и становятся третьим, новым и уникальным. Начали изучать это дело, обнаружили несколько стабильных связей и комбинаций. Например, абсолютно бросовый артефакт выверт в сочетании с двумя каплями рождал сальник, который немного спасал от радиации, добавлял усталости, но при этом был пластичен как пластилин, причем его однородность не нарушалась даже при очень тонком слое. Значит, сальник искусственный, воскликнула Яна изумленно. Как человек заинтересованный, она, разумеется, знала о чудесном артефакте, который вносили в конструкцию особенно дорогих противорадиационных костюмов. Около семи сальников обеспечивали стопроцентную защиту. Да, он не создается от аномалии, но пока неизвестно, какой именно фактор способствует его появлению, вздохнул Андрей. Ученые пробовали много разных способов, но бесполезно. Только выброс. Понятно, пробормотала Яна. А другие способы известны. Лаборант снова повеселел. Некоторые схемы работают по принципу нагревания, другие с помощью повышенного давления или вакуума, третьи просто от того, что артефакты эти оказались рядом. Представляешь, это целое искусство. А где можно вычислить рецепты? Яна скосила на него глаза. Ты что? замахала на руками. Это строжайшая тайна. Все, что находят ученые, сразу идет в архив, в сейф или через спутник. Все сразу под охрану берется. Это же результат огромных трудов и затрат. Это охраняется сильнее, чем что-либо. Но ведь любой сталкер или барыга могут начать сами экспериментировать, возразила Яна. Могут запросто, согласился ученый. Но вряд ли будут. У них нет таких средств, чтобы гробить артефакты, которые могут и не сработать. К тому же, как они без лаборатории и оборудования создадут условия, им остается только ждать выбросов. Точно, согласилась стрелка. Все ясно. Из двери бункера появился бородатый начальник Андрея. Что у вас на экране такое? Это собаки? Андрей, а ты почему не следишь за образцами? Сразу к обоим обратился он в своей обычной недовольной манере. Работайте, мы вам за это деньги платим. Я вообще на практике, мне институт платит, огрызнулся в ответ Андрей, когда бородач скрылся в бункере. И нечего на меня орать. Практика в зоне? Удивилась Яна. А что, нормально? Льготы знаешь какие? Тут же опасно, радиация, мутанты, шушеры всякое, улыбнулся лаборант. Так руководство считает. Яна встала и подошла к монитору, в левом верхнем углу которого кучковались несколько точек, вполне способные оказаться собаками или котами. На запретку они не совались, и девушка вернулась на свое место. Я сейчас приду, бросил ей Андрей, проверю кое-что. Через несколько минут он вернулся, а у стрелки был готов другой вопрос. А у сталкеров вы артефакты покупаете? Конечно, такие, как он, например. Все средства у них, а сталкеры как раз и являются нашим поставщиком артефактов. Сталкеры какие, уточнила Волкова осторожно. Да все, и легальные, с корочками и разрешением, и обычные. Последние, между прочим, арты лучше приносят, объяснил Андрей. Да и у вас тоже берем, какая разница? Вы опять там собрались? Да что ты будешь делать? закричал позади них бородатый. Как же вы мне надоели? Ну а вы, вы же военный проводник, нарушаете дисциплину. Лучше не обращай внимания, зашептал Андрей. Он всегда такой. Да мне по пояс, какой навсегда, вспыхнула стрелка и вскочила на ноги. Вам кто дал право на меня повышать голос? Занимайтесь своими делами, а со своими я сама разберусь, ясно? Бородатый ошеломленно уставился на нее, потом резко скрылся в бункере. Стуканет, вздохнул Андрей и встал. Пойду лучше, а то и мне до кучи перепадет. Газуй, отвернулась Яна и снова взялась за свой ПДА. Через пять минут подлетного времени и еще пяти для раскрутки винтов на ПДА стрелки пришло сухое сообщение от центрального диспетчера. Встречай БМ 132, командир Федоров. БМ означало борт малый, что могло быть только бронированным легковым автомобилем УАЗом или Алисией с номером 132. Через некоторое время действительно подъехал бронированный УАЗ с усиленной подвеской и пулеметом. Остановился перед минным полем и посигналил. Яна видела его на экране сторожа, отображался он и на камерах видеонаблюдения. Но без получения шифрованного приветствия с обязательным упоминанием имени командира экипажа она даже и не подумала нажимать кнопку деактивации оборонительных средств. Впустив броневик на территорию базы, Волкова вдруг ощутила короткий импульс от своего талисмана и поняла, ее временное бездействие наконец сдвинется с мертвой точки. Так оно и оказалось. Командир броневика капитан Федоров был уверен в себе и выглядел превосходно из-за атлетического сложения и чистоты костюма. Но иногда был мрачен, глядел из-под лобья и казалось подозревал всех в каких-то страшных грехах. Именно таким взглядом он оценил стрелку. Собирайтесь, сталкер, коротко приказал он, нетерпеливо оглядываясь на парня, который приехал вместе с ним и сейчас неторопливо поправлял свой комбинезон. Готов к принятию объекта. Парень кивнул, не глядя на него и продолжая оттирать запылившиеся штаны. Будешь здесь до особого распоряжения. Вахта, проживание, дозор, распорядился капитан и повернулся к Яне. Волкова? Стрелка кивнула, не считая нужным отвечать по уставу, тем более, что устава как такового у них не было. Личных вещей больше нет? Сюда не вернешься, напомнил он. Это хорошо, улыбнулась Стрелка. Почему? Шевельнул капитан бровью. Обязана отвечать? Да, обязана, когда я спрашиваю. Стрелка пожала плечами. Ненавижу сидячую работу. Что ж, это тоже хорошо, улыбнулся вдруг Федоров и указал на своего спутника. А вот Панов не любит кататься. Панов наконец отчистил костюм от пыли и поднял голову. Лишь одного взгляда на него было достаточно, чтобы определить. Парень в любой момент спустит курок ради повышения по службе или обогащения. Где руководитель экспедиции? Проскрепил Панов, шаря глазами по базе и натыкаясь взглядом на Андрея. Тут ведь одни ученые? Да, тут пока одни ученые, раздраженно ответил Федоров и распахнул переднюю дверь. Садись сюда, Волкова, я сзади поеду. Когда напарник прибудет, остановил его Панов, внимательно оглядывая охранные комплексы. Одному за такой базой не уследить. Через час с хреном должен подъехать БТ-87. Там команда, еще три человека. Капитан протиснулся на заднее сидение и оглушительно хлопнул дверью. Все, поехали. Ну и день сегодня. Привет, повернулся к Яне водитель. Меня Гена зовут. Гена был молодым и улыбчивым. Его брови и волосы были белее снега. Улыбался он очень искренне, отчего немного походил на Дауна. А меня Яна, представилась девушка и повернулась к Федорову. Что, вломили меня? А с бородой всегда так, махнул рукой капитан. Не обращай внимания, он на всех стучит. Гена завел двигатель, подождал, пока Панов не спеша открыл ворота. Командир тем временем ободряюще похлопал стрелку по руке. Не обращай внимания, из всех научников реальную. Вот этот, ухмыльнулась Яна, подразумевая Панова, ага, у него не сорвешься. Он уже сталкеров двадцать мочканул, ни одного арта мимо себя до научников не пропустил. И лаборантов пять ихним же начальником сдал. Со злым восхищением сказал Федоров. Все по правилам делает. Сталкеров двадцать завалил, не поверила Яна. Ну да, и главное, умудряется только иностранцев бить. Одни натовские диверсанты попадаются и какие-то косые из республик. Вторую хату уже отбивает. Яна промолчала, потому что не знала, уважать Панова за это или презирать. В конце концов она отбросила мысли о нем, переключившись на действительно важную для себя тему. А куда мы направляемся? На объект какой-нибудь? Или я в патруле теперь буду? Пока по маршруту, то в патруле улыбнулся Гена. Так что наслаждайся моментом. Куда прибудем, такого уже не будет. Мама дорогая, куда же мы едем-то? Ужаснулась Яна. Пока приказ на базу обучения. Увидим, ответил Федоров. Мы еще и сами не знаем. Нам указания постепенно выдают. Это у них принято. Таинственность нагонять. Броневик выехал на широкую и практически не заросшую травой трассу, с одной стороны которой шла плотная стена деревьев. С другой был небольшой обрыв и утопали в диких кустах ровные посадки. Местность выглядела практически нетронутой и какой-то благородной. Почему-то Яна подумала, что они находятся все так же на территории Белоруссии. Некоторое время все трое молчали, делая вид, что прислушиваются к шепоту радиосканера. Потом Федоров продолжил. Ты меняешь второго начальника за сутки, причем они сами просят тебя с поста снять. Не вписываешься ты в их коллектив. Не любят тебя стукачи. После этих слов он стал Яне намного симпатичнее. У меня тоже на них аллергия, пробурчала девушка. А вы что? Почему вы катаетесь и не греете пятую точку на базе? Тоже не ужились в коллективе? Парни переглянулись и рассмеялись. На два часа сталкеры залегли, постучал пальцем по экрану бортового компьютера Гена и кажется через дорогу на девять. Да и хрен с ними, отмахнулся Федоров и посмотрел на Яну. Не наше это дело сидеть на жопе и барабанить. Да и не твое тоже стрелка. Откуда знаешь? напряглась Яна. Да кто не знает? рассмеялся он. Ты же лучшая ученица Серебрякова. Могла бы вообще при ныкину нос ломать. Да еще на виду у проверяющего. Он сам напросился. Буркнула Яна, очень однако довольная. Это верно, согласился капитан. А вот инфа, которую ты скинула в центр, всех поставила с ног на голову. Какая инфа, не поняла Волкова. Я ничего не скидывала. Сталкеры переклянулись и рассмеялись. Ты еще ничего не знаешь, сестренка, сказал Федоров. Может быть то, что негодяй принес в своем ПДА для тебя и непонятно, но себе в комп ты это капернула, правильно? А потом заархивировала, чтобы через интернет отправить наличный ящик, так? Яна с трудом сообразила, что негодяем он назвал того сталкера, которого они с Прокопенко хладнокровно оставили на съедении слепым собакам, даже не поинтересовавшись именем. А все действия, произведенные с ПДА откуда-то стали известными в Центральном Штабе. Это было новостью и не сказать, что хорошей. Ну и что? насупилась стрелка. Ничего, так просто, капитан пожал плечами. Час назад мы не знали, что вообще куда-то поедем. А потом приказ получили, забрали с другой базы этого Алладуха и двинули за тобой. Я которую ему заказали аномалы. Там какие-то карты, никто толком ничего не знает, но все говорят, что это очень серьезно. Аномалам сделали предупреждение, оцепили весь район, где побывал негодяй, и теперь набирают людей для рейда туда. Только непонятно, почему Стыценко потребовал именно твоего участия. Вам Стыценко приказал за мной заехать? удивилась девушка. Ну а кто же еще нам может приказать ехать через всю зону за новобранцем, даже таким известным и миленьким, как ты, воскликнул Генго. Слышь, ты, Вилли, рули давай, прикрикнула Яна, и Федоров тоже пихнул водителя в плечо. Хныкин тоже что-то ляпнул. Не забывай, это наша боевая подруга, сказал он, и стрелка фыркнула, хотя эти парни ее абсолютно не раздражали. А почему от него, вытаскивая свой ПДА и рассматривая его. Это что же, в штабе все считывается? А если я интимный дневник веду? Те девушки, которые ведут интимные дневники и смотрят Залмана Кинга, в зону не забредают, сказал Гена. Че смотрят? Какого Кинга? Не расслышала Волкова. Ты че, умный что ли? Кинг это один из метров эротической классики, ответил заводителя Федоров, и Яна теперь с удивлением посмотрела и на него. Вы военные сталкеры или, блин, ботаники какие-то? Базлаете тут на очкастой фене? Да, у нас есть образование, и сталкерами мы заделались не от хорошей жизни, сказал Федоров. Я, между прочим, пединститут окончил, и детей целый год истории учил, пока за разбой не сел. А Генка в своем селе фельдшером безграмотность и демонстрировать знание жаргонных слов. Это не придает красоты, тем более девушке. Волкова помолчала, пытаясь обдумать информацию. Потом вздохнула и качнула головой, в чем-то с капитаном однако соглашаясь. Я не услышала ответ на вопрос, вслух сказала она. Все ПДА подключены к центральному серверу, и он работает в режиме пассивного приема логов с них, сказал Генка, «Чтобы местонахождение не спалили», усмехнулась Волкова, «было бы прикольно». «Да, неплохо, только вот он может находиться и в зоне, и на Аляске, и у черта на рогах», рассмеялся Федоров. «Через спутник все идет». «А как он у меня данный дернул», напомнила стрелка, разглядывая обширную электру, которая раскинулась справа от дороги. Прямо посреди аномалии чернела туша лошади из десяток дохлых ворон. Было удивительным, как птицы вообще не сгорели от разряда в несколько тысяч вольт. «За новичками всегда контроль повышенный», ответил капитан, «так что не обижайся, ты сама на месте руководства так сделала бы». «Обижаются на зоне, я могу только огорчиться», произнесла девушка недовольна. На базу они прибыли через четверть часа. Волкова уже знала, что находится база не в зоне, а между первой и второй ограждающей линии периметра, хотя эта информация ей ровным счетом ничего не давала. Стрелка не собиралась сбегать отсюда или штурмовать этот объект. Девушку вообще мало интересовал вопрос силового воздействия на госучреждение, тем более такое сильное, как ВПС. Она хотела только собрать больше информации и заработать денег, чтобы навсегда уехать из зоны и жить в свое удовольствие. «Мы идем вместе», поинтересовалась она, вылезая из броневика. «Да». Стеценко ждал их рядом с оружейной комнатой. Пока сталкеры сдавали на хранение свои автоматы, он не спускал глаз со стрелки. Затем сделал жест следовать за собой. Яна, Федоров и Геннадий поднялись за ним в один из классов, где передние ряды были заняты другими военными проводниками. Причем, судя по их хмурым, а ни в коем случае не мужественным или воинственным лицам, можно было сказать одно. Это профессионалы своего дела, ветераны, которых выдернули из теплой постели или в спешном порядке сняли со спокойного поста. Стрелка чувствовала исходящую от них силу и уверенность, перемешанную с раздражением. «Занимайте места, сталкеры», показал Стеценко на свободные стулья и подошел к Яне. «Ты пройдешь со мной». «А в чем дело?» напряглась девушка. «Все нормально, не волнуйся, это недолго», улыбнулся он, что вообще было крайне редко. Потом повернулся к залу. «Вы ждите, через десять минут выдвигаемся». Он завел ее в комнату, которая находилась в том же помещении рядом с входной дверью. В школе в подобных смежных комнатах обычно хранился инвентарь того предмета, что изучали в данном классе. Это место не являлось исключением и в узкой комнатушке был устроен небольшой склад с муляжами противопехотных мин, различных взрывных устройств, несколькими видами минометов и какими-то учебными плакатами. В самом дальнем углу помещения сидел на стуле высокий и полный человек лет сорока. Незнакомец был таким же здоровяком, что и Стеценко, но не держал себя в идеальной физической форме, как подполковник, и явно принадлежал к более высоким руководителям. Об этом говорили хотя бы изящные очки и дорогой костюм нестандартных габаритов, явно пошитый на заказ. Дождавшись, пока военные и девушка приблизятся и усядутся напротив него, он раскрыл кожаную папку, которую до этого держал в руках, вытащил из нее какие-то фотографии. Потом посмотрел на Яну и представился. Меня зовут Олег Станиславович Корякин. Я директор Международного Института Исследования Чернобыльской зоны. Не буду отрывать вас от дел, буду краток. С этими словами он протянул ей и Стеценко фотографии. Посмотрите, пожалуйста. Волкова сразу узнала то место, которое было запечатлено на снимках. И, естественно, который являлся центром экспозиции, несмотря на то, что фото было рипнуто с черно-белого фильма. Стеценко тоже узнал и зачем-то играясь, сравнил фото и оригинал, приподняв снимок на уровень головы стрелки. Вы узнаете человека на снимке, Яна? спросил Олег Станиславович. Узнаю. Ну и что? проговорила она и протянула фотографии назад. Для позирования могли бы и попросить. Хорошо, буду иметь в виду, улыбнулся мужчина и продолжил. Вы не объясните мне, почему вы это делали? Зачем вы оттаскивали людей в разные стороны? Кулон на груди нагрелся и завибрировал. Девушка покосилась на стыценко, но он, словно почувствовав что-то предостерегающее, покачал головой. Девушка, отвечайте, пожалуйста, честно, повысил голос незнакомец и тут же добавил, ни о чем можете не беспокоиться, я контролирую и этот объект, и все государственные учреждения, так или иначе имеющие отношение к зоне. Яна поморщилась. Что вы хотите услышать? спросила она, я пока ничего не понимаю. Яна слышен о ваших успехах и особенно в опыте обнаружения ловушек, сказал Олег Станиславович, просветите нас, пожалуйста. Кулон теперь пульсировал не переставая. Яна вдруг осознала, что такого еще никогда не было. Неужели он сигнализирует ей о том, что это все, конец игры, что на этом все закончится? Или может быть все только начиналось? Если вы задаете мне этот вопрос, то значит и ответ на него вы знаете, глядя Корякину в глаза, сказала девушка, так что нечего тут горбатого лепить. Ученый и подполковник переглянулись, и Стеценко пожал плечами. Ну хорошо, пробормотал Олег Станиславович, спрятал бумаги и снова взглянул на Волкову через очки. Я думаю, что вы можете видеть аномалии. Кулон дернулся в последний раз и затих. Мы затребовали сведения о вас из милиции, подняли различные архивы и выяснили, что при рождении у вас не было физических дефектов и вообще отклонений. И, конечно же, вы не попадали под выброс, продолжил Корякин. Из этого следует то, что свою столь полезную способность вы могли только приобрести, а не развить. Еще пару недель назад я даже не думала про зону. О чем вы говорите? Сталкеры и некоторые ваши товарищи уже на этой базе подтверждают мои догадки относительно вашей способности визуально определять границы ловушек, улыбался ученый. И мне после детального рассмотрения всех известных фактов и общения с вашими учителями становится ясным, что вам может помогать некий предмет, ваш талисман, который вы носите на шее. Яна резко упала назад вместе со стулом, перекатываясь через голову. Этому совершенно безопасному, но со стороны зрелищному приему она научилась у того же Вовы Славянина. А еще при входе сюда она приметила на реечном стеллаже какую-то трубу из нержавейки, что валялась поверх ватманских листов. И вскочив на ноги, она схватила ее обеими руками и дернула на себя, надеясь на то, что успеет врубить подполковника. Труба дернулась и вырвалась из рук Яны, потому что была привязана к рулонам бумаги. Стеценко тем временем подскочил к девушке и всего лишь парой незаметных движений спеленал ей руки. Обхватив ее и сдавив, светловолосый богатырь усадил стрелку уже на свое место. — Да не бойся ты, что ж ты как волчонок, прогудел он с небольшой досадой. — Ну, хорош тебе. — Чего вам надо? — выдохнула Яна, дергаясь и пытаясь освободиться. Это было абсолютно бесполезно. Стеценко очень ловко держал ее, и она даже не смогла бы достать его головой. — Я тебя отпущу, если мы поговорим, как нормальные люди, прикрикнул подполковник. В комнату заглянул Генка. Он сразу же заметил, что Стеценко силой удерживает девушку и шагнул вперед. — В чем дело, Денис? — обратился он к подполковнику по имени. — Что здесь происходит? — Отставить, сталкер! Стеценко даже не взглянул на него. — Выйди отсюда и жди вместе с остальными. — Это наш боевой товарищ. За что вы ее хотите судить? Она имела возможность влезть в интернет, но не сделала этого. Она ничего не украла, не сдавался Генка. — Молодой человек, никто не предъявляет вашему товарищу никаких претензий, вмешался Корякин. — Мы просто разошлись в некоторых вопросах, а товарищ Волкова умеет решать их только одним способом. — Ладно, уйди отсюда, все нормально. Волкова стряхнула с себя Стеценко. Будем разговаривать. Закроет дверь с другой стороны сталкер. Опять-таки, не глядя на Геннадия, произнес Стеценко, тяжело дыша. Запыхался он больше от разговора с водителем БМ-132, чем от схватки с девушкой втрое меньше его самого. — Вам нужен мой талисман? — Мне его мать подарила. Он достался мне от нее, разнесла Волкова, когда они остались втроем. — Вы что думаете, это прибор какой-то? — Мы считаем, что это кусок монолита, сказал ученый. Яна была ошарашена не меньше, чем подполковник. — Что за бред? Откуда у моей матери кусок монолита? — Монолита вообще, я думал, не существует, пробормотала, страшно почему-то нервничая. Ученый снисходительно улыбнулся и посмотрел на Стеценко. — Не забывайте, Денис, это государственная тайна, — напомнил он. Подполковник довольно угрюмо посмотрел на него, потом на стрелку и развел руками. Корякин снова обратился к Яне, которая уже не пыталась ударить его или военного, а просто сидела на стуле с нетерпением ожидая развязки. — Мы, то есть наш институт, затратили огромные средства на то, чтобы отыскать информацию о вас, Яна, начал ученый. — И сейчас я расскажу вам то, что, возможно, вас очень заинтересует. — О вас мы узнали только после теракта на той улице и просмотра записи. Я не буду вдаваться в подробности поиска, тем более, что они известны лишь оперативникам. Расскажу только то, что вы посчитаете интересным. В свое время, задолго до второй катастрофы, один человек нашел монолит под саркофагом. Он отколол от него кусок и унес с собой. Этот кусок так ему полюбился, что он придал ему форму кулона и повесил себе на шею. Но потом у него этот кулон отобрали, и он достался женщине, вашей матери. Этот талисман, а я повторюсь, что мы склонны думать, что он является именно частью монолита, был с ней долгие годы в заключении. Он питался ее эмоциями и энергией. Он стал частью вашей матери, которая потом перешла к вам. Ваша мать в 98-м году освободилась из колонии, а в 2001-м во время потасовки в общежитии она гибнет от ножевого ранения. Вам доставляет это удовольствие, прорычала Яна. Корякин поднял на нее глаза, но ничего не ответил, а просто продолжил. Ее трехлетняя дочь Яна, то есть вы, остается сиротой. Девочку направляют в детский дом 11. Это в России, в городе Черноземске, известном своими минводами. А не помните Яна 2006 год, день космонавтики? Вы изобразили этот шедевр. Именно в тот момент, когда родилась зона, где-то в районе двух часов дня, на уроке рисования. Олег Станиславович протянул Яне распечатку детского рисунка, изображающего известную всему миру вытяжную трубу ЧАЭС, темный саркофаг четвертого энергоблока и яркие разноцветные облака над ними. Первый аномальный выброс. «Конечно, не помню», оттолкнула рисунок девушка, но какое-то странное ощущение заставило ее поюжиться. Как будто талисман на ее шее успокоился и больше не считал этих людей опасными. Мы считаем, что монолит сам по себе не исполняет желания, а открывает человеку доступ к его подсознанию и сокрытым природным ресурсам, которые обычные люди могут постичь только в результате упорных тренировок. Он помогает тому, кто носит его на себе. Так действуют по сути дела все известные артефакты. Монолит может оказаться просто одним большим артефактом. Именно поэтому вы можете видеть аномалии. Часть монолита у вас на шее позволяет вам обнаружить ловушку. Яна молчала, прислушиваясь к ровному биению своего сердца и вторящим ему тепловым толчкам странного камня на шее. Она давно подозревала нечто подобное, но чтобы разгадка находилась так близко, она даже не могла ожидать. А ведь как все легко объяснялось? Значит, это правда, что моя мать сидела? Неглядя на ученого, проговорила девушка. Я думала, что это просто слухи. У меня даже есть копии очень многих документов. Корякин постучал по папке, и Яна подняла на него глаза. Ну и что вы хотите? Ученый улыбнулся, откладывая папку в сторону. Я хочу, чтобы вы отдали на время ваш талисман, чтобы мы могли проверить его в действии, на другом человеке. Если он сработает, то вы наладите серийное производство, ухмыльнулась Волкова. Ученый помрачнел. Нет, это не так просто. Мы, конечно, попробуем и это, но потребуется время. А если он не заработает на другом солдате, тогда только вы будете обладать им. Ведь только вы смогли за все эти годы напитаться его энергетикой. Я поняла. Время вас поджимает, догадалась Яна. Еще эти карты, которые были у какого-то негодяя, правильно? Да, так и есть, согласился ученый. На место, указанное в этих картах, отправится команда лучших проводников. Но без помощи вашего таланта или без камня там делать нечего. Столько аномалий, что невозможно пройти, стрелка улыбнулась. Именно. Сталкер по прозвищу Негодяй в течение недели пробирался через них, спал и ел там. Люди из аномалов были рядом, следили за этим. Потом случился внеплановый выброс, и этот сталкер не погиб в отличие от всех остальных. Выброс? нахмурилась Яна. Да, локальный. На пятачке земли в сто метров. После этого выброса сталкер пропал. Зато он оставил вешки на том месте, и карты, которые вам удалось так удачно перебросить на свой компьютер, опередив аномалов, закончил ученый. Ага, пока за мной шпионил диспетчер. Корякин только фыркнул и пожал плечами. А потом что? Как я опередила аномалов? Я просто скинул информацию, а распорядились ею вы. Они же сами могут на эту поляну претендовать. Они не будут этого делать, вздохнул ученый. Мы там были раньше, достаточно определить границы и степень опасности участка. Вся надежда на ваш камень. Или на вас. А еще они не знают про бюреров, артефакт, который отращивает отрезанные конечности, и бог Ангунда, злорадно подумала Волкова, но талисман кольнул ее в грудь, словно напоминая. Не место для подобной информации. Да и не исключено, что они уже знают все от того же Сереги Золотого, которому, причины карликов, по которым они назвали Яну Ангелом Монолита. Вот вам камень, изучайте. Стрелка сняла кулон и подала ученому, который схватил его крепко и быстро, как величайшую драгоценность. Только верните, если он вам не поможет. Верну, и если не поможет, это будет очень скоро, поспешил заверить ее Корякин. Время не на нашей стороне. Сейчас люди проверят его в помощь окажется полезной. Стеценко поднялся на ноги. Сейчас Волкова поужинаешь и отправляйся спать в свою бывшую комнату. Она, кстати, пустует. Я тебя разбужу. Глава 29. Основная миссия. Только сначала протяни руки, приказал подполковник. Яна нехотя повиновалась и военный защелкнул на них наручники. Вот так-то будет лучше, усмехнулся он. А то ты слишком дерзкая. А вам не кажется, что я могу вообще отказаться с вами работать? Стрелку переполнял гнев, но она сдерживала его, так как понимала, что против военного, да и вообще организации ВПС, у нее нет ни малейшего шанса. Да не работай, усмехнулся подполковник. Можешь даже рапорт подать или заявление об увольнении. Только выход, девочка, у нас один, и ты его знаешь. вмешался Корякин. Не забывай, все мы люди. А это еще и женщина, молодая и довольно хрупкая. Это молодая и хрупкая череп может пробить на раз-два, бросил Стыценко. Пойдем, Волкова, не принимай близко к сердцу. Я просто не хочу никаких осложнений. Он набросил на руки Яны небрежно свернутую холстину, которая валялась на учебном инвентаре, и подтолкнул к двери. Так в столовую или в комнату, остановилась девушка на полдороги, показывая свои руки. Вы меня даже не покормили. Подполковник на секунду задумался, потом решил. Давай в комнату, поесть тебе принесут. Ага, было бы неплохо, кивнула Яна. Под изумленными взглядами сталкеров они вышли из класса. Федоров и Генка были единственными, кто попытался как-то вмешаться, но Волкова остановила их, покачав головой. Они прошли через двор к двухэтажному общежитию, миновали дежурного на первом этаже. Поднявшись на второй этаж, подполковник открыл перед девушкой дверь ее бывшей комнаты. Здесь она жила чуть больше недели первичного обучения. Отдыхай, Волкова, и не вздумай шалить, приказал он. Браслеты сними, буркнула Яна. А вот с этим пока подождем, жестко сказал он. Мало ли, что там у тебя за радиосвязь с этим камнем. Мы должны проверить. Не обижайся. Жлоб, бросила девушка, когда он закрывал дверь. Стеценко услышала это, но ничего не сказала. Ему было неудобно, Яна это чувствовала, но не пыталась понять и уж тем более оправдать действия начальника. У каждого был свой путь, она это понимала. Пленница опустилась на кровать, потом легла, тюк с колстиной, держа на груди, затем неспеша выпуталась из материала и сбросила его на пол. При этом девушка кое-что заметила. В складках материи промелькнул кусок проволоки. Яна опустилась на колени и начала быстро перебирать груду трепья. Точно, вот она, заколка. Черная, металлическая и загнутая в форме латинской буквы В, каждая из ножек которой была сантиметров по семь. Заколка была в местах сгиба пришита к покрывалу, что, видимо, требовалось для каких-то уроков. Отцепить ее не составило большого труда. С наручниками Яна справилась легко, потому что была знакома с их устройством и даже в свое время тренировалась снимать браслеты разных типов подручными приспособлениями. Руководил тренировками, конечно же, Вова Славянин. Положив спецсредства на тумбочку, стрелка на всякий случай подергала дверь, пару раз толкнула ее бедром. Выбить дверь было реально, хотя помочь вряд ли могло. Даже если она обезоружит инвалида-вахтера, с базой ей никуда не деться. Поняв это, Волкова успокоилась и решила раскрыться только в том случае, если выбора у нее не окажется. И снова легла, теперь, чтобы действительно отдохнуть. Наручники она взяла в руку наподобие кастета, прикрыв их той же тряпкой. Глупо, конечно, но в голову ничего больше не приходило. Яна закрыла глаза и как-то сразу провалилась в сон, выпала из реальности. Сказались последние сутки, насыщенные событиями. Спустя какое-то время замок в двери щелкнул и в комнату просунулась 25-летняя чеченка Замира Мадуева, единственная подруга Яны на базе обучения. Девушки жили вместе несколько дней и успели сдружиться, несмотря на то, что их заранее оповестили о разных местах назначения. Привет, Яна, улыбнулась Замира, видя, что Волкова открыла глаза. Расслабься, это я. Девушка плотно заперла за собой дверь и присела на соседней кровати, поставив на тумбочку рядом пластиковый пакет. Затем порезала в карман за ключами, но Волкова отбросила холстину, показывая, что от наручников уже освободилась. Я так и думала, улыбнулась Замира. Стыценко? Ну, а кто же еще? вздохнула Яна. Что думаешь делать? Поинтересовалась Замира. Она была спокойной, как всегда, и эта черта характера отличала вообще от всех знакомых Яны. Помимо этого, чеченская девушка была очень красивой и очень серьезной. Жду, когда они кое-что проверят, ответила Стрелка. Замира присмотрелась к ней внимательнее и покачала головой. А где твой талисман? Ты его подарила кому-то? Ведь ты не теряла его? Или или подтвердила ее догадку Волкова. Ученый приехал сюда и сказал, что это может быть куском монолита. Ого! Замира испугалась. Я всегда чувствовала, что этот камень очень дорогой для тебя, не так обычен. Оказывается, это был артефакт? И его не берет детектор? А я-то что? Я сама не в курсе. Волкова пожала плечами. Она вспомнила, как Замира попала в ВПС. Вопреки предвзятому мнению, Мадуева не являлась членом какой-либо террористической организации. Все, что она хотела в зоне, так это найти дум мумии для того, чтобы вылечить смертельно больного отца. Собрав всю доступную информацию об аномалиях и артефактах, а также скопив какие-то средства, Замира пересекла несколько границ и перебралась за периметр с одним пьяненьким проводником из местных. И в первый же день попалась натовскому патрулю, который в отличие от русского или украинского не стрелял сразу и не требовал откупных, а как положено по закону привез ее на тот же КПП, где неудавшаяся сталкерша пересекла главный рубеж зоны. Не исключено, что дождавшись отъезда пиндосов пограничники посмеялись бы и отпустили неосторожных искателей артефактов, но именно в этот момент несколько броневиков ВПС встречали большую колонну научной экспедиции, проезжающую именно через этот блокпост. ВПС быстро смекнули, что погранцы включили дурака по поводу посторонних на своем объекте и забрали нарушителей с собой, оставив военных вытирать вспотевшие от напряжения лбы. Замира увидела работу команды Стеценко. Около трех часов ее и протрезвевшего местного продержали в грузовом отсеке бронированной газели. За это время ВПС сопроводили научников до места их будущего лагеря и помогли им укрепиться, дожидаясь долговцев, которые вызвались охранять этот объект единолично, потому что место лагеря находилось в довольно спокойном районе. К слову, нужно упомянуть, что горячие точки генерал Воронин не жаловал просто из-за экономии боеприпасов и личного состава, который все больше терял идейные кадры, пополняя свои ряды теми, кто приходил в группировку ради зарплаты и крыши над головой. Разместив ученых и отъехав от места на несколько километров, Газель остановилась. Безликий сталкер в шлеме освободил за миру и проводника, наставив на последнего пистолет. Местному жителю поступило предложение добираться до дома самому и все забыть в обмен на жизнь. Проводник согласился не колеблясь. «Зона даст, выживешь», усмехнулся военный сталкер, провожая глазами тщедушную фигурку. Он был уверен на все сто, что старик, если, конечно, доберется до дома, не расскажет об этом инциденте никому. Во-первых, это может подмочить его репутацию как проводника, а во-вторых, даже по самой глубокой пьяни ему не взбредет в голову упоминать о близком знакомстве с военными сталкерами. Ведь подобная связь приравнивается к стукачеству, к работе на СБУ или, по крайней мере, на ВВ, что означало просто на ментов, а стукачей обычно наказывали порции свинца в живот. И так, проводив глазами местного жителя, ловко петляющего между аномалиями по пути кем-то уже провешенному, ВПС переключился на Замиру, которая до сих пор терпеливо хранила молчание. «Тебя-то как сюда занесло, сестра?» спросил сталкер, и сердце девушки учащенно забилось. В самом вопросе угадывался, если не земляк, то хотя бы тот, кто мог понять ее или воспринять как личность. Чеченка безутайки рассказала ему обо всем. Сталкер думал недолго. «Садись, отвезу тебя туда, где тебя выслушают и поймут», решил он, сажая ее рядом с собой на соседнее от водителя сиденье. Позади себя Замира увидела еще троих таких же безликих сталкеров, которые молчали до самого конца поездки. Выдержка у парней была на уровне, даже Замире было душно в броневике. Что же тогда испытывали эти люди в шлемах и экипировке? До определенного момента анонимность они нарушать не хотели или не имели права. Прибыв на базу, военный проводник сдал ее Стеценко, так и не сообщив девушке своего имени. Историю Мадуевой подполковник слушал с очень хмурым видом. Впрочем, невесел он был из-за того, с какой легкостью Замира попала на режимный объект. Короче, есть у вас девушка два выхода, выдал он наконец резюме. Первый это безболезненная и быстрая смерть, потому что перебравшись через забор, вы уже поставили себя вне закона. И есть второй. Мы, наша организация совместно с правительством и институтом исследования зоны, оплачиваем лечение вашего отца, находим артефакт, нанимаем врачей, если нужно. Но вы будете должны отработать все это по полной программе. И увидев, каким резким взглядом отреагировала на это гордая чеченская девушка, поспешил добавить, отрабатывать это заключить долгосрочный контракт с нашей организацией. В рядах ВПС вы находитесь на контрактной службе не меньше года, или пока не вернете свой займ. А вы его можете вернуть очень быстро, поверьте. Замира не колеблась ни минуты, согласилась и уже через неделю смогла поговорить с отцом по спутниковому телефону, скупо сообщив ему, что нашла очень хорошую работу в охране. То, что она будет оберегать ученых, успокоила и его, и младшего брата, тем более, что Замира обещала регулярно звонить. Девушка очень серьезно подошла к работе и прилежно взялась за учебу. Тем более, что какой-то багаж знаний у нее уже имелся, а ВПС был просто кладезем информации. Стеценко лично контролировал ее обучение, подготавливал к некой операции, о деталях которой не знал никто. Замира впитывала знания, как губка. Стрелка обратила внимание на это. Такие черты характера, как добросовестность, прилежность и целеустремленность Замиры внушали огромное уважение наравне с искренней верой молодой Чеченки. Сдружились девушки еще сильнее, когда первый раз вместе попали на стрельбище, и у них появился азарт соревнования. Впрочем, Волкова с Мадуевой и без любви к снайперскому делу нашли бы общий язык, хотя бы из-за здорового образа жизни, который активно поддерживали. Мне подполковник сказал, что ты здесь, с улыбкой сказала Замира. У нее был легкий акцент, но он никогда Яну не напрягал. Это он сказал зайти? Стрелка отбросила ненужные наручники. Он знал, что я пойду, дал ключи и сказал, что ты здесь, и что ты голодна. Замира протянула ей пакет. Думаю, разберешься. Извини, но посидеть с тобой не могу. Я сейчас в рейде с 35-м бортом. Каких-то ученых прикрываем. Уже за сегодня ползоны объехали. А у меня, наверное, завтра рейд будет, сказала Яна и закусила губу. И не исключено, зановалась или нервничала, то акцент ее становился сильнее. Ты просто запуталась. Все будет хорошо, ясно? Да, Замира, ясно, улыбнулась Волкова. Я им все равно накостыляю. Конечно, накостыляешь, улыбнулась Чеченка и встала. Я пойду. Не опускай руки, сестра. Я с тобой. Ко мне всегда обращаться можешь. Подруги попрощались, и у стрелки почему-то совершенно пропало боевое настроение. После визита подруги что-то перевернулось в ее душе. Она вдруг поняла, что ей не придется ни с кем драться, и все решится само собой. Талисман матери даже на расстоянии поддерживал ее, и девушка это чувствовала. Он возвращался. У Стеценко ничего не вышло, частичка монолита за девятнадцать лет полностью настроилась на Яну Волкову. Вскипятив ужинов, Стрелка махнула на все рукой, решив просто лечь спать. Приняв душ, который находился в номере, и еще раз убедившись, что дверь открыта, и ее никто не держит, девушка забралась под одеяло с полной уверенностью в том, что среди ночи ее не поднимут. Проснулась Волкова в пять утра, без помощи будильника и даже безо всякой внутренней установки. Нет, она просто хорошо выспалась и была готова к любым неожиданностям. Как оказалось, в дальнейшем столь ранний подъем позволил ей собраться, сделать каждодневную зарядку из отжиманий, пистолетика и пресса и привести себя в порядок. Требовательно постучавшему Стеценко Яна сама открыла дверь, уже облаченная в форму. Девушке понравилось выражение его лица, подполковник не ожидал этого. «Работает монолитта», ухмыльнулась она, уже зная ответ. С невозмутимым видом Стеценко протянул ей кулон. Яна одела его, сразу ощутив знакомое тепло и успокоившись. Хотя отлично знала и понимала, что становится рабом вещей в данный момент этого маленького камешка. «Нужно пересмотреть этот вопрос», промелькнула у нее мысль, которую она сразу спрятала подальше, чтобы не отвлекаться в настоящий момент. «Не работает. Это может и не монолит. Надо было сразу тебя с проверили бы на месте», проговорил он с подозрением оглядывая комнату. «Выспалась?» «Так точно», ответила Стрелка. «Что дальше?» «Пройдем», почему-то спрятав глаза, сказал военный и протиснулся в комнату, так как Яна дверь полностью не отворила. Девушка с недоумением посмотрела на широкую спину военного и пошла за ним, присела напротив него на бывшую кровать Замиры, которая тоже была ровно застелена «Правимся?» «Очень странная и очень серьезная», сказал Стрелка, не спуская с Яны глаз. «Ты можешь существенно помочь нам, Волкова, если пойдешь с нами». «У меня что, есть выбор?» воскликнула девушка. «Да, на этот раз он есть», тихо сказал подполковник. «Никто не будет тебя заставлять делать это и угрожать расправой тоже. В этой операции вообще участвуют только добровольцы». Яна притихла. Это было очень серьезно. «Что же там такого сложного?» «Там опасно?» спросила она. «Да, опасно, хотя нет мутантов и никто не стреляет в спину. Опасны там именно аномалии. Это лабиринт аномалий. Во всяком случае, на экране детектора выглядит именно так. Одно большое кипящее озеро. Но там есть тропинка, очень узкая. Негодяй смог провести моих бойцов. Опасность заключается в том, что может ждать на ее конце. «Значит, там что-то или кто-то есть, и я пойду не одна?» удивилась Яна еще больше. «Нет, конечно», Стаценко мотнул головой. «Это самая сложная операция, в каких мне приходилось участвовать. Если у нас все получится, то есть шанс навсегда избавиться от зоны или остановить ее рост». «Ничего себе!» Яна внезапно ощутила холод. «Да, именно так. Это шанс всего человечества», немного напыщенно сказал подполковник. «Я иду. Конечно, почему бы и нет?» Яна колебалась недолго, взвесив все, что могла получить после этого или потерять из-за отказа. В любом случае выходило, что теряет она больше. Стаценко поднялся и протянул ей руку. «Я не сомневался в тебе, Волкова». Вертолет летел очень низко. Перед вылетом Стаценко надел на Яну наушники и посадил рядом с пилотом. «Будешь подсказывать», прокомментировал он свои действия. Волкова кивнула, а так как больше ничего добавлено не было, отвернулась. Каких-то полчаса назад они вылетели со своей базы, что располагалось недалеко от белорусских боровичей, и поднялись на высоту «Мишки», а потом прибыли в детятки, где их ждали два вертолета. Теперь, помимо головного 24-го «Мишки», в операции принимало участие еще два борта, в каждом из которых было по четыре военных сталкера и четыре спецназовца. Операцией руководил лично Стаценко, занявший место в том вертолете, где находилась Яна. «Зачем обратно летим?» прокричала девушка в микрофон, но пилот, покачав головой, обозначил, что кричать вовсе не обязательно. «Смотри за аномалиями», постучал он по прибору, «Я могу что-то упустить, теперь летим низко». Яна понятливо качнула головой и начала смотреть по сторонам, думая, что рок-н-ролл, как это любят показывать в американских фильмах, сейчас был бы очень даже к месту. Вибрация и раскачивание многотонной машины были по своему эффекту сравнимы с детской каруселью, от которой порой перехватывало дыхание, а проплывающая совсем близко земля заставляла думать, что за верхушки деревьев можно было бы ухватиться рукой. Военная романтика, блин. Аномалий внизу было больше. Уже как-то раз летая на вертолете, Яна обратила на это внимание. Этот второй в жизни полет не являлся исключением, кроме одного. Концентрация аномалий увеличивалась. Чаэс осталась справа и позади, до нее промелькнула в густоте леса гигантская антенна Чернобыля-2, а они летели дальше, к границе с Белоруссией, возвращаясь, по сути дела, назад, но теперь уже практически у земли. Для чего совершался этот маневр, Волкова не знала. Да ей было и безразлично. Отодвинься, показала она пилоту на высокий тополь, совсем рядом с верхушкой. Пилот на всякий случай сравнил ее слова с показаниями прибора и удовлетворенно покачал головой. Детектор показывал слабую птичью карусель. Для такой громадины, как Ми-24, она прошла бы незаметной, однако спорить со стрелкой пилот не захотел, а просто последовал ее совету. Яна, в свою очередь, не стала говорить о том, что под самой каруселью на земле притаился гравий-концентрат, комариный оплеш. Высотой он был всего метров пять, но мало ли что могло хранить в себе сочетание таких опасных аномалий. «Вон там будете высаживаться», показал пилот это пространство. «Кстати, вон там справа старые шипелечи, где полностью хозяйничает монолит. Мы будем ждать вас в районе Боровища на нашей базе. Если что, две минуты и мы у вас». Сталкер и спецназ высадился в течение каких-то мгновений. Поле было свободно от аномалий и все три вертолета смогли опуститься одновременно. Волкову это насторожило. Такого в зоне просто не могло быть. Явно не обошлось без чьего-то вмешательства. И, учитывая все, что было известно об этой операции, удалить аномалии или препятствовать их развитию мог клан аномалы, каким-то боком замешанный в этом деле. Волкова вспомнила тех двоих сталкеров, которые на раз-два вырубили защиту сторожа и отследили ПДА погибшего негодяя. Ребята выглядели серьезными и, по всей видимости, аппаратуры располагали тоже не из дешевых. «Ты не дергайся», подошел к Яне Стеценко и тронул ее за плечо. «Твоя работа отслеживать, чтобы никто не попал в ловушку». «Жаль, что на изучение время мало дали». Волкова подняла руку, показывая свой новый ПДА, который был сильно модернизирован и совмещен с компьютером, встроенным в шлем. Прицеливание, отслеживание тепловых объектов и аномальные зоны подавались прямо на боковой голографический экран. От этого ПДА также шли импульсы к электронным системам оружия и встроенной защите комбинезонов спецгруппы. Дистанционные датчики автоматов FN-220, которыми были вооружены сталкеры, могли по желанию с помощью компьютера выделять на экране наиболее доступные цели или высвечивать каждому сталкеру тот объект, который нужно было поразить, действуя исключительно в команде. Сложная техника, проверенная и использована может быть всего пару раз. Идем на маяк, что обозначен на ваших экранах синей точкой. Подполковник оглядел вверенных ему людей, стоя посреди их и сверяя показания на своем ПДА и компьютере Яны. Там действуем по обстановке. Никто не знает, как это выглядит. Может, аномалии, а может и ямы в земле до самого пекла. Возможно, у нас ничего не получится. Неважно. Все знают, на что подписывались. Вперед. Волкова первая. Гендус и Федор прикрывайте с той стороны. Есть. Негромко и почти одновременно откликнулись сталкеры. Химик, ты работаешь по биорадиусу. Мышь не должна проскочить. Дистанция 200 метров. Перестраивай резервы только на это, продолжил подполковник. Боров, Прокопенко, Киселев, за стрелкой. Прокопенко? Удивилась Яна, всматриваясь в шлемы сталкеров. Неужели это ее бывший наставник? Может быть, однофамилец? Что-то не так, Волкова? Стеценко сдвинул брови. Яна прямо-таки ощутила это и нахмурилась. Через шлем не видно. Прокопенко, Дмитрий? Спросила она, сама не зная для чего. Зачем тебе, Волкова? Удивился подполковник. Да я, я, влез Прокопенко. Не мог же я тебя бросить. Жаль, что я не вижу твоего лица, подумала девушка. Почему-то настроение у нее упало, хотя, по идее, должно было подняться. Прокопенко в жизни не согласился бы на рискованное дело. Или это было первым впечатлением? Вряд ли сержант упустит возможность заработать. А на этой операции все участники заработают как за полгода в распоряжении руководства из самого Брюсселя. Мотнув головой и тем самым отбросив ненужные в данный момент размышления, Яна сверила маршрут с предполагаемым направлением и смело двинула в сторону леса, стоящий метрах в 150 от места высадки. Сталкеры пошли следом, стараясь ступать точно за ней, хотя необходимости в этом пока не было. Чудо-компьютеры выдавали тем временем кучу интереснейшей и бесполезной информации, такой, как, например, ржавеющие под землей куски металла. Соединенные с центральным сервером ВПС с помощью спутника и защищенные какими-то артефактами, они легко сопротивлялись радиации и аномальной энергии, которая буквально давила со всех сторон. Естественно, без комбинезонов с уникальной системой защиты такой ПДА в момент мог бы убить хозяина, отравить его неизвестным излучением. Разрабатывались и изготавливались эти компьютеры под огромным секретом и за бешеные деньги лучшими мастерами группировки аномалы. Именно благодаря подобным заслугам аномалы всегда имели два официальных коридора в Белоруссии и один на востоке Украины. Разработки и предметы, приобретаемые и производимые аномалами, все без исключения значились подконтрольными исключительно правительству обеих стран. Что, впрочем, не мешало аномалам общаться и с обыкновенными сталкерами. В зоне клан техников умельцев сам устанавливал для себя правила и найти его штаб-квартиру было невозможно. Да и, собственно говоря, никто не собирался искать и тем более наезжать на клан умельцев. Слишком серьезными могли оказаться последствия. Это было равносильно нападению на болотного доктора, за которого могли оторвать голову даже мародеры. «Что это за точки под ногами? Мины, что ли?» спросил кто-то из сталкеров, видя, что по краям тропинки иногда пробегают отметки, означающие металлические предметы. «Мины. Они деактивированы, но в любой момент их можно включить», сразу ответил Стеценко. «Наше оборудование». «Этот район мы полностью заблокировали?» удивился сталкер. «Да, сюда даже монолит не суется. Мы их предупредили», сказал подполковник. Как ВПС договаривался с монолитом, до сих пор было Волковой непонятно, но вникать ей особенно и не хотелось. Раньше, насколько она знала, сектанты часто контактировали даже с большой землей, не говоря уже о сталкерах в самой зоне. Да и сейчас монолитовцы не так уж редко встречались в барах или в местах бойкой торговли вещами и информацией. Они всегда были немногословны, лаконичны и без торга заключали сделки и держались все вместе, словно боялись чего-то. Напугать их могло все, даже резкий звук, и это заставляло их сразу ощериваться гауссами и эфенами. Но никто в здравом уме не стал бы пугать и тем более нападать на сектантов, потому что в ответ их собратья могли прикатить на тех же Алисах или Абрамсе числом большим и настроением хуже. Такое было несколько раз, мало не показалось никому. Боевики монолита уничтожали все живое в радиусе до полукилометра, не разбираясь, кто прав, кто виноват и не считая со своими потерями. Своё лицо они отстаивать умели. Так, всем внимание, приказал Стыценко, когда стена деревьев приблизилась. Входим в лес, включайте режим записи. Пусть все, что попадется, фиксируется на картах. Тут без изменений уже. Яна поняла, что уже лес никто не чистил, только поле для вертолетов. «Волково, как обстановка?» «Все как на приборах, скрытых нет», ответила девушка. Группа из двадцати человек вошла под своды деревьев, измененных настолько, что не было ясно, что это вообще завид. первое время двигаться было сложно. Ближе к краю лес был основательно заражен жгучим пухом, который висел на деревьях целыми хлопьями. Конечно, усиленной керамикой и пластиком ткани комбинезонов он ничего не мог сделать, но все равно было лучше его не трогать. Распадаясь, полуаномалия полурастения могло засорить фильтры, что означало длительный и трудоемкий ремонт. «Стоп!» вдруг сказала Яна, случайно глянув на верхушки деревьев. С досадой для себя она отметила, что до этого даже не подумала посмотреть вверх. Люди остановились мгновенно, с напряжением всматриваясь в просветы между деревьями. На своих ПДА они не видели ничего, кроме того, что уровень радиации упал до 25 микрорентген в час, что для зоны было просто невероятным. Не исключено, что радиацию просто поглощали деревья. Однако открывать забрало шлемов никто не собирался. «Что там?» подошел к Яне командир, глядя вверх. «Не знаю», пробормотала Волкова, «что-то типа светящейся паутины. Длинная и тянется вот с этих деревьев в обе стороны». «Аномалия?» спросил подполковник. «Она вдоль всего леса идет?» «Да, мы сейчас как будто границу пересекаем», кивнула Яна. «Высоко?» подошел к ним Прокопенко. «Метров десять». «Так, у нас гость», в шлемофонах раздался голос химика. «Четыре часа. Похоже, псевдогигант». «Он бежит на нас?» засуетился сержант, оборачиваясь вместе со всеми. «Скажем так, бежит в нашу сторону», ответил химик. Красная точка на биосканерах приближалась довольно быстро, и вскоре сталкеры увидели бесформенную тушу на двух уродливых руконогах с прожилками синих вен, выступающих сквозь грубую серо-желтую кожу. Псевдогигант трусил вдоль линии деревьев и, кажется, не имел никаких агрессивных побуждений. Однако, заметив людей, он остановился метров двадцати от них, явно удивляясь такому большому их скоплению. Не исключено, что этот индивид вообще первый раз встречал человека. Шевеляя без того уродливым лицом, тварь изучала группу сталкеров. «Не стоит ли приготовить гранаты?» пробормотала Яна, впервые наблюдая за псевдогигантом вживую. «Отставить гранаты», совершенно неожиданно сказал Прокопенко, а подполковник на него с удивлением покосился. «Он не нападет на нас. И даже если нападет, мы его одними автоматами уделаем». В этом сержант был прав. Оборудование и вооружение было у сталкеров столько, что вертолет, где была Волкова и Стаценко, вообще летел всего с тремя десантниками на борту, если не считать Дениса. Место недостающих четырех пассажиров занимали какие-то приборы и три неизвестных яни очень громоздких пулемета, которые сейчас сталкеры тащили группами по четыре человека. Псевдогигант тем временем сжал одну рукообразную ногу в кулак и саданул по ближайшему дереву, а затем ловко поймал своими маленькими, как у тираннозавра ручками большую гроздь жгучего пуха и начал с аппетитом жевать. — Охренеть! Они что, это едят? — удивленно спросил кто-то из сталкеров. — Он для них как сахарная вата, — улыбнулся Прокопенко. — Я один раз видел. — А почему молчал до сих пор? — недовольно пробурчал Стеценко. — Такая информация стоит того, чтобы ею делиться со всеми и в базу данных сразу поместить. — Вот выберемся отсюда и поделимся, бесцеремонно влезла в разговор Яна. — Эта хрень над нами начинает стягиваться. Надо уходить. — Что? Как стягиваться? — насторожился подполковник. — Над нами она становится ярче. Валим отсюда. — Черт! А этот... — Ладно, парни, держим его на прицеле. Вперед! — скомандовал подполковник. Когда люди зашевелились, псевдогигант оторвался от лакомства и с угрожающим видом запыхтел. Однако сталкеры не делали никаких резких друг к другу деревья, не дали ему пройти и от сотрясения сбросили прямо на шишковатую голову несколько ахапок пуха. Имея возможность выбирать между ними и сомнительным удовольствием возможной драки, псевдогигант отвернулся от сталкеров. — Пронесло, — сказал Прокопенко. — Тебя б так пронесло, — мгновенно среагировал химик. Все сталкеры рассмеялись, и даже стрелка улыбнулась шутке из известного анекдота. В следующие десять минут они продвигались по лесу безо всяких происшествий и поражались его необычной чистотой и опрятностью. Под ногами была только мягкая хвоя и какая-то странная трава, пучками вспарывающая ее влажное покрывало. И ни одного сухого или гниющего дерева. Идеально чистый лес. — Почему так гладко? По краям бурелом и жгучий пух, а потом ничего, поинтересовалась Волкова. Даже пней нет и камней. — А это ты у Прокопенко, спроси. Он больше всех у научников отирается, откликнулся пухлый и невысокий Киселев, всегда отличавшийся тем, что любил над кем-то подшучивать и распространять сплетни. Яна видела его пару раз, но вчера вместе с ветеранами его не было. Сегодня же этот довольно неприятный сталкер был в числе первых. Возможно, что тоже из-за премиальных, которые были назначены за операцию. Как и сержант Прокопенко, он никогда не упускал возможность дополнительного заработка. — Все сгнили, я слышал, — ответил вместо Дмитрия, идущий непосредственно за девушкой Боров. Этого бойца Стрелка узнала и в шлеме, потому что он был самым высоким и широким из всех людей, которых Яна вообще встречала за свою жизнь. Боров превосходил размерами даже благодаря Стыценко, из-за чего и вооружен был не штатной Грозой или ФНом, а нес какой-то ручной пулемет ужасающего вида с огромным коробчатым магазином. Девушка не могла определить его марку, таких даже в справочниках не имелось, а спросить она почему-то считала неудобным, хотя и очень хотела. — Даже камни сгнили, скептически поморщилась она. — Вода камень точит, хихикнул Киселев. Лес закончился, и сталкеры оказались на проселочной дороге, которая не используемой. Не исключено, что по ней даже ездил транспорт. Судя по колее и вообще расположению, это могли быть только автомобили Монолита. — Цель через 200 метров, — сверился со своим ПДА Стеценко и поднял голову, разглядывая огромное зеленое поле, которое дорога и лес брали в обхват. — Опа! Выйду в поле, сяду читать, только и сказал Киселев. — Клондайк! Другие проводники-сталкеры тоже смотрели перед собой в некотором замешательстве. На компьютерах всей группы ярким маркером мерцала огромная аномалия зоны. — Теперь, Надежда, только на тебя, сестренка, слегка прикоснулся к плечу Яны Боров. — Да, парни, от детектора можете отключиться, он только отвлекать будет, произнес Стеценко. — Готовьте вешки и точно за проводником. Волкова, мы все у тебя в подчинении. Стрелка ничего не сказала. Она забросила автомат за спину и сделала несколько шагов в сторону поля. Трава была очень зеленой, яркой, контрастной и настолько красивой, что глаза просто отдыхали, что можно было смотреть на нее не отрываясь. Портили этот волшебный покров только уродливые пятна комариной плеши, разбросанные в перемешку с трамплинами и каруселями. Данные аномалии люди могли определить невооруженным глазом, без помощи подручных средств. Но на этом, разумеется, все прелести поля аномалий, как назвала его Яна, не заканчивались. Бесчисленное множество опасных участков было скрыто от обычного человека и на отчаянно вибрирующем и щелкающем детекторе не отображалось, сливаясь с соседними, почти путая границы друг друга. Только стрелка видела их разнообразные очертания. Глава 30. Схватка «Парни, вы мешки с собой взяли?» — пробормотал кто-то из сталкеров, с удивлением глядя на бесчисленное количество самых разнообразных артефактов, подпрыгивающих и перекатывающихся по полю. «Отставить старательство!» — сразу же последовала команда Стеценко. «Шаг с тропы и я вас сам порву не хуже аномалий!» Золотые искатели, понимаешь. Сталкеры замолчали и подавленно наблюдали за стрелкой, которая сама была немного растеряна. Аномалий было, как грибов, но между ними все же имелись промежутки, равные по ширине проходы. Да и конечная цель была девушке хорошо видна. В центре поля вибрировала голубоватая окружность высотой метров три. Стрелка не могла решиться, по какому маршруту вести сталкеров. В некоторых участках было очень узко. «Так, группа один, отходите на пятьдесят метров по дороге вправо, группа два влево», приказал Сталценко. «Укрепляйтесь и ничего не делайте до моего приказа. Работать по всему, что движется». «Вы тут у снайперов, как на ладони», возразил кто-то. «Не будет никаких снайперов», почти вскричала Сталценко и Яна посмотрела на него с удивлением. «Не Монолит, не дебилы из греха, всех предупредили». Услышав это, Волкова еще раз оценила могущество организации военных проводников. То, что они поддерживают контакт с Монолитом, она знала и раньше, но чтобы грех прислушивался к мнению ВПС, было для нее новостью. Хотя чему было удивляться, если государство даже скупало ПДА убитых сталкеров у мародеров. Грешников могли снабжать аппаратурой и оружием те же люди из антитеррористического блока ЕС. Ведь чем меньше в зоне будет сталкеров, тем меньше зараза из нее попадет на большую землю. А свободные сталкеры реально опасались только Монолит, грех и дикие, никому не подчиняющиеся бандформирования, состоящие из таких же сталкеров, просто более ленивых для того, чтобы самим искать артефакты. Подполковник повернулся к Яне. Волкова, я тебе сказать не успел, а до парней раньше довели. Короче, впереди не обычный, а двусторонний портал. Обычный, в отличие от такого, меньше размером и работает только для того, чтобы засасывать к нам особо любопытных кровососов или другую нечисть из их измерений. Такие порталы образуются во время выбросов и постоянно в разных местах. А двусторонний портал слишком редкий, найти его трудно, и есть предположение, что он может вести к тому, что делает зону такой, как сейчас. Мы должны это отключить. Так вы не знаете, что там находится, сообразила девушка. Никто не знает, нет даже предположений. Никому неизвестно точно, как и почему образовалась зона. Если бы знали, то давно бы отключили ее или уничтожили, ответил Стеценко и обернулся на остальных. Идем строго за нашей сестрой и повернулся к девушке. Удачи, Яна. Стрелка ему в ответ кивнула и сделала первый шаг между аномалиями. В руках у нее были заготовлены сталкерами куски электродов с привязанными к ним ленточками. Их она втыкала в землю, провешивая путь. Стеценко предусмотрел все, вплоть до возможного ветра. Поткнутый электрод не могло отнести в сторону. Прямо за стрелкой шел Боров, готовый открыть огонь по любому объекту, что мог появиться перед проводником. По мере необходимости он передавал ей новые электроды с флажками. К нам что-то движется от леса. Девять часов. Раздался в шлемофонах голос сталкера на охранении. Химеры. Не стрелять. Только при крайней необходимости. Яна замерла в нерешительности. Ерунда, успокоил ее Боров, протягивая очередной электрод. Они умные, на пулемет не полезут. Монстры и правда не стали рисковать и замерли метрах в двадцати от правого охранного пулемета. Они уселись на дороге и внимательно смотрели в сторону Яны. Своей позой они напоминали отдыхающих кошек. Впрочем, тело Химер было почти кошачьим, и, если бы не голова, имеющая несколько антропоморфных черт, они воспринимались бы как помесь рыси и льва, только с отсутствием гривы. Не стрелять, повторил Стеценко. Если они залезут в аномалию, она может сработать. Да, если это поле начнет разряжаться, нам каюк, нервно хихикнул Киселев. Зумер личного сообщения, пришедшего на ПДА, заставил Стеценко опустить на него глаза и выругаться. Командир пробежал глазами сообщения, и лицо его изменилось. Да они что там, охренели, выругался он и скомандовал. Парни, приготовиться к бою. На нас уже вылетели. Повторяю, приготовиться к бою. Аккуратно и не спеша. Не поможет, сказал Киселев. От любого толчка может сработать все поле. Одна химера приближается, раздался в наушнике голос химика. Остановить? Отставить? Мгновенно отреагировал Стеценко. В аномалию затянет? Кранты всем. Химера не спеша трусила вдоль самой границы аномалий. Метра за четыре от пулемета она свернула и, ловко лавируя между смертельно опасными зонами, заструилась в направлении стрелки. Подполковник и девушка подняли автоматы, раз труп пулемета Борова тоже смотрел на приближающегося монстра. А вон и монолит, пробормотал Прокопенко. Из леса вышло около полусотни боевиков секты. Их было видно безо всяких приборов. Остановились они возле деревьев, как бы обозначая то, что дальше пока не двинутся. Оружие их было направлено вниз. Стеценко быстро отыскал волну, на которой сектанты общались с другими сталкерами, и, не отключая записи и общей связи, закричал. Какого черта? Что происходит? Командир монолитовцев ответил сразу. То есть ответила. Мы посланы вам в помощь. В помощь? опешил Стеценко. Тогда уберите зверей. Звери не наши, ответила женщина-командир. Но я думаю, что у них та же цель, что и у нас. Химера уже почти бежала в сторону Яны, а девушка все еще не могла решить, стрелять в нее или нет. Это решил Боров, который не выдержал и выпустил в приближающегося монстра короткую очередь. Голова чудовища лопнула, тело по инерции пробежало еще немного, прямиком в трамплин. С чавкающим звуком аномалия по огромной траектории зашвырнула его в лес. Отставить стрелять! заорал Стеценко. Сталкеры стояли ни живые, ни мертвые от страха. Лишь по счастливой случайности монстр попал именно в такую аномалию, да и на пути его полета не оказалось ничего такого, что могло бы повлечь цепную реакцию. Две оставшиеся химеры угрожающе заревели, но с места двинулась только одна, в точности повторяя маршрут первый. Она что-то несла, поняла Яна. Видите, это выпало у нее изо рта. Она не собиралась нападать. Сталкеры посмотрели на то место, где трава теперь была красной от крови и мозгов существа. Там лежал странный предмет округлой формы и матового цвета. Артефакт это или нет Волкова сказать не могла, потому что прислушиваться к вибрациям артефактов в этом месте было бессмысленно. Например, буквально в двух шагах от предмета валялись мамины бусы. Почему ты думаешь, что это принесла Химера, удивился Боров. Имею опыт, усмехнулась Яна. Что вы собираетесь сделать, обратился тем временем Стеценко к монолитовцам. Помочь вам или завершить это дело, если у вас не получится, усмехнулась женщина. Ее голос казался Яне смутно знакомым. Впрочем, не факт, что это получится и у нас. Химера зашипела на аномалию трамплин, бросила злобный взгляд на Борова и зубами подобрала матовый предмет. Что там делают химеры, поинтересовалась женщина-монолитовец. Я не знаю точно. Кажется, какие-то артефакты пытаются пронести к центру. Немного поколебавшись, ответил Стеценко. Не к центру, к вам, исправила командир сектантов. Вероятно, они дают вам возможность открыть портал на базу, если потребуется подмога. У нас было что-то подобное. Как вы вообще прошли туда так быстро? У вас есть суперпроводник? Денис и другие сталкеры покосились на Волкову. Повезло, ответил он. Химера остановилась перед девушкой и бросила предмет у ее ног. Яна посмотрела на него, на чудовище, до которого вполне могла дотянуться рукой. Умные желтые глаза твари следили за стрелкой, а от мощного тела исходил сильный запах. Уходить, выдохнула прорычала Химера. Всем! И кивнула на матовый артефакт. Волкова подобрала его и повертела в руках. Он был гладким и жестким по краям. В середине же у него было что-то типа мембраны, которая легко протыкалась пальцем. Нащупывая ее, Яне вдруг отчетливо представилась база обучения. «Что Химера принесла вашему проводнику?» спросила женщина монолитовец. «Какой-то артефакт. Я вижу такой в первый раз», сказал Стеценко. Над лесом завис один мишка, за ним второй, третий. Развернувшись в боевом порядке, они направили свои орудия на сектантов, однако последних это абсолютно не испугало. «Не играй мускулами, подполковник», усмехнулась командир монолитовца. «У меня по только ждут команды!» «Я же сказала, мы на одной стороне!» Волкова проткнула мембрану и от резкого хлопка выронила артефакт. Химера заворчала и отодвинулась в сторону, став между сталкерами и главным порталом. Перед Яной воздух начал как будто закручиваться в воронку, и одновременно с этим возмущение росло и вытягивалось в высоту. Стрелка и Химера попятились. Перед изумленными сталкерами теперь был еще один портал, круглый и зеленоватого цвета. А внутри него, как через обычное стекло, Яна увидела угол недавно покрашенного забора. «Это ведь рядом с КПП?» уточнил Боров, ткнув пулеметом в сторону образовавшегося портала. «Это наша база!» воскликнул Стеценко. «Артефакт открывает портал на нашу базу!» «Да что Волкова подумала о ней, когда сломала эту штуку?» «О чем мне было думать?» буркнула стрелка, весьма недовольная тем, что артефакт прочел ее мысли. Химера позади Яны заворчала, словно подталкивая сталкеров к каким-то действиям. «Прокопенко, вперед!» приказал подполковник. Сталкер безропотно шагнул в портал, и Волкова через пару секунд увидела его посреди базы. Он выглядел удивленным и довольным, потому что ему удалось покинуть опасный участок первым. В наушниках раздалось шипение и голос Дмитрия. «Я на базе, обратного портала не видно, можете переходить». «Свяжись с доком на всякий случай», проговорил Стеценко и посмотрел в сторону монолитовцев. «Нам прямо-таки ковер постелили, для бегства». «Я про это уже думала», усмехнулась командир и посмотрел на Химеру, словно она была человеком. «Я не собираюсь бежать отсюда», сказал он. «Зона отняла у меня близкого человека. Я хочу уничтожить ее, пока есть такой шанс». Химера склонила голову на бок, будто слушала его, потом фыркнула, искосив глаза на Борова, издала кричащий мяукающий звук, а затем потрусила в обратном направлении. Сталкеры молчали, лишь иногда посматривая на приближающихся сектантов и третью Химеру, которая в ожидании своего сородича застыла у кромки аномалий. Через полминуты оба чудовища скрылись извину. «Мне очень жаль», пробормотал Боров. «Да, парень, ты обзавелся серьезными кровниками», пробормотал Киселев. Тем временем Стеценко подошел к монолитовцам. «Опять работаем в связке», с улыбкой в голосе сказал подполковник, хлопая по руке их невысокого командира. «Ну так, цели-то у нас одни», она пристально разглядывала Яну. «Салют, проводник». «Хай», удивляясь сама себя, ответила Волкова. Сталкеры осторожно обогнули портал, ведущий на базу. Связь с Прокопенко не прерывалась. Стеценко приказал уже подоспевшему доку обеспечить возможный прием возле того места, где Дмитрия выбросила из портала. Вертолеты погружили возле дороги и улетели, получив приказ от диспетчера, который фиксировал все разговоры. «Что случилось с негодяем?» поинтересовался Стеценко. «Он дошел до портала, потому что был один. Нам этого не дадут. Метров через сто полезет охрана. Будем отбиваться», быстро ответила женщина-монолитовец. «Скажи своим парням, что они могут не вернуться домой». Яна вдруг поняла, что Стеценко не блокировал прослушивание своей линии именно для нее. Она оценила это, но все равно шла вперед, отмечая безопасный путь. Позади двигался Боров и огромный монолитовец с лицом бледным и остановившимся. Волкова знала, что этот человек стал сектантом из-за облучения чем-то типа выжигателя в районе рыжего леса либо янтаря, или же не смог вовремя укрыться от выброса, чьи губительные факторы стерли его прежнюю личность, оставив в сохранности тела. Так было почти со всеми рядовыми членами монолита, и этим они отличались от командиров, которые по каким-то иным причинам стали охранять покой самого таинственного предмета зоны. И еще Волкова знала, что до сих пор никому не удалось проникнуть в монолит в качестве агента под прикрытием. Засланного человека непостижимым образом раскрывали за считанные мгновения. Обмануть сектантов было невозможно. До двустороннего портала, вибрирующего ярким голубоватым свечением, осталось каких-то полсотни метров, как он вдруг полыхнул красным, на мгновение поменяв цвет. Затем, пульсируя, начал выбрасывать из себя маслянистые черные сгустки, что затем выпрямлялись и прямо через аномалии начинали бежать в сторону сталкеров. «Работаем!» прорычал Стеценко, видя, что аномалии, которые задевают странные существа, исчезают. «Стрелка, пригнись!» закричал Боров, заводя свою ужасную машину. Монолитовец рядом с ним тоже не дремал, и у Яны над головой словно забили кувалдами. Если бы не защитный шлем, девушка наверняка бы оглохла от ухоня и треска выстрелов. Однако, несмотря на ужасающий грохот, Стрелке было не до него. Она не могла оторвать взгляды от тех, кто пытался защитить проход и нападал на сталкеров. Существа эти были черными, гладкими, как резина, и абсолютно голыми. Признаков пола у них не определялось, и в качестве вооружения у них были какие-то матовые трубки. Глаза их расположены, как у людей, посреди головы, но по размеру превосходили раза в три и отображались свет Носа у тварей не имелось, зато рот был огромен и выглядел как бесформенная черная дыра. Именно рот вместе с отсутствием носа выглядело наиболее отталкивающим, а если добавить трехпалые руки и очень худой, прямо-таки дистрофичный корпус, то общее впечатление создавалось похлеще любого ночного кошмара. Стрелка, хоть и упала на одно колено, давая возможность Борову и монолитовцу вести стрельбу, сама вскинула автомат, переведя его Правда, стрелять Яне было пока не нужно. Пулеметы всего двух бойцов остановили толпу страшных тварей. От попадания пуль существа просто превращались в серую труху, которой за несколько секунд боя намело едва ли не целые сугробы. Матовые трубки оставались на земле, и на том месте, куда они падали, аномалии исчезали. — Боров! Назад! — скомандовал Стеценко, занимая место сталкера и выдвигая такой же пулемет. — По очереди! Монолитовца тоже кто-то сменил, а Яна медленно поднялась на ноги. — Вперед, стрелка! Не бойся! Если что, сразу на землю! — проговорил Стеценко и указал команде на трубки. — Зверев, Мещеряков, соберите и бросьте в портал. Прокопенко, примешь груз? — Тут все чисто, показала Яна на пространство, усеянное серой пылью и странным оружием чужих. Они вычистили от аномалий все! — Все равно осторожно, пророчал Стеценко. — Вешки, Волкова, по границам Вешки! Яна успела отметить границы по правую сторону, продвинувшись всего метра на четыре. Сталкеры тем временем рассредоточились по освобожденному пространству и могли вести более массированный огонь. Существа появились снова. Двусторонний портал выплюнул группу, превосходящую первую раза в два. Эта волна пришельцев атаковала людей более яростно и в отражении нападения были задействованы уже пять сталкеров, в то время как остальные нервно переминались ноги на ногу. Серой пыли было столько, что голубоватое колесо портала практически скрылось в ней, а существа все пребывали. Они уже не использовали свои странные матовые приспособления и Яна поняла почему. Расчистив место от аномалии, они изменили тактику и решили задавить людей количеством. И это у них получилось. В сторону Волкова беги, закричал Стыценко, успевший в последний момент сообразить в чем дело. Черные твари повалили таким потоком, что сталкеры не могли сдержать их даже плотным огнем. Яна успела юркнуть в узкий проход между аномалией, когда мимо нее пронеслись эти резиновые тела. Твари прыгали на людей, сталкивая их в аномалии и падая туда вместе с ними. Бросались и жизнью давали возможность своему собрату повалить или выбить оружие из рук сталкера. Поле аномалий пришло в движение. Опасные участки начали срабатывать и разряжаться из-за того, что в них кто-то попадал. Крики и выстрелы слились воедино, рождая ужасную какафонию смерти. Стрелка практически бежала по коридору между аномалиями, пятеро или шестеро тварей преследовали ее, стараясь ступать строго друг за другом. Это удалось им не очень хорошо, и троих затащило в карусели, а четвертого расплющило в гравий концентрате. С остальными Яне пришлось разделаться при помощи автомата. «Портал базы! Прыгайте в портал базы!» надрывно кричал кто-то из сталкеров, намереваясь спастись таким образом. Яна посмотрела на схватку, которая происходила буквально в десяти метрах от нее. Существа давили сталкеров количеством, везде лежали или корчились в агонии множество изуродованных аномалиями или этими тварями тел. Те, кто смог сдерживать напор существ, перешли на холодное оружие, потому что в сутолоке из автоматического могли ранить товарища или даже самих себя, что уже имело место. «Бросайте гранаты! Гранаты в этот сраный портал!» услышала девушка голос Стеценко. Кто-то из сталкеров исполнил его приказ. Несколько гранат улетело в голубоватый круг, откуда спустя несколько секунд дохнуло жаром и заставило содрогнуться землю. «Получили, суки!» захохотал Стеценко. Яна увидела его. На командире повисло несколько черных тварей, его лицо перекосилось от напряжения и через мгновение он исчез под грудой лоснящихся тел. В портале тем временем что-то происходило. Оттуда донесся многоголосый вой, скрежет металла и летели какие-то окровавленные куски. Существа отвлеклись на это, а последние монолитовцы во главе со своим командиром и окровавленный боров снова открыли огонь по пришельцам, разметывая их в пыль. Злобно или испуганно закричав, существа вдруг бросились в рассыпную, чем сильно удивили людей. Но вскоре стало понятно и это. Оставшиеся твари старались запрыгнуть как можно выше и сделать это таким образом, чтобы попасть в какую-нибудь аномалию подальше от главного портала. Некоторым это удалось. Они вызвали цепную реакцию. Именно этого они и добивались, когда поняли, что в их мире что-то нарушилось. Поле аномалии начало разряжаться. Один за другим смертельно опасные участки вспыхивали, вспучивались, содрогались или кружились каждый в своем ритме, пробуждая ловушки, лежащие или висящие рядом. С ужасом оглядевшись вокруг, Яна поняла, что поле теперь окружено оранжевой стеной, огромной аномалией, состоящей из разрозненных и частично разрядившихся мелких. И эту оранжевую стену неумолимо сжимал в кольцо и притягивал к себе голубоватый портал, дверь в какое-то иное измерение. Поняв, что это конец, монолитовцы упали на колени, но не с воплями о хранить их души. Нет, они начали плавно раскачиваться из стороны в сторону, сидя на земле и побросав рядом оружие. Теперь их не интересовало ничего, кроме их божества. Не стал этого делать только их командир. Вся в крови и серой пыли женщина-монолитовец стояла между двух порталов и смотрела на огненную стену. По мере ее приближения она отодвигалась к двустороннему порталу, уже переставшему выплескивать из себя различные предметы. Яне тоже пришлось подвинуться. Что? Это все? Как ты думаешь? Женщина повернула к ней голову. Стрелка не ответила, глядя, как стена огромной аномалии захватывает и закручивает в спираль молящихся сектантов, как поглощает зеленоватый проход на базу. Что может быть там? Не задумывалась? Спросила женщина-монолитовец и сняла свой шлем. Перед Яной стояла Катана. Однако стрелку это не удивило. Она знала другое. Игра со смертью продлится еще несколько мгновений, а потом предстоит делать выбор. А что на той стороне может быть? Волкова кивнула на громадину портала. Другой мир. Один из тысячи. Катана пожала плечами и улыбнулась Яне. Вот теперь я понимаю, почему ты представляла для них интерес. Ты проводник. Для кого? Не поняла Яна. Кому я интересна? Никому, а почему, сказала Японка. В тебе сила монолита. Если мы не погибнем, он спасет нас. Прыгаем. Стена подобралась совсем близко и стрелка даже сквозь нее видела, что поле за ней все черное и словно вспаханное. Выхода на базу больше не было, а тела людей исчезли. Да пошли вы все, выкрикнула Яна, на полном серьезе прощаясь с жизнью. С этими словами она шагнула в двусторонний портал. Глава тридцать первая. Другой мир. На мгновение ее словно сдавило тисками. Боль в теле была просто ужасной. Ко всем нервам будто бы поднесли электроды, что заставили мышцы превратиться в тугую пружину. Вокруг себя стрелка ничего не видела и не могла пошевелиться. Девушку парализовала. Она даже не могла дышать. Прошло какое-то время, и от нехватки кислорода перед глазами Яны появились паники затрепыхалось. В этот момент ее тело, сведенное страшной судорогой, возможно, из-за дикого выброса адреналина освободилось. Волкова упала на землю, на колени. Автомат и шлем тоже оказались на земле. Тяжело дыша, девушка подняла глаза и увидела перед собой этих черных тварей, которые из своих футуристических ружей поливали ее теплыми матовыми лучами. Поняв, что девушка больше не является обездвиженной и лучи не оказывают нужного воздействия, существа встревоженно забармотали и отступили. Яна зарычала, схватила автомат и срезала их длинной очередью. Только после этого она поняла, что находится в каком-то совершенно немыслимом месте. Вместо неба над Яной нависала еще одна планета и она была настолько близкой, что на ней различались многоугольники полей, неровные квадраты населенных пунктов и ломаной линии дорог. Казалось, что само небо падает, зрелище завораживало и очень сильно пугало. Волкова обернулась, клацнув зубами. Позади был кружащийся и завывающий в бешеном пламени огромный оранжевый круг. Все, дорога закрыта. Яна постаралась унять дрожь, но не смогла. Ее знобило так, что даже дрожали руки. Сказалось абсолютно все. Нервные возбуждения, ужас перед черными существами и неизвестным миром, куда ее забросил какой-то двусторонний портал, смерть остальных военных проводников. Она единственная осталась в живых. Даже сектанты вместе с их командиром погибли. Неужели она смогла уцелеть благодаря талисману, который висел у нее на шее и являлся куском монолита? Девушка всхлипнула, трясущимися руками полезла под комбинезон, вытаскивая бечевку со странным камнем. Руки запутались в одежде, кулон стал вдруг горячим, обжигая кожу на груди, он словно запрещал доставать его. Волкова отошла немного в сторону и обнаружила несколько небольших порталов, которые медленно отодвигались от того, что дышал пламенем гигантской аномалией. Вспомнив слова Стеценко о переходах односторонних и совершенно логично предположив, что один из них выбросит ее в другой части зоны, Яна поспешила к ближайшему и шагнула в него. Получилось еще хуже, чем было до этого. Перед ней в каких-то десяти метрах стояли бюреры, огромная очередь, состоящая из тысяч карликов. И эта многотысячная очередь вереницей спускалась куда-то вниз, к подножию песчаной горы, на склоне которой девушка оказалась. От близкого солнца было очень светло, жарко и даже душно, а гора была настолько велика, что ее очертания терялись внизу, в тумане. Кроме того, в этом странном мире Яна не увидела ничего. Впрочем, и времени осматриваться у нее практически не имелось. Волкова упала с высоты около метра и ее протащила немного вниз. Бюрер, стоящий в очереди последним, услышал шум и обернулся. Уродливое лицо его в недоумении вытянулось, а стрелка, еще не пришедшая в себя, с ужасом глянула на него, потом резко обернулась и чуть не застонала от отчаяния. Портала позади не было. Ни одного. Карлик же успел отойти от шока раньше стрелки и заковылял к ней, протянув вперед руки с грязными обгрызенными ногтями. Девушка поползла от него спиной вперед, лихорадочно суча ногами по песку и пытаясь нащупать валявшийся рядом автомат. Карлик приблизился почти вплотную, и Яна в последний момент выжила спуск. Как и ожидалось, выстрела не произошло. Автомат был поврежден или засорен песком. Пюрер схватил Яну за колено, и девушка, поняв, что автомат, как огнестрельное оружие, бесполезен, со всей силы саданула карлику по челюсти прикладом. От удара уродец сделал сальто и покатился вниз, собирая в охапку своих сородичей, которые тоже покатились под гору, махая руками и издавая возмущенные гортанные звуки. На шум повернулись остальные, то есть ближайшие пять-шесть десятков, и поспешно расступились, давая возможность живой лавине благополучно затормозить на песке. Яна подумала, что они, эти карлики, пока не умеют пользоваться телекинезом, а если умеют, то очень мало, иначе бы ее давно похоронили под слоем песка. Нервно хихикнув, девушка вскочила на ноги и побежала вверх, если так можно было назвать перемещение, сочетающее в себе скольжение по осыпающимся слоям песка и бесконечные падения. Потревоженные бюреры с воплями и шипением рванули за ней. Однако их скорость была такой же невысокой. Вдобавок они толкались и мешали друг другу. Все это выглядело настоящим театром абсурда. Я не хотелось и плакать от бессилия и смеяться. Через каких-то пару минут девушка начала выдыхаться. Повлияла на это местная атмосфера, жара или еще что-то, выяснять времени не было. Карлики все же настигали ее. Однако впереди двигались самые маленькие, видимо, являясь в то же время самыми проворными. Драки было не избежать. Стрелка взяла автомат поудобнее и приготовилась отбивать первую атаку. Тем более, что никто из преследователей так и не додумался швырнуть ей в лицо песок. Единственное, что здесь было, кроме карликов и Яны вообще. Краем глаза девушка заметила что-то в метрах в ста от себя, но рассмотреть уже зная, что увидит, нанесла удар ногой. Карлик полетел вниз, настолько он был легким. Второго ожидала такая же участь. А потом стрелка начала просто отмахиваться прикладом, нанося удары направо и налево и отправив вниз подобным образом около десятка карликов. Песок вокруг нее уже стал красным от крови, однако бюреров это не останавливало, они перли буквально напролом. Улучив момент, Яна бросила еще один взгляд назад и поняла наконец причину своей тревоги. Наверху был открытый портал и из него время от времени падал очередной карлик, который затем какое-то время отлеживался, а затем спускался к собратьям, стоящим в очереди. В данный момент таких пришедших в себя карликов было двое и они со всех ног спешили в сторону схватки. Эти карлики были уже обычными, то есть крупнее тех, которые напали на стрелку первыми. Бежать под гору было легче и, приблизившись к Яне, они сразу перешли в нападение. Один из них прыгнул на девушку, распахнув руки в стороны, а другой решил сбить ее с ног под катом. Стрелке удалось перехватить первого и просто перенаправить его полет в сторону тех, кто снова надвигался снизу. Зато второй точно рассчитал момент и у него получилось свалить Яну на землю. Победоносно завизжав из-за хрюков, он выкарабкался из-под девушки и первым делом схватил измазанный в крови автомат, одновременно с этим пытаясь второй рукой достать стрелку за волосы. Выругавшись, Яна впечатала каблук ботинка в его плоскую физиономию, карлик булькнул, повалился навзничь, однако не забывая при этом сжимать грозу мертвой хваткой. Стрелка выругалась еще раз, поднялась на десяток шагов, уже из последних сил, отбиваясь от наседающих бюреров. Так долго продолжаться не могло, и вскоре кто-то из карликов догадался применить свои телекинетические способности, а именно поднять горст песка и ослепить этим Яну. Девушка вовремя зашмурилась и пригнулась, песок пролетел мимо, но благодаря этому на стрелку набросились сразу два довольно больших бюрера. Свалив девушку с ног, один из них с победным криком обхватил ее ноги, а другой попытался достать ногтями глаза Яны. Девушка сумела заблокироваться, потом и вовсе скинула его с себя, однако было поздно. Подоспевшие бюреры завалили ее, сажали своими едко пахнущими телами. Это было полное поражение и бесславный конец. Яну буквально облепили эти карлики, щипая девушку, пиная и молотя кулаками. Ей, правда, немного повезло, потому что из-за их они только мешали друг другу. И все же возникшая неразбериха должна была прекратиться очень и очень скоро. Волкова отлично это понимала. На мгновение вообще представилась вся прежняя жизнь. Захотелось выть и кричать от страха, боли и, главное, от осознания того, что все происходящее может быть воздаянием. Воздаянием за все. За кровавую работу на Громова, за бесконечные драки и сбитые кулаки, запонтые и тюремные понятия, применяемые порой, где не нужно, все, что в подсознании ассоциировалось с грехом, аморальным поступком или преступлением с точки зрения религии, общества и закона, неважно, конституционного или воровского. Насколько сильно промыты мозги этими точками зрения, у каждого человека было свое представление, но переступить определенную черту у себя в голове приходилось даже самому отмороженному негодяю, и он помнил такие моменты всю жизнь. Спасение или осрочка смерти пришли совершенно неожиданно, когда на яне уже начали рвать одежду и пытаться что-нибудь откусить. Прямо над всей беснующейся толпой с оглушительным хлопком образовался яркий оранжевый портал, из которого выпрыгнуло несколько черных, с лоснящейся кожей и горящими кругами глаз. Увидев их, карлики испуганно завизжали, покатились и запрыгали по склону горы с такой проворностью, что смотреть на их бегство было забавно, если не учитывать сложившуюся ситуацию. Волкова обязательно посмеялась бы, просто обстоятельства складывались не совсем в пол поделились regularly. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...